Вова решил стать писателем. От нахальства – пробиться в поэты. Именно ради этой сомнительной цели он отправился в путь, имея среди скромных пожитков общую тетрадь, а в ней тексты, написанные столбиком от руки и не очень ровно, несмотря на линейки. Тексты эти автор называл нескромно стихами, хотя достоинства их, правду сказать, не переоценивал, надеясь в будущем достичь более высоких вершин. Стихотворений у ВВ было всего 15. Если писалось новое, то худшее из старых выкидывалось, и опять оставалось 15. Количество не росло, а повышение качества было под вопросом. Когда, пересмотрев свои каракули и вовсе ими не обольщаясь, он собрался покорять Москву, ему было сделано много предостережений. Мама говорила, Вова, куда ты? Папа говорил, Вова, подумай. Тетю Галю намерение неродного племянника просто-напросто насмешили. Нет, вы слышали, говорила она, наш Вова решил стать писателем, ха-ха-ха. Керченский друг Марк Смородин, моряк-радист, заочник Литинститута, испытавший на собственном опыте, насколько тернист путь пишущего человека, советовал вообще держаться от литературы подальше. Керюха, испытывал он на нашем герое свои агитаторские способности, прижмуривая глаза и сверкая железным зубом. Керюха, куда ты лезешь? На что рассчитываешь? Разве ты не видишь, сколько людей пытаются пробиться в литературу? Разве ты не понимаешь, что только единицы достигают успеха? Ну что ж, грустно отвечал наш стихотворец, придется мне оказаться среди единиц. Нет, ну ты, ты правда на это рассчитываешь? Правда. Через пять лет я буду известным поэтом. Ну, Керюха, ты даешь. Восхитился Смородин и предложил пари на ящик шампанского, что этого не будет. Прежде чем выставить встречный ящик, наш стихотворец предложил обсудить, что значит известность и какую степень ее следует принять за достаточную. Договорились, что через пять лет заключившие пари являются в три учебных института в Москве или в провинции по выбору Смородина и спрашивают студентов, знают ли они сочинение или имя такого-то автора. Если в каждом из трех институтов найдется хотя бы по одному студенту, который знает, то автор считается достаточно известным. Ударили по рукам. Надежды нашего героя покоились не совсем на пустом месте. Ему удалось уже вкусить чуть-чуть славы, ну, хотя бы в местном масштабе. Его стихотворение «Матери», напечатанное в керченском рабочем, стало маленькой сенсацией в кругах местной читающей публики. Но это был успех одноразовый. Вторая публикация прошла без малейшего отклика. Стишок в газете «Крымский комсомолец» тоже никем замечен не был, кроме керченской девушки Светы, у которой первый будущий поэт добился признания. Все газеты и журналы за пределами Крымской области произведения нашего автора отвергали. И только что был получен очередной отворот-поворот. На этот раз отворот Литературного института имени Горького. Туда были посланы документы и стихи в количестве, неизменном, 15 штук. По истечении всех допустимых сроков была отправлена телеграмма с вопросом, почему нет сообщения о результатах. Оплаченный ответ поступил скоро. Вы не прошли творческий конкурс, ТЧК. В приеме отказано, ТЧК. Документы высылаем, ТЧК. Секретарь Фокина, ТЧК. Стихотворец огорчился, но сдаваться не поспешил. Поспешил на почту и отбил встречный текст. Не очень обрадован вашим ответом, ТЧК. Не падают духом, ЗПТ. Я буду поэтом, ТЧК. После чего во исполнение телеграфной угрозы сам снарядился в Москву. Ну, конечно, это была авантюра. Приехать в Москву и просто там зацепиться – уже почти невыполнимое предприятие. Без справки с места работы не прописывают. Без прописки на работу не принимают. Устроиться можно только по большому блату или за огромную взятку. А у нашего приезжего ни блата, ни денег. Ну, 600 рублей не в счет. Ничего, кроме безумной надежды. Располагая дюжину из слабейших стишков, имея лишь смутное представление о сути желаемой профессии, не представляя масштабов существующей конкуренции, пробиться, выделиться среди тысяч и стать тем поэтом. Это было безумие. Сродни попытке пересечь на бревне океан, не имея понятия о его ширине, глубине, ветрах, течениях и акулах. Только полное невежество толкнуло нашего героя отчалить от берега. Невежество же помогло ему не утонуть. Стихи не наши. Оказалось, что от мавзолея до площади Пушкина рукой подать. Через 20 минут в неспешной прогулке приезжий стоял уже перед поэтом, который, заложив руку за борт сюртука, смотрел на него, как бы говоря, «И куда же ты, братец, лезешь, не имея московской прописки и хотя бы завалящего лицейского образования». Время для института все еще было чересчур ранним. Приезжий решил подкрепиться и устоявший неподалеку старухи в белом халате с жирным животом купил на 2 рубля 50 копеек по одному из всех продаваемых ею четырех сортов жареных пирожков. Зарубли с мясом и по полтиннику с рисом с капустой и с повидлом. Тут же сел на лавочку и, не стесняясь присутствия великого коллеги, заглянул внутрь тетради с целью очередной ревизии сочиненного. Новое прочтение вырвало вздох из стесненной груди. Что есть в наличии? Новогодние Матери Отцу Тете Ане Дяде Косте Брату Севе Брату Вите Сестре Фаине Бабушке И вот это Без названия Остывает земля Тени темные Стелятся медленно И внизу Корабли Опускают За борт Якоря А вверху Самолет Тянет по небу Нитку Последнюю И как Угли в костре Догорает И Гаснет Заря Девушка Света Готова Была автору За эти стихи Отдаться Но Автор Догадался Об этом Лишь Несколько лет Спустя Так или иначе Стихотворение Свете Понравилось Особенно Вторая Страфа Далеко 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 Тарахтит Катеришка Измызганный Загорелся Маяк И Выходит Качаясь Луна Тихо Падают Вниз Звезды Первые Белыми Брызгами И На мокрый Песок Их Выносит Слепая Волна Гениально Вздыхала Света И Заглядывая Стихотворцу В лицо Вопрошала Не тяжело Ли ему Жить С таким Непомерным Талантом На что Вопрошаемый Интересничал И отвечал Что Конечно же Тяжело Но От своей Планиды Разве Жи Убежишь Сейчас Перечтя Содержимое Тетрадки Автор Пришел В Большое Уныние То Что Называл Он Стихами Ему Не нравилось И так Стыдно Мосты Молодой Зачем За тем Что Я Мог бы Быть Вам Очевидно Полезен Чем Неожиданный Благодетель Мог бы Будь Полезен Наш Стихотворец Спросить Постеснялся Но Предположил Что А вдруг Это Редактор Критик Или Может быть Даже Какой-нибудь Знаменитый Поэт Сейчас Почитает Стихи Прослезится Пожмет Стихи Стихи Нашевеля Толстыми Губами А Запомненное Четверостишее Прочел Вслух Булькая Гнусавя И испытывая Трудности В произнесении Всех Шипящих Мечты Мечты И я Мечтаю Робко При свете Затухающего Дня Что Может быть Нехоженая Тробка Ещё Осталась Где-то Для меня Он Вздохнул Поднял Очки На лоб Посмотрел На начинающего Автора И сказал Нет Это Не то Потом Подумал И решил Своё Суждение Детализировать То Что Вы Пишите Молодой Человек Есть Настоящая Исущая Чепуха Молодой Человек И сам Думал Примерно Так же Но Столь Прямое Суждение Его Покоробило Ну Почему Это Чепуха Спросил Он Сердито Да Потому Что Чепуха Потому Что Все Содержание Этого Вашего С позволения Сказать Стихотворения Стоит Три копейки А если Сказать Точнее То Две С половиной Кроме Того Я Я Вам Должен Сказать Откровенно Тот Голос Его Посуровил Это Стихи Не Наши Не Наши Спросил Молодой Человек Удивленно Не Наши Повторил Тот Очень Серьезно Судите Сами А почему Вы пишете О затухающем Дне Когда Можно Сказать Что Солнце Нашего Дня Находится На пути К Зениту Вы Понимаете Что Я имею Ввиду И Почему Ваш Лирический Герой Проявляя Несвойственную Нашему Человеку Склонность К Индивидуализму Ищет Для себя Какие-то Понимаете Ли Отдельные Побочные Тропки Почему Он Не Хочет Идти По Широкой Магистральной Дороги Вместе Со Всем Нашим Народом Почему Вы Откуда Приехали Ах Из Крыма Вот И Возвращайтесь К себе В Крым Можете Там Выращивать Виноград Или Картошку Или Заниматься Чем-то Еще Но Писать Стихи Нет Нет Молодой Человек Поверьте Мне Это Совсем Не Для Вас Впрочем Давайте Разберем Что Вы Написали И что Он Вознамерился Читать Дальше Но Молодой Человек Схватился За тетрадь Отдайте Ну Почему же Я же Хочу Вам Помочь Разобраться Не Надо Неблагодарный Он Вырвал Тетрадь Встал И Поспешно Удалился Тайны Бога Непостижимы После Операции У писателя Был спор С швестер Моникой Уверявший Его В безусловной Доказанности Потустороннего Мира Моника Ссылалась На книгу Жизнь После жизни И Другие Свидетельства Переживших Клиническую Смерть Совпадающие В описаниях Некоего Тоннеля В конце Которого Вновь Прибывшего Приветливо Встречает Некто В светлых Одеждах Писатель на это Сказал Что он В той стороне Вроде бы Побывав У никакого Тоннеля И никакого Встречающего Не приметил Был Просто Провал И полное Отсутствие Времени Да Но Вы Находились Под Наркозом Сказала Моника Да Согласился Писатель Я Был Под Наркозом Но Смерть Мне Кажется Еще Более Глубокий Наркоз Вы Не Верующий Спросила Моника Будь Эта Книга Готова Ответ На Свой Вопрос Швестер Могла Бы Найти В ней Но Книга Еще Находилась Только В состоянии Замысла Поэтому Автор Стал Объяснять Монике Свои Взгляды По Интересующему Ее Вопросу Но Мне Кажется Вы Тоже Не Совсем Верующая Заметил Он Почему Вы Так Думаете Удивилась Она Потому Что Если Глубоко Верить В Бога То Надо Понимать Что Тайна Нашего Возникновения И Исчезновения Одна Из Наиболее Охраняемых Богом Тайм И Смешно Даже Думать Что Он Когда Нибудь Позволит Нам К этой Тайне Хоть Сколько Нибудь Прикоснуться Но Наука Возразила Науку Я Просто Утверждаю Что Если Бог Есть То Как бы Далеко Не Продвинулась Наша Наука Его Тайны Останутся Непостижимы А А если Мы Узнаем Все Тайны То Это И Будет Означать Что Бога Нет На Худой Конец Приемные Экзамены Уже Начались И Абитуриенты Толпились Под Пыльными Тополями В садике За Институтом Они Все Были Уже Признанные Таланты Они Были Признаны Авторитетной Комиссией Пропустившей Их Через Творческий Конкурс Теперь Дело Оставалось За Малым Доказать Что Они Кое Что Помнят Из Пройденного Ими В школе Курса Наук Для Простых Смертных Причем В данном Случа Действует Закон Обратной Пропорции Чем Больше Талант Тем Меньше Он Должен Помнить В садике Была Обычная Экзаменационная Толкотня Кто-то Со страхом Входил Туда Где шли Экзамены Кто-то С облегчением Или В отчаянии Выскакивал Спрашивали Какие Кому Достались Билеты Самоуверенный Молодой И прыщавый Блондин Читал Двум Ровесникам Свои Шуточные Стихи Фривольного Содержания Наш провинциал Приблизился И послушал Она Конечно Не девица Но Мне ведь С ней Не подвинет А Коли так Она Сгодится Блондин Выдержал Многоточие Оглядел Своих Слушателей И победоносно Завершил Сгодится На худой Конец Сам Блондин Шутки Своей Засмеялся Улыбнулись И те Двое И наш Никем Неуполномоченный Провинциал Тоже За компанию Радостно Подхихикнул Чем Обратил На себя Внимание Блондина Тот Повернулся Я Глядел Провинциала С головы До ног Спросил Ты Кто Такой В каком Смысле В прямом Поэт Прозаик Критик Ну Назвать Себя Поэтом Приезжий Не Осмелился И Сказал Скромно Пишу Стихи Но Почитай Приказал Блондин Смущенный Оказываемым Ему Вниманием Провинциал Засуетился Развернул Тетрадку Конечно Он Помнил Свои Стихи И так Но Боялся Сбиться Нашел То Которое Нравилось Свете Остывает Земля Тени Темные Стелятся Медленно И Внизу Корабли Опускают Забор Якоря Он Читал Уткнувший Глаза В тетрадку А Когда От нее Отлепился Никого Перед Собой Не Увидел Впрочем Блондина Он Тут же Отыскал В нескольких Шагах От себя Тот Прижал К дереву Нового Слушателя Хихикая Читал Ему Про худой Конец Секретаря Фокину Приезжий Нашел На втором Этаже А Это Вы Захлопотала Она Как же Как же Ваша Телеграмма Как это У вас Там Не Очень Обрадован Вашим Ответом Не Падаю Духом Я Буду Поэтом Вот Сказала Она Я Показывала Вашу Телеграмму Ректору Ему Понравилось Он Сказал Что Только За одну Эту Телеграмму Вас Стоит Принять В Институт Лежий Заволновался Ну Так Кто Ему Мешает Сделать Это Сейчас Поколебавшись Секретарь Тут же Взяла Себя В руки И Сказала Что Пожалуй Все-таки Поздно Экзамены Идут Уже Третий День А Впрочем Втеки Втеки Секретарь Лучше 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 Начать Стихотворение Про вечер И корабли Уже Не казалось Ему Таким Прекрасным Как Раньше Что Еще Можно Показать Матери Да Мне не понравились, но, может быть, другие понравятся? Нет, 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 сказал приезжий. Спасибо. И с тем вылетел в коридор. Возвращение в жизнь. Почти каждому пишущему свойственно преувеличивать свои праведческие способности. И наш писатель утверждает, что его выход из небытия был им запечатлен лет за десять до описываемого момента в небольшом этюде, названном им «Этюд». Точно как в том этюде, открыв глаза, он долго не мог понять, где он и кто он. Новорожденный? Или обрубок, переживший катастрофу? И вообще, человек ли? В ограниченном объеме освещенного пространства некое существо совершало однородные движения, а в таинственном мраке углов мерцали детали предметов, не имевших названия. Вскоре названия стали откуда-то выпархивать и как бы приклеиваться к соответствующим предметам, говоря ему «это потолок», «это часы», «это женщина». Женщина в белом халате и с белым лицом стояла над ним, качала какую-то грушу, потом что-то писала в журнале, снова качала и снова писала. После сложного умственного усилия он понял, что это медсестра, но не Моника. Она мерит и записывает его кровяное давление. Медсестра качала грушу, писала в тетради и спросила без особого интереса «как дела?». Язык, на котором был задан вопрос, возвратил его сразу к реальности. Он хотел ответить, что дела его идут хорошо, для чего несколько раз открыл рот и закрыл. Но никакого звука этим не произвел. Его это не удивило, не испугало, не огорчило. Он смотрел на часы, они показывали без четверти пять. Ему хотелось бы знать, утра или вечера. «Как дела?» — снова спросила сестра. И он снова ответил беззвучно. Когда она задала тот же вопрос в третий и четвертый раз, он забеспокоился. «Почему она спрашивает? Разве она не видит и не знает, что он не может говорить?» Он толкнул ее слабой рукой, показал на ее карандаш и изобразил витееватым жестом, что хотел бы воспользоваться этим предметом. «Что?» — изумилась она. «Вы хотите писать? Вам пока нельзя писать?» Видимо, она знала о профессии пациента и вообразила, что он собирается немедленно приступить к работе. Глядя опять на часы, он попытался представить, сколько прошло времени с тех пор, как Моника вкатила ему укол и вспомнил про сигарету, которую, вероятно, так и не выкурил. И этот факт его странным образом взволновал. Он обещал себе, что вот эту последнюю выкурит, а после операции ни одной. Теперь ему представлялось, что сигарету придется докуривать, а это его огорчило. Нарушив обед один раз, потом трудно остановиться. «Как дела?» — в который уже раз спросила сестра. Чем его очень разволновало. Он вцепился в ее карандаш и стал его выкручивать, сам удивляясь, что сила есть. Выкручив, знаком потребовал бумагу и в подставленную тетрадь написал. «Я не могу говорить». Тут же поняв, что совершил постыдную ошибку. Перед буквами «Р» и «Т» звук «Ш» изображается одной буквой. «С». «А, вы не можете говорить», — сказала медсестра, словно бы удивляясь. И тут же выяснилось, что удивляться нечему. «Я знаю, что вы не можете говорить, но вам и не надо ничего говорить. У вас все в порядке. Вам сделали операцию, все идет как надо. И у вас в России все хорошо. Перестройка, гласность, Горбачев, великий человек». Харизма. «Лет за тридцать до того, в Москве, в Доме литераторов, показывали старый документальный фильм из немецких архивов. Почему-то так получилось, что передо мной и сзади, и спереди сидели жены писателей. То есть, женщины совершенно особой, ни на какую другую не похожей породы. Это дамы, которые, как правило, нигде не работают, но создают своим мужьям определенный уют. По возможности окружают себя поклонниками. Ездят в дома творчества, и там, если удается, заводят романы. Если не удается, не заводят. О литературе и всяких других искусствах судят самоуверенно, вознося одно и низвергая другое. В языке позволяют себе определенную смелость. В шестидесятых годах ввели в свой обиход слово «жопа». А после появления анекдота о мудаке и это слово стали тоже осваивать. Итак, в Доме литераторов я сидел, окруженный писательскими женами. Показывали Германию 36-38 годов. Олимпийские игры в Берлине. Мюнхенское соглашение. Присоединение Австрии к Германии. Ну, везде, конечно, Гитлер. Пленка черно-белая, стертая, видно плохо. Кино тогда еще не точно передавало движения. Люди ходили рывками и поэтому были похожи на клоунов. Но больше всех был похож на клоуна Гитлер. Стоя, он держал руки, как футболист, ожидающий штрафного удара. Я, выступая, дергался, гримасничал, картинно выкидывал руку вперед и вживе мало отличался от самых нелестных карикатур. Ничего, кроме отвращения, во мне не вызывал. В окружавших меня женщинах тоже. В начале фильма они свое впечатление охотно выражали словами «Какой противный, мерзкий, отвратительный, ужасный» и прочие такие эпитеты. Но фильм шел дальше. На каком-то этапе женщины перестали переговариваться, замолчали. Потом стали странно вздыхать. Потом даже слегка постановать. Сначала я все это воспринимал краем уха. Потом прислушался. И вдруг понял, что эти женщины, по крайней мере часть их, при виде Гитлера, его речей и ужимок, сексуально возбудились. Может быть, в другом случае они бы сдержались, но здесь, застегнутые врасплох наваждением, в темноте, под звуки несущихся с краном музыки и лающей речи, расслабились. Не думали, что их реакция заметна и слышна. А может быть, даже и сами не поняли, что с ними происходит. Вот это и есть харизма. Потом я стал уже наблюдать за публикой в кино и живьем, и увидел, что именно женщины являются в толпе главным бродильным элементом. Это они, воспаляясь, начинают кричать «Зик Хайль» или скандировать «Любимое имя», а потом свое возбуждение передают и мужчинам. Мужчины за ними тоже начинают орать, не понимая того, что их жены с этими харизматическими личностями им в этот момент изменяют. Вплоть до впадения в оргазмы и вообще происходящее есть не что иное, как сексуальная оргия. Исторические загадки, как люди могли поверить Ленину, Гитлеру, Сталину, Маун-Зедону, Жириновскому, разрешаются просто. Люди толпы мыслят не мозгами, а гормонами. Главное не что произносит харизматическая личность, а как. Важны не слова, а жесты. Выкидывание вперед руки, вращение глазами, голосовые перепады от шепота к визгу и наоборот. На это бывают очень способные рок-певцы, религиозные кликуши, шарлатаны, называемые экстрасенсами. Но больше других – политические авантюристы, которые возбуждают толпу, и когда она впадает в безумие, начинается большая беда, которую отвратить почти невозможно. Жизнь после жизни Пока пациент погружался в прошлое, медсестра, не отходя от него ни на секунду, все мерила и писала. А потом вдруг посмотрела на него, схватила трубку, торчавшую у него из носа, и потянула. И он почувствовал, что трубка вытягивается у него из живота, или из легких, или из прочих каких-то недр. «А как дела?» – спросила она опять. Он ей ответил, «Все в порядке». И сам свой ответ услышал. Она задала ему ресторанный вопрос. «Что будете пить?» – он спросил, «А что у вас есть?» Она ответила, «Вода, соки, пиво». «Пиво?» – переспросил он. Она решила, что это не вопрос, а требование, и поставила рядом с ним банку пива. Он выпил один глоток. Больше пить не захотелось. Несостоявшееся открытие. Валя Петрухин сказал, что современная физика может без труда ответить на вопрос, «Есть ли Бог?» «Надо только», – сказал он, – «составить правильную программу и всю ее насквозь прочесать». «Тогда», – сказал я, – «почему бы именно этим тебе немедленно не заняться?» «Ну, потому что это требует времени, а я сейчас занят синхрофазотроном и протвенно». «Брось все и реши вопрос насчет Бога», – посоветовал я. «Ответ на этот вопрос будет величайшим научным открытием в истории человечества». Валя подумал, и вдруг Арабев сказал, – «Тогда, пожалуй, я это не потяну». Вторая книга Чонкина «Претендент на престол» кончается осенью 1941 года. Чонкин уходит в лес вместе с сержантом НКВД Климом Свинцовым, который получил, но не выполнил задание застрелить Чонкина при попытке к бегству. После рассказа об уходе в лес этих двух товарищей, по несчастью, автор пытался вообразить себе их дальнейшие приключения. Территория, включавшая в себя описываемый лес, захватывалась то одной воюющей стороной, то переходила к другой. Но ни то, ни другое положение Чонкина и Свинцова никак не меняло. Для них были опасны и свои, и немцы, и партизаны, и все другие вооруженные люди. Скрываясь от всех, беглецы шатались по лесу, как звери, голодные, холодные, небритые. У Чонкина бороденка отросла татарская, редкая, А Свинцов до ушей зарос рыжей и грязной шерстью. Так зарос, что прежде чем разглядеть что-либо вдали, шерсть на глазах раздвигал руками. Ночевали на сырой, а потом и на мерзлой земле. Несколько раз выходили к дороге, но первый раз наткнулись на пешую колонну, А второй раз еще издалека увидели идущие на большой скорости танки. Надо мимоходом заметить, что это были танки Гудериана, шедшие на выручку Чонкину, Чего он, конечно, не мог даже предположить. Однажды наши герои увидели на дороге крестьянские обозы, И вышли попросить чего-нибудь, спичек или хлеба, Но крестьяне, сами не хуже немцев, напали на них с вилами. Впрочем, одного выстрела вверх оказалось достаточно, чтобы охладить нападавших. После чего беглецы решили пределов леса по возможности не покидать. Питались ягодами и опятами, которых вдоволь росло на гнилых и осклизлых пнях. Оба беглеца были людьми природными, И сначала добыли огонь путем трения дерева от дерева, А потом с той же целью употребляли куски железа, камни и портянки. Свинцов нашел старую, еще с первой войны, немецкую каску с дыркой возле виска. Заткнул, опять же, куском портянки, Стал варить в каске обещанный Чонкину компот из ягод и суп из грибов, Добавляя в него какие-то ему только известные коренья и травы. Оба мечтали подстрелить кабана или лося, Но ни кабаны, ни лоси не попадались. Табаку было маловато, Но подмешивали к нему размельченные листья и конские навозы, И тем самым запас увеличили. Все же и такая лофа продолжалась недолго. Как-то ночью подморозило, А утром глянули, Опята все разом почернели и сникли. Подмерзла на кочках брусника, Но из нее и из мороженой варево было вкусное, А вообще с едой стало хуже. По ночам стали ходить через дорогу к неубранному пшеничному полю, Колосья шелушили, Варили из зерен кашу. Но однажды под вечер Выглянули счаще и увидели, По полю перемигиваясь фонариками, Бегают немцы и полицаи с собаками. Рисковать не стали, Бросили обжитые места, Пошли прочь. Шли неделю, Голодные, оборванные, замерзшие. У Чонкина на левом ботинке Подошва совсем отвалилась, И даже привязать нечем. Он ее перетянул ремнем, И конец ремня держал в руке, Чтобы не болтался. Однажды подошли к густому кустарнику И решили наломать для костра сучьев. Как вдруг там, в кустах, Зашевелилось и полезло что-то мохнатое. «Медведь!» Воскликнул свинцов и вскинул винтовку. Кусты застрещали сильнее, Из них выскочило пристранное существо, Покрытое длинной шерстью, И со всех четырех ног кинулось прочь. Свинцов, сам превратившийся за это время в зверюгу, Кинулся догонять. Существо достигло ближайшего дерева, И, ловко перебирая передними и задними лапами, Вмиг взлетело к самой верхушке, И оттуда с беспокойством следило за подошедшими. Свинцов, поставив винтовку к ноге, Спросил Чонкина. «Что за зверь? Не знаешь?» «Не знаю», — удивленно сказал Чонкин. «Ну, похоже, что обезьян». «Ну, откуда ж тут обезьян?» — усомнился свинцов. «Это ж тебе не Африка?» «Может, какая кошка? Или же соболь?» «Да ты что?» — сказал Чонкин. «Какой же соболь?» «Соболь будет поменее и больше, как бы сказать, На человека похожий. Ну, правда, с хвостом. А это чистый обезьян. Нас в прошлый год в зверине сводили. Там был один горилл, точно такой же. Может, и этот из зверинца убег? «Ага, вроде как мы и с тобой», — пошутил свинцов, Не спуская глаз с непонятного зверя. «Похоже, и правда, что обезьян». «Слушай, а ты думаешь, обезьянов едят?» — спросил он, И, подняв винтовку, потянул к себе рукоять затвора. «А что ж не есть?» — предположил Чонкин. «Та ж свинья. Только что по деревьям лазает. О, шерсть опалить, шкуру содрать. А мясо можно и не варить, А прямо на прутья накалывать и в костер. Лопал когда такое?» «А как же», — сказал свинцов. «Мы, обывалча, с капитаном-то нашим, Миляга и барана задерем, И вот так, как ты говоришь, Мясо на прутья нанижим и над угольями». Свинцов сглотнул слюну и вскинул винтовку. «Да, это, промежду прочим, сошлык называется». «Не стреляйте!» — закричала обезьяна Жалким человеческим голосом. «Не стреляйте! Я сдаюсь!» «Ты гляди!» — удивился Чонкин. «Говорить умеет!» «Тьфу!» — плюнул свинцов. «Говорящая, Иван!» «Чего?» — отозвался Чонкин. «Ну и жена говорящая! Я ее есть не смогу, я брезгливый!» «Да, вообще-то, конечно!» — согласился Чонкин. «Ано-то так!» «Ладно, слезай!» — приказал свинцов обезьяня. «Слезай в рот тебя, а то застрелю!» Обезьяна проворно спустилась и стала перед Чонкиным и свинцовым почти что на две ноги, только слегка опираясь передними конечностями о поваленное дерево, хотя была она покрыта шерстью с ног до головы. Свинцов разглядел в зарослях признак мужского пола и спросил опустившегося строго. «Кто такой?» Спустившийся молчал и дрожал мелко, как овца перед закланием. «Говори, кто такой?» — зарычал свинцов и снова щелкнул затвором. «Не стреляйте! Не стреляйте! Не стреляйте!» — закричал спустившийся и упал перед свинцовым на колени. «А почему же не отвечаешь, кто такой?» — спросил свинцов осторожно, добрее голосом. «Я... я сам не знаю, кто я такой!» — признался спустившийся. «Не знаю! Кто я? Человек, зверь, черт или леший?» «В лесу живешь?» — продолжал допрос свинцов. «В лесу. А пожрать чего найдется?» «Для вас, — сказал леший, — для вас непременно найдется. «Ну, веди нас к себе!» «Надумаешь убечь — помни! Пуля бегает шибче!» Пошли в гости. Леший бежал впереди, помогая себе передними конечностями. Свинцов и Чонкин за ним не поспевали, но он время от времени останавливался, поджидая своих гостей, и опять бежал вперед, как собака, ведущая охотника по следу. Спустились во враг, по камушкам перешли за плесневевший ручей, пересекли небольшую поляну и перешагнули через ствол большой, лежащий как труп сосны. За ней были срохшиеся кусты. У кустов леший заколебался, а свинцов на всякий случай взялся за рукоять затвора. «Пришли!» — сказал леший устало. «Куда ж пришли-то?» «А вот сюда!» — сказал леший и юркнул их в кусты. Свинцов кинулся за ним, рассчитывая в случае чего тут же его придушить, и невольно вскликнул. «Батюшки! Так это ж берлога!» Леший, сверкнув голым задом, уже влезал с берлогу на карачках. Свинцов полез следом. За нем Чонкин. Берлога оказалась длинным, полого спускавшимся и заворачивающим вправо лазом. Они проползли по нему несколько метров, и уже свету сзади не было видно, а под коленями ощутилась твердая почва. «Не удивляйтесь!» — услышали они голос лешего. После чего черкнула спичка и с шипением загорелась. А от нее засветилась и семилинейная лампа. «Ух ты!» — ухнул Чонкин, а Свинцов от себя добавил чего-то по матушке. То, что они увидели, описанию не поддается. За узкой горловиной начинался постепенно раздвигающийся вширь и ввысь коридор. Пол его был услан струганными и даже крашенными досками. Коридор этот оканчивался дверью, а за дверью была самая настоящая комната. Даже неплохо убранная. Даже с книжной полкой и с книгами. С топчаном, покрытым тряпьем. Но, что больше всего удивляло, над топчаном висел портрет человека в старой форме с эпалетами и аксельбантами. «Это кто ж такой?» — почтительно спросил Свинцов. «А это...» — замялся хозяин берлоги. «Это... ну... как вам сказать... Это... его императорское величество, государь-император Николай II». «Ого!» — невольно выдохнул Чонкин. «А вы... вы сами-то, извиняюсь, кто же-то будете?» — перешел на «вы», оробевший Свинцов. «А я», — сказал Леший, — «Вадим Анатольевич Голицын». Будучи человеком, Голицын считался в здешних местах помещиком. Потом служил в свете его величества. Вместе с ним был в Екатеринбурге. Но при расстреле царской фамилии случайно остался жив. Бежал в родные места и поселился в лесу, ожидая конца большевистской власти. Ждать, однако, пришлось слишком долго. Со временем полностью оборвался, одичал, зарос шерстью, вел дикий образ жизни. Питался грибами, ягодами, кореньями, руками ловил зайцев и птиц. Лесные звери его боялись. Он жил под открытым небом, пока не набрел на берлогу и не выгнал из нее спавшего в ней медведя. Медведь после этого стал шатуном. Бродил по лесу, выходил на дорогу, нападал на лошадей и людей. Но захватившего берлогу боялся. Живя в берлоге, Голицын стал постепенно возвращаться к человеческой жизни. По ночам прокрадывался к деревням, воровал, что под руку попадется. В конце концов, появились у него керосиновая лампа, деревянный топчан с матрасом, набитым соломой. Появились лопата, топоры и прочие мелкие инструменты. А уже накануне войны у него появилась даже собственная библиотека. Ехала по дороге передвижная изба читальня. Шофер был пьяный, разбил машину и сам разбился. Когда машину обнаружили, она была уже полностью опустошена. Библиотека, которую вез погибший шофер, принадлежала когда-то Голицыну. К нему она частично и вернулась. В той части, которая ему сейчас досталась, были романы Достоевского и Данилевского, детское издание «Записок охотника», подарочное издание Евгения Онегина, полное собрание сочинений Гоголя, половина марксовского полного собрания сочинений Чехова, книга «Путешествия по Енисею», мифы древнего Египта и древней Греции, «Шотландские баллады» в переводе Жуковского. А кроме этих были уже краткий курс истории ВКПБ, книга Станиславского «Моя жизнь в искусстве» и комплект блокнотового агитатора за вторую половину 40-го года. Но самым большим его достоянием был портрет государя-императора. Чонкин и Свинцов поселились у Лешего в берлоге и некоторое время жили у него как на курорте. Охотились, жарили добычу на костре, пили чай из собранных Лешим различных трав, а вечерами слушали Лешего, который им пересказывал удивительные романы из старинных времен. Чонкин иногда думал, «Еще б сюда не урох, так можно бы жить всю жизнь». Но он так прожил недели три и однажды за сбором хвороста был схвачен партизанами, допрошен, признан попавшим в окружение и оставлен в отряде. Отрядом этим командовала Аглая Ревкина, жена, или, сказать точнее, вдова Андрея Ревкина, бывшего первого секретаря Долговского районкома ВКПБ. А рассказ о том, как Аглая стала вдовой, можно поместить в другом месте нашего сочинения. Эмиграция в Москву Без прописки нет работы. Без работы нет прописки. Когда ВВ много лет спустя слушал рассказы о невероятных трудностях первых месяцев эмигрантской жизни, он только усмехался и спрашивал своих собеседников, не пробовали ли они когда-нибудь эмигрировать в Москву. В Москве для эмигрантов из провинции не было никаких сохнутых хиасов, благотворительных фондов, ночлежек. Но зато были правила прописки и милиция, которая бдительно охраняла вокзалы, парки, скверы от таких бродяг, как ВВ. И стоило ему прикорнуть на заплеванном вокзальном полу или на садовой скамейке, его тут же тормошили, поднимали, стаскивали со словами «Не положено!» А если он пытался качать права, тащили в участок. Предлагали покинуть столицу в 24 часа, стращали, подносили к носу кулак, обещали навешать пиздюлей и сделать инвалидом без внешних следов побоев. Все стенды Мосгорсправки и заборы были оклеены объявлениями «Требуются, требуются, требуются». Требуются плотники, слесари, электрики, каменщики, маляры. Любая из этих профессий ему подошла бы. Но в очередном отделе кадров его встречали вопросом о московской прописке. После чего разводили руками. «Без прописки, извините, не берем». Он шел опять в милицию, но не к дежурному, а в паспортный стол. Там не грубили, вежливо интересовались наличием справки с места работы. И опять соответствующее пожимание плеч и поджимание губ. «Очень жаль, но...» «Без прописки нет работы, без работы нет прописки». Днем хоть можно было сидя подремать на скамейке, а ночью не успел где-то скрючиться, съежиться, смежить веки, как тебе кулак или сапог упирают в ребра. «Эй, вставай! Вали отсюда! Не положено!» Всю Москву обойдя, ВВ передвинулся в ближнее Подмосковье. И там тоже долго с платформы на платформу ковылял, впадая в отчаяние, пока случай не занес его на станцию Панки, где на ржавых запасных путях, порохших травой между шпалами стояли телятники ПМС, путевая машинная станция 12. И состоялось чудо, объясняемое тем, что ПМС была приписана к поселку Рыбная Рязанской области и здесь находилась в командировке. «В армии служил?» спросил начальник отдела кадров. «Служил». «Сколько лет?» «Четыре». «Во флоте, что ли?» «Нет, в авиации». «Во флоте служил бы пять». «В тюрьме не сидел?» «Пока нет». Кадровик подумал, вздохнул. «Ладно, давай паспорт, военные билеты и трудовую книжку». Ушам своим не веря, ВВ положил на стол то другое и третье. Кадровик Кадровик полистал паспорт, книжку, подумал, макнул ручку в чернильницу и написал «Принят на работу в качестве путевого рабочего». Документы 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 положил в сейф. На клочке бумаги сотворил записку. «Коменданту общежития Тов Зубковой предоставить одно мужское полко-место». «Приходи болтаться». На приступках перед вагончиком коменданта Зубковой сидела плотная девка лет двадцати пяти, цыганистая, с черными конопушками на круглом лице. У ног коричневый фанерный чемоданчик, замкнутый на висячий замок. «Коменданше нет», сказала она ВВ. «Говорят, скоро придет». «Хорошо», кивнул он и достал папиросы прибой. «А че стоишь?» сказала девка. «Садись, посиди». «В ногах правды нет. Ты после армии, что ли?» «А, я и вижу». А я из колхоза убегла. Ну, надоело. Ейбо надоело. Цельное лето с утра до ночи не разгибавшие. «Корячайся, корячайся, корячайся, корячайся. Трудо не тебе этих запишут тысячу. А как расчет, так фига под нос». «Подведут?» «Ты, говорят, на полевом стане питалась? Шти с мясом лопала, кашу пшенную трескала? Вот еще и должное колхозу осталось. Скажи спасибо, что не взыскуем». «А зимой там же скучище, клуб нетопленный, парней нет, все разбеглись. Девки с девками потопчутся под патефон, да и по домам, да на печь. Меня Клавкой зовут, а тебя? А меня Вовкой, в тон ей сказал ВВ, хотя в других случаях называл себя обычно Володей». тут явилась комендантша. Клавка подхватила чемодан, пошла к ней первая. Вскоре вышла довольная с бумажкой в руке. «О, направление! Шестой вагон, купе второе. Приходи болтаться». Семейная тайна Мой отец родился в 1905 году, 15 мая, а по народному поверью каждому, кто рожден в мае, суждено всю жизнь маяться. Не знаю, как насчет других, но в приложении к отцу поверье сбылось полностью. Он маялся всю свою жизнь, хотя она оказалась более долгой, чем можно было ожидать. Он умер через 10 дней после своего 82-го дня рождения. Я очень редко его расспрашивал о его прошлом, а сам он не любил о себе слишком много рассказывать и не внял моим настоянием написать мемуары. Я знал только, что родился он в Новозыпкове Черниговской губернии. Учился в реальном училище. Не доучился из-за революции. С 14 лет начал работать. Кем именно? Понятия не имею. Знаю только, что был какое-то время электриком. Два года, 1927-1929, служил в армии. Потом попал в газету и даже стал делать сравнительно успешную журналистскую карьеру. Когда я родился, ему было 26 лет. Он занимал пост ответственного секретаря республиканской газеты коммуниста Джекистана. А потом, не оставляя первой должности, стал одновременно редактором областной газеты рабочий Хаджент, впоследствии Ленинобадская правда. Когда отец работал в газете, он мне казался большим начальником, потому что ездил на работу в редакционной машине. Мать говорила, что был он в молодости веселым, общительным, готовым ко всяким проказам. Любил выпить, хорошо рисовал и пел русские народные песни. Уже тогда был склонен к разным чудачествам. В питании и одежде был скромен. И если ему в кои-то веки покупался хороший костюм, то прежде чем выйти на людей, катался в нем по полу. Костюм не должен был выглядеть слишком новым. Он был человеком всерьез принципиальным и от себя и своих близких требовал большего, чем от других. Какое-то время мать работала в его подчинении и то ли опоздала на работу, то ли что-то еще, но кому-нибудь другому это могло сойти с рук, но не ей. Отец написал немедленно приказ уволить и уволил. Как многие люди его поколения, отец вступил в партию по убеждениям. Он верил в коммунизм, но в чем конкретно проявлялась эта вера, не знаю. Однажды уже в конце жизни он сказал, что сидел в лагере не зря. Я сказал он, состоял в преступной организации и за это должен был быть наказан. О том, что он сам делал в преступной организации, кроме работы в газете, я ничего не знаю, но думаю, что ничего особенного не делал. Один из его очень редких рассказов мне был о том, как однажды в какой-то российской глубинке, будучи членом продотряда, он не справился с поставленной перед ним задачей изъятия у крестьян излишков продовольствия. Когда отец с пистолетом пришел к первой же избе проверять, что там спрятано под полом, хозяин избы встретил его на пороге с выставленными вперед вилами и сказал «Не пущу!» В глазах его было такое отчаяние, что отец повернулся, сам уехал и увел продотряд. Потом ему попало за проявление гнилого либерализма. В 1936 году отца обвинили, как было сказано в его деле, в преступлениях, предусмотренных статьей 58.10 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда». Или, что то же самое, статьей 61 УК Таджикской ССР. Его уволили с работы он поехал искать правду в Москву и там в Орликовом переулке на квартире своего приятеля, который на него и донес, был арестован. Тут следовало бы плавно продолжить наше повествование, но плавным оно не получается, потому что в эту давно написанную главу вторгся новый сюжет. В феврале 1992 года приехав очередной раз из Мюнхена в Москву, я стал добиваться от КГБ выдачи мне моего дела. Своего дела я не добыл, но чтобы отвязаться от меня, гибисты, приложив некоторые усилия, нашли в Ташкенте и привезли в Москву две пожухших, выгоревших, облезлых, залапанных сотнями рук папки. Дело номер 112 по обвинению Глуховского, Хавкина, Салата и Войновича в контрреволюционной деятельности. У меня было слишком мало времени для изучения папок, поэтому первыми тремя обвиняемыми я интересовался не очень и сосредоточил все свое внимание на четвертом Войновиче Николая Палче, бывшим члене ВКПБ, бывшим ответ секретаре газеты коммунист Таджикистана, ныне без определенного места жительства и определенных занятий, ранее несудимым женатым, имеющим сына Владимира четырех лет. Изъятое при аресте имущество трудовой список, разная переписка, две записные книжки, газета коммунист Таджикистана, номер 158 36 года и квитанция номер 43801 на вещи в камере хранения Казанского вокзала. Насчет остального имущества в анкете арестованного вопросы сформулированы так. 7. Имущественное положение в момент ареста. В скобках перечислить подробно недвижимое и движимое имущество постройки, сложные и простые сельхозорудия, количество обрабатываемой земли, количество скота, лошадей и прочее. Ответ. Нет. 8. Тоже до 1929 года. Нет. 9. Тоже до 1917 года. Нет. Не было имущества ни в момент ареста, ни до 1929, ни до 1917 годов. А что касается обвинения, так вот, тихим июньским вечером того же 1936 года в ленинской комнате воинской части сидели трое. Пили чай. Как водится, мечтали о светлом будущем. И один из них, начальник штаба лагерных сборов Коктин, в протоколе допроса указано грамотное, образование высшее, выразил мнение, что коммунизм в одной отдельно взятой стране построить нельзя. Мой отец, грамотный, образование три класса реального училища, с Коктином согласился. Третий участник разговора, инструктор политотдела заднев, образование высшее, своего мнения не имел, но потом решил, что высказывания первых двух носят враждебный нашему строю характер. О чем счел необходимым, как он сам показал, сообщить в соответствующие органы. Заднего работники КГБ просили меня не упоминать, руководствуясь гуманными соображениями, чтобы возможные потомки доносчика моими записками не были бы ненароком травмированы. Я подобные заботы о ранимых потомках не разделяю. Я не мстителен, у меня нет желания сводить счеты с задним, родственниковым, который вряд ли еще живет, а нет нужды огорчать его родственников, но фамилии называть надо. В назидание теперешним и будущим сволочам, которые должны понимать, что они ответственны перед собой, перед своей фамилией и перед потомками, которым потом, может быть, придется либо гордиться, либо стыдиться своих корней. Что стало с необразованным Костиным, я не знаю. Но отец был уволен с работы, арестован и причислен к группе таких же активных контрреволюционеров и троцкистов, как он сам. В всей группе еще трех человек и каждому ее участнику по отдельности были предъявлены обвинения в активной антисоветской деятельности. Но особым личным преступлением отца было признано его контрреволюционное троцкистское высказывание насчет невозможности построения коммунизма в одной отдельно взятой стране. Дело номер 112 содержит два тома 279 и 195 листов. постановления протоколы допросов очных ставок показания собственноручно написанные и собственноручно подписанные там есть обвинения в развале работы в редакции и в отказе публиковать статьи против врагов народа но главное вот это контрреволюционное троцкистское высказывание о невозможности построения коммунизма в единой отдельно взятой стране. Отца перевезли по этапу из Москвы в Сталинобад и полтора года днем и ночью люди скромных чинов и высоких рангов повторяли один и тот же вопрос следствие располагает данными что вы будучи на Лаксбуре в 1936 году июнь месяц среди работников штаба и политотдела допустили явную контрреволюционную троцкистскую трактовку о невозможности построения в одной стране коммунизма дайте следствию показания от кого вами заимствованы эти формулировки вопрос задается бесконечное количество раз и отец бесконечно отвечает эти формулировки я ни у кого не заимствовал говорил о невозможности построения не вообще коммунизма а полного коммунизма в условиях капиталистического окружения формулировки свои ни у кого не заимствовав виновным себя ни в чем не признаю может быть стоило почитать кое-какие теоретические труды по этому поводу но формулировки свои ни у кого не заимствовав говорил о невозможности построения не вообще коммунизма а полного коммунизма в условиях капиталистического окружения но возможности построения неполного коммунизма не сомневался а вот заднев показывает что вы говорили не о полном коммунизме а о коммунизме вообще нет я говорил только о полном коммунизме а что касается заднего то он человек образованный у него как он сам всегда говорит высшее философское образование он мог бы нас с Костиным поправить но он этого почему-то не сделал вы говорили что Литвинов троцкист нет я говорил что Литвинов пьяница но что троцкист не говорил на городской партийной конференции вы повторили свои контрреволюционные утверждения о невозможности построения в одной стране нет на городской партийной конференции я говорил не о возможности построения а о возможности построения полного я спрашивал отца пытали ли его он говорил нет если не считать того что допросы были намеренно изнуряющие по ночам с наведением на подследственного слепящего света в июне 37 года следствие было закончено и передано в суд трое подсудимых признали свою вину отец не признал чем начал тем и кончил виновным себя ни в чем не признаю тем не менее всех четверых готовили к чему бы вы думали ну конечно же к смертной казни но наступала первая перестройка оттепель возвращение к ленинским нормам специальная коллегия верховного суда таджикистана заседала в январе 1938 года как раз в те дни когда в москве проходил знаменитый январский пленум цк в кпб на котором было сказано о допущенных перегибах железный нарком ежов был заменен еще не железным берей началось хорошая формулировка того времени разберевание в результате которого выяснилось что в работе НКВД имелись определенные отдельные недостатки в москве аукнулась в душанбе откликнулась четырем преступником высказавшим где-то кому-то какие-то мысли был определен срок заключения троим признавшимся в своих преступлениях по 10 лет лагерей а отцу не признавшемуся всего лишь пять не знаю когда у отца наступило прозрение до или после ареста но из тюрьмы он каким-то образом ухитрился передать моей матери посвященное ей стихотворение с заключительным выводом там за этой тюремной стеною твоя жизнь безнадежно черней после возвращения из тюрьмы отец был совсем не таким каким выглядел по описаниям матери он был не веселым не общительным не выпивал не заводил и не имел друзей при своей исключительной честности и щепетильности был очень скрытен вот уж чего я от него совершенно не унаследовал посторонним о себе не рассказывал да и перед близкими душу не выворачивал прошлого поминать не любил а тот факт что он сидел вообще держался в тайне от посторонних и от меня тем более хотя в эту тайну я начал проникать еще в тот майский день сорок первого года когда отец возник передо мной в образе бродяги и оборванца потом я о чем-то сам догадался кое-что выпытал у бабушки Евгении Петровны и годам примерно к 14 в тайну это был полностью посвящен но как это обычно бывает то что скрывают родители ребенок тоже держит при себе родители мне ничего не говорили и я делал вид что ничего не знаю вплоть до моего возвращения из армии когда мне было уже 23 года тогда был приготовлен особый ужин во время которого сначала затронута а потом развита соответствующая тема что не все нет увы не все в нашей стране устроено так хорошо как изображается в газетах и столь осторожная преамбула была выстроена лишь для того чтобы подойти к фразе знаешь Вова мы с мамой в свое время не могли тебе этого сказать но теперь ты можешь сам разобраться так наверное в прошлом веке добропорядочные родители приготовляя к замужеству свою созревшую дочь смущенно открывали ей откуда берутся дети и бывали смущены еще больше узнав что дочь не столь наивна как ожидалось и сама может их кое в чем просветить подобное же смущение пришлось испытать и моим родителям обнаружившим что семейная тайна столь тщательно и долго хранилась напрасно пост скриптум а все же кое-что родителям удалось скрыть от меня до конца жизни о дедушкиных мельницах я узнал только в 1994 году смена бабушек и городов во времена моего детства цивильные костюмы для взрослых шились из материи четырех основных сортов бастон коверкот шевиот и сукно бастон из всех перечисленных считался наиболее дорогим материалом сукно в этой иерархии стояло на последнем месте костюм моего отца был светло-серый коверкотовый он был куплен еще до ареста но почти не ношен потому что хорошей одежды отец мой всегда стеснялся переодевшись в костюм отец перестал выглядеть бродягой и стал таким каким я и помнил его раньше представительным худощавым интеллигентным мужчиной с родинкой на хорошо бритом лице но что-то в его поведении меня удивляло мы спали в одной комнате и я стал пробуждаться среди ночи от странных звуков и видел что отец скрипит зубами стонет иногда даже вскрикивает вскакивает и долго смотрит по сторонам не понимая где он и не веря что он не там где только что себя видел придя в себя он успокаивался клал голову на подушку но видимо очень не хотел возвращаться в сон где ему опять предстояли ужасно неприятные встречи и не ожидая от сна ничего хорошего уходил в него с мрачным и напряженным лицом несмотря на все странности в поведении отца я думал что еще несколько дней он отдохнет и пойдет на работу и у нас снова появится легковой автомобиль с веселым шофером и будет куплен велосипед и меня будут катать на раме но что-то складывалось не так по утрам отец куда-то регулярно уходил но это была не работа возвращался он не поздно как в прошлые времена а чаще всего в середине дня был озабочен шептался о чем-то с матерью и поглядывал на меня видимо пытаясь понять догадываюсь я о чем речь или нет я разумеется не догадывался но какое-то неблагополучие чувствовал только много лет спустя узнал что отец совершил поступок который мог стоить ему головы он вернулся в Хаджент давно ставший Ленинабадом полностью оправданный за отсутствием состава преступления оказалось что высказывание за которое его собирались расстрелять а потом дали всего лишь 5 лет было плодом политической незрелости но неприступного умысла его готовы были простить и дальше и вызвали в обком где мягко поговорили посоветовали что вот и у нас бывают иногда но очень редко вот такие досадные недоразумения выразили сочувствие что ему пришлось так много и почти ни за что пережить ну что ж сказал секретарь обкома хороший мужик что было то было а теперь пора тебе Николай возвращаться к нормальной жизни пиши заявление о восстановлении в партии и тут насколько мне известно мой отец вскинув голову посмотрел на собеседника как бы сбоку и свысока он всегда так делал когда собирался резануть в глаза правду матку и сказал в вашу партию никогда в жизни так прямо и сказал в вашу партию тут все дело в местоимении по тогдашним правилам нельзя было говорить ваша партия партия всегда наша в нее можно не вступать можно сказать недорос недостоин недостаточно политически образован имею слабость к женскому полу прикладываясь к бутылке ну даже в бога допустим поверил но сказать про нашу партию ваша когда моя мать услышала про это гордое никогда в жизни она поняла что дело серьезно и из вдовы соломенной она может превратиться во вдову настоящую она кинулась к отцу на шею стала упрашивать чтобы он немедленно вернулся в обком сказал что погорячился ошибся готов взять свои слова обратно но поскольку брать свои слова обратно отец не собирался у родителей возник иной план у меня опять в памяти смутно брежет ночные отца с матерью разговоры шепотом смысла которых я может быть не понимал но чувствовал что дело неладно ну что Вова сказал мне как-то утром отец бодрым голосом и с улыбкой которая слабо гармонировала с общим напряжением лица ты любишь путешествовать я не знал что значит путешествовать он мне объяснил путешествовать это значит шествовать по пути или точнее ехать на чем-нибудь например на поезде очень долго и далеко я уже ездил однажды на поезде из Сталинобада в Ленинобад а теперь мы поедем гораздо дальше поедем втроем он я и еще возьмем с собой бабушку бабушку мы отвезем в Вологду к ее сыну и моему дяде Володе а сами поедем к другой бабушке на Украину а мама поедет спросил я нет мама пока останется здесь она ведь учится в институте она доучится и тоже приедет к нам в Запорожье Запорожье это очень большой город на Украине ты таких больших городов еще не видел там и живет твоя другая бабушка ты не помнишь ее? нет я ее не помню и даже не знал что у человека бывает по две бабушки или по два дедушки мне казалось что бабушек должно быть как пап и мам только по одному а больше даже и не нужно теперь же получался какой-то странный но интересный обмен одну бабушку мы сдадим а другую получим отец говорит что эту другую бабушку я видел но очень давно мне тогда было десять месяцев но как раз тогда когда меня привезенного на смотрины чуть не съели а теперь мне восемь лет с лишним я большой мальчик и почти окончил первый класс еще несколько дней и мне дадут справку что я его окончил и мне почему-то это важно мне очень хочется иметь эту справку но мне ее не дадут потому что мы это я конечно узнал потом уезжаем стараясь привлекать к себе поменьше внимания так что справку за первый класс я так и не получил а жаль потому что этот класс был первым и единственным в нормальной школе где я учился от начала и почти до самого конца коммунизм уже недалеко после работы ВВ быстро прибежал в вагон кое-как умылся штаны прежде чем надеть поднес к окошку до дыры еще не протерлись хотя уже светятся можно надевно голову использовать как паранжу ну конечно в них надо поменьше сидеть а сидя не ерзать если не умеешь не ерзать то лучше вообще проводить жизнь в лежачем положении или в стоячем Марк Твен писал лежа а гоголь стоя оба на штанах экономили но жизнь хотя и учила ВВ кое-чему и вполне сурова а экономно носить одежду все же не научила тоже и с обувью бабушка наставляла ходя наступать всей подошвой одновременно и не шаркать по-стариковски но ВВ даже такой нехитрой науки освоить не может шаркает да еще и с вывертом так что правый каблук сбивается с правой стороны а левый с левой что свидетельствует о некоторой косолапости ходящего хотя он сам такой особенности в своей походке не замечает со штанами то еще так сяк они выходные он их только вне работы носит а вот ботинки всегда впрочем ботинки сбитые но тоже еще не дырявые и даже не промокают и бобочка наша двухцветная пока держится у трех вокзалов ВВ нашел центральный дом работников транспорта ДРТ а здесь и находится то что он искал литературное объединение семафор в просторном помещении перед закрытой дверью уже собрался некий народ похожий на учеников вечерней школы самого разного возраста среди кудрявых гороласлых юношей подававших как ВВ выяснил вскоре кое-какие надежды бродили безнадежно устаревшие унылые неудачники с тяжелыми портфелями набитыми слежалыми рукописями рукописи копились годами и держались всегда при себе в надежде что удастся не то чтобы напечатать нет но хотя бы всучить кому-нибудь почитать хозяева портфелей испытывали противоречивые чувства вызываемые тем что по возрасту им бы быть наставниками этой вот кудряво-головой проказливой молодежи но по достижениям в избранном деле они безнадежно от молодых отставали и бесполезно перед ними заискивали впрочем кроме кудрявоголовых гениев и туповатых глухих стариков попадались экземпляры промежуточного вида рода и пола немолодое существо с женской фигурой и отнюдь неженственными усами читала басни написанные от лица каких-то животных и от имени слона говорила басом а от имени кубры гнусавила и шипела нервического вида молодой человек вещал окруженный поклонниками поэт должен приносить людям радость я видел домохозяек которые плакали над моими стихами саша почитайте что-нибудь сказала одна из поклонниц желавшая должно быть тоже поплакать саша долго упрашивать себя не заставил и тут же начал читать поэму которая начиналась как запомнил ВВ приблизительно так Авдотья Игнатьевна Фокина живет в коммунальной квартире и занимает комнату квадратных метра четыре и все то ее имущество кровать табурет буфет и вся ее живность кошка которой в обед сто лет как понял ВВ из продолжения поэмы Авдотья Игнатьевна будучи внешне непримечательной имела героическую биографию на фронте была санитаркой и многих раненых вынесла с поля боя за одного вынесенного вышла замуж а он после войны спился поэма на этом не кончалась но ВВ хотел послушать кого-то еще он покинул группу поклонников Саши и тут же попал в группу где гений в вязаной кофте со штопанными локтями читал тексты называя их стихозами один стихоз был такой где-то шло кое-что не имеющее название куда шло неизвестно зачем неведомо но все-таки шло а был ли в том смысл не было а в чем он есть ни в чем сказал рыжий толстяк в тяжелых очках в том-то и дело согласился гений после чего сам себя высоко оценил сказал что его стихозы являются собой последнее слово в литературе и по просьбе слушателей прочел следующий стихоз на этот раз в рифму зуб болит мне это неприятно часть меня болит и я воплю ваши зубы пусть хоть все болят но мой болит и значит я болю попрошу дантиста чтоб помог мне пусть он зуб мне этот удалит пусть его отправит на помойку без меня пусть там он сам болит гениально сказал рыжий это напоминает меня раннего маяковского чушь возразил другой тоже очкарик чистый хлебников тут мешался в дело пожилой неудачник из тех кого называют чайниками я все-таки не понимаю для чего это о чем это стихотворение говорит чему оно нас учит а че что-то не понимать отозвался другой чайник с потертым портфелем по-моему все ясно стихотворение говорит нам о том что больной зуб надо немедленно удалять и выкидывать как всякие чуждые нам элементы тунеядцев воров стиляк правильно я говорю спросил он у автора нет устало сказал автор неправильно в моих стихозах нет никакого второго смысла а первого впрочем тоже они принципиально бессмысленны тут по залу прошел шум на разные голоса зазвучало имя Зиновий Матвеевич Зиновий Матвеевич и ВВ увидел нового персонажа небольшого роста полноватый лысый быстрый в движениях человек лет сорока в потертом ротиновом пальто с большим черныльным пятном на локте в малиновом кашне и с раздутым портфелем подмышкой стремительно пересекал пространство сопровождаемое свитой из поэтической молодежи из всех углов к нему сразу кинулись разные люди он ни на секунду не замедлив движение торопливыми кивками и краткими репликами отвечал на почтительные приветствия ожидающих это был художественный руководитель литературного объединения семафор Зиновий Матвеевич Мыркин Мыркин открыл одну из дверей своим ключом вошел внутрь а за ними остальные ввалились в просторное помещение вроде школьного класса где были и учительский стол и черная доска но парт не было а только ряды стульев Зиновий Матвеевич артистическим движением метнул портфель на стол тот плюхнулся поехал но у самого края остановился люди подступили к пришедшему с разнообразными просьбами он раскручивая кашне кому-то что-то рассеянно отвечал тут протолкался к нему и ВВ когда внимание Мыркина остановилось наконец и на нем ВВ быстро сказал ему что хотел бы записаться в литобъединение семафор записаться удивился Мыркин как будто ВВ просил его достать луну с неба а почему записаться с какой целью что вы собираетесь у нас делать я пишу стихи сказал ВВ Арабев пишите стихи переспросил лысый так как будто ВВ сказал ему что-то смешное неужели неужели пишите стихи как это оригинально он пишет стихи сообщил он окружавшим его молодым людям и молодые люди тут же весьма саркастически по отношению к ВВ и угодливо по отношению к Зиновию Матвеевичу захихикали и так это опять КВ Вы пишите стихи и что? И хотел бы записаться тихо повторил ВВ понимая что его желание по каким-то непонятным ему причинам выглядит неуместным Ну хорошо сказал Меркин и погладил лысину То что вы пишите стихи это хорошо но у нас все пишут стихи у нас настолько все пишут стихи что я даже не знаю людей которые стихов не пишут но для тех которые пишут стихи у нас мест больше нет есть места для прозаиков драматургов даже для критиков а для пишущих стихи нет ну конечно если бы вы имели какое-нибудь отношение к железной дороге ВВ сказал что он имеет отношение к железной дороге с какое насмешливо спросил Зиновий Матвеич ездите на поезде встречаете на вокзале родственников провожаете нет сказал ВВ я работаю путевым рабочим на станции панки путевым рабочим Зиновий Матвеич переспросил это с недоверием переходящим в такое почтение как будто услышал от новичка сообщение о его действительном членстве в академии наук да и золотая молодежь вокруг рассеянно как-то притихла вы без шуток путевой рабочий так вы бы с этого и начали если вы работаете на железной дороге тогда конечно тогда вы нам очень нужны для статистики оставайтесь сегодня я с вами поговорить не смогу а завтра приходите в литературную газету я там временно заменяю Котова приходите приносите ваши стихи почитаем подумаем поговорим друзья мои обратился он уже ко всем прежде чем мы начнем сегодня работать сообщаю вам о наших успехах у Саши Григоряна в многотиражной газете завода серп и молот опубликованы два стихотворения у Эльвиры Уваровой в газете труд подборка из четырех стихотворений с предисловием Антокольского Виктор Корвич читал свою поэму по радио по первой программе кроме того стихи шести семафорцев отобраны для выходящего дня поэзии ну а теперь за работу кто у нас сегодня читает Анна Чернова Аня вы здесь здесь к столу вышла маленькая темноволосая девушка в очках с диоптриями не меньше чем минус восемь а за стеклами в узких зрачках решимость и мужество все затихли и ВВ показала что сейчас будет совершен очень серьезный даже может быть опасный в чем-то поступок Анна говорила негромко сдерживая волнение делая паузу чтобы отдышаться вчера я была на станции Москва сортировочная в бригаде где рабочие взяли на себя обязательство жить и трудиться по-коммунистически не когда-нибудь в отдаленном будущем не послезавтра а прямо сегодня сейчас вы понимаете самые обыкновенные на вид люди а поставили перед собой такую задачу я поняла что не могу не откликнуться на то что увидела стихи сложились сами собой придя домой я их записала сначала ВВ подумал что поэтесса шутит он сам работал в таких бригадах которые брали на себя обязательства работать сверх меры они все брали на себя обязательства и все кто эти обязательства брал давал складывал в ящики выкидывал на свалку знали что это чушь но она говорила серьезно и все собравшиеся серьезно приготовились слушать приготовился и ВВ Анна осмотрела зал и стала читать в полголоса с домашней интонацией вы еще не жили в коммунизме ну так в чем же дело поживите он теперь совсем не за горами до него трамвай вас довезет да трамвай не временем машина не ракета и не сивка бурка а простой обшарпанный трамвай голос поэтессы глух и чуть-чуть дрожит она смотрит при этом куда-то в дальний угол комнаты а может быть еще дальше может быть ее взгляд проникает сквозь эти стены сквозь толщу пространства и видит зримые черты того что она описывает голос дрожит так как если бы она сознавала что это ее последнее стихотворение что как только она дочитает до точки сюда войдут товарищи в кожаных тужурках выведут ее за дверь и расстреляют тут же на железнодорожных путях но пока этого не случилось она исполнит свой долг она расскажет она расскажет всю правду она расскажет всю правду про людей которые склонились у станков и раздувают кузнечные меха лица у них черны от копоти руки у них черны от вьевшегося в поры мазута но души у них чисты они не дожидаются когда коммунизм будет построен везде они его уже построили здесь они в нем живут и вас готовы в нем поселить если вы хотите но для этого надо уже сейчас так работать словно в коммунизме жить любить мечтать как в коммунизме жить любить мечтать как в коммунизме ВВ был не прочь но работать он сюда явился после работы на путях где 8 часов грохотал гравий то есть набирал гравий на вилы встряхивал его и сыпал между шпалами от такой работы потом несколько часов болит спина а пальцы рук не слушаются и не могут удержать ложку неужели неужели в коммунизме надо работать еще больше анна дочитала стихи до конца и немного постояла еще устала ожидая видимо тех товарищей в кожанках но поскольку никто не явился она с сознанием исполненного долга отошла и села на свое место молчание все сидят тихо обдумывают услышанное видимо устыдившись что мало работают и любят а может быть тоже любят но не по коммунистически а как придется Зиновий Матвеевич оглядел аудиторию кто-нибудь что-нибудь хочет сказать можно я протирая на ходу очки в столу вышел человек похожий на добролюбова и начал неспешно как бы с трудом подбирая слова прошу простить если моя речь будет не очень гладкой мы только что услышали стихи после которых хочется не говорить а молчать и думать то что мы сейчас услышали это больше чем стихи это даже не знаю как выразиться откровенно говоря я не отношусь к числу очень внимательных читателей газет то есть я разумеется тоже читала о создании подобных бригад но мне никогда такое событие при всем политическом значении не казалось достойным поэтического отклика и нужен был взгляд человека который не только сам умеет в малом увидеть великое но и наш взгляд повернуть в ту же сторону в самом деле ну что произошло рабочие собрались взяли на себя обязательство перевыполнить план и вообще работать лучше чем раньше ну как бы на это откликнулись наши присяжные стихоплеты ну сочинили бы бездушные казенные вирши с дежурными рифмами вроде призма коммунизма дали стали и так далее в силе барабанного боя а тут до предела простой открытый доверительный я бы даже сказал исповедальный разговор считателем разговор тет-а-тет без набивших оскомину казенных сентенций простыми и удивительно точно выбранными словами и по-моему хорошо что стихи без рифмы возникает эффект максимальной доверительности и совершенно точно выбранный ритм и тон вы только вслушайтесь вы еще не жили в коммунизме патетический напряженный вопрос и тут же спад в бытовую разговорную интонацию ну так в чем же дело поживите и сразу после этого он теперь совсем не за горами до него трамвай вас довезет та же интонация но в нее вплетается ритм идущего по рельсам трамвая это я позволю себе выразиться красиво ритм жизни и ритм правды по-моему Аня это твоя большая поэтическая удача я тебя от всей души поздравляю не успел он сесть на место как к столу не спрашивая разрешения выскочил следующий оратор крупный кудрявый Сеня только не очень долго предупредил его Меркин два слова пообещал Сеня и начал говорить быстро и энергично трамвай о котором пишет Аня это тот самый трамвай на котором я каждый день езжу на работу он обычно страшно гремит он обшарпанный пассажиров как сельдей в бочке я всегда наступаю кому-то на ноги и мне наступают я вижу перед собой только озабоченные иногда даже злые лица для того чтобы я посмотрел на этих людей другими глазами мне понадобилось слово сказанное поэтессой не поэтессой а поэтом поправили его с места прошу прощения согласился Сеня конечно поэтом я сам ненавижу это жеманное слово поэтесса так вот поэт увидела то что мы погруженные в наши будничные заботы не замечаем поэт заметила что этот обшарпанный трамвай идет не из пункта А в пункт Б а из нашего прозаического быта прямо в коммунизм какое смелое столкновение образов обыденного и необычайного я сейчас не припомню ничего похожего в современной поэзии здесь слышится что-то балладное может быть идущее от Жуковского а может быть тут даже стоит поискать музыкальные аналогии звучание этого стиха есть что-то скрябинское что-то напоминающее начальные аккорды поэмы экстаза чепуха вскочил похожий на добролюбова причем тут музыка причем тут скрябин если уж сравнивать то с живописью здесь уместно вспомнить Пластова или Дейнеку тут в спор вступили другие семафорцы и стали приводить еще всякие аналогии наизусть цитируя каких-то неизвестных ВВ поэтов потом почему-то ударились в теорию стихосложения и зазвучали слова хорей анапест амфибрахи верлибр лирический герой консонансная рифма иммажинизм и интровертивность для всех выступавших эти слова и их значения не были секретом боже боже покидая семафор сокрушался ВВ куда же то я суюсь как я могу соревноваться со столь образованными людьми которые знают кажется все только вера их общая в коммунизм как-то как-то его смущало постскриптум а что касается гениев то за время своей продолжительной жизни ВВ встретила их так много что выстроенные в шеренгу они могли бы оцепить весь шар земной гении в основном встречались двух видов произведшие в этот ранг сами себя или возведенные в него щедрой молвой чаще всего без всякой на то причины без хотя бы проверки энцефалограммы возводимого или измерения его черепа по методу дедушки Ламброзо Лиза Барская черные дыры над Коктебелем одно время мы с Люськой наладились чуть ли не каждое лето ездить в Коктебель где я обычно снимала комнату у одной и той же сумасшедшей старухи возле местного рынка мы тогда еще были молоды и по нашей собственной оценке весьма недурной собой может быть оценка была не слишком завышена потому что в то время нас повсюду сопровождали стада загорелых нахальных и алчущих молодых людей хороших фамилий папы их были известными писателями академиками и даже членами ЦК что давало возможность отпрыском обтягивать свои зады штатными джинсами или фирменными плавками умело подчеркивавшими конфигурацию того что под ними скрывалось эти как их называла Люська сперматозавры выражали свои желания прямо открыто некоторые без понятия что существует в природе чувство смущения один придурок через пять минут после первого знакомства не только предложил мне лечь с ним в постель но сразу изложил всю программу я тебя вы в попку и поцелую в пипку за что само собой послан был далеко но можно ли себе представить чтобы кто-нибудь предложил нечто подобное девушке из хорошей семьи лет сто назад ну конечно не все сперматозавры выражались подобным образом но сказать у меня на тебя стоит или пойдем старуха перепихнемся это было в порядке вещей хотя среди них попадались немало и неврастейников которые сказать могли что угодно но в деле показать себя не умели егор от них от всех отличался скромностью угловатостью манер но главное тем что был не чьим-то сынком а сам в 28 лет сделал в астрономии какое-то крупное открытие связанное с черными дырами про которое я так ничего и не поняла хотя имела достаточно возможностей я даже не могу вспомнить при каких обстоятельствах мы познакомились и как ему удалось отбить меня от остальной компании но так или иначе мы проводили много времени вдвоем мы уходили куда-нибудь подальше от всех лежали на горячем песке и он мне рассказывал о черных дырах пульсарах квазарах и о чем-то подобном и рассказывал так что я как ни странно ничего не понимая слушала раскрыв рот но тут же впрочем все забывала потому что моя голова это сплошные черные дыры большая часть моего успеха у мужчин объясняется объяснялась моим умением слушать поддакивать и выражать восхищение их умом и успехами Люська надо мной всегда подтрунивала говоря что я покоряю мужиков двумя словами в вопросительной форме да и неужели может быть она права но я всегда это делала без малейшего умысла выражая восхищение мужчине действительно им восхищалась ну может быть не тем что он рассказывал а всем им самим Люська которая внимательно следила за развитием моих с Егором отношений при всяком удобном случае спрашивала не перешел ли тот к более земным темам а если нет то не кажется ли мне что мне опять попался импопланетянин ее собственный неологизм но я то видела что здесь совсем другой случай чем дальше развивались мои отношения с Егором тем чаще я замечала что просвещая меня по астрономической части он вдруг теряет нить рассказа и непроизвольно устремляется взглядом не к звездам а гораздо ниже к нижней части моего живота плотно закрытой темным купальником было похоже что наши встречи все больше волновали его и доставляли определенные физические мучения в результате которых он возвращаясь с пляжа расставлял ноги шире обычного пострадатель сказала Люська и от нее я впервые узнала что этим словом обозначается застенчивый молодой человек который очень хочет но не набирается смелости попросить в конце концов я по совету Люськи проявила инициативу и пригласила Егора к себе у меня мы пили сухое вино и он продолжал мне рассказывать что-то о возможностях строительства гигантской орбитальной обсерватории вечерело солнце ушло за кородак и как это бывает только на юге сразу стемнело я намеренно не зажигала огня а Егор чем темнее тем более волновался от обсерватории перешел к теме поисков внеземных цивилизаций но вдруг запнулся встал обогнул стол и спросил жарким шепотом знаешь что что спросила я нарочито бесцветным тоном а вот что сказал он и схвативший меня как зверь поволок кровати разрывая на мне одежду которой правда сказать было немного кое-как отразив нападение я затолкала его в конец кровати а сама уползла в другой в темноте я слышала как он сопит смущенно сердито и разочарованно дав ему отдышаться я спросила в какой деревне его обучали столь изысканным манером и услышала любопытную теорию что женщины будучи существами от природы неискренними никогда просто не отдаются а всегда делают вид что уступают насилию он меня этим высказыванием порядочно насмешил я сказала что не знаю как насчет его односельчанок а женщины моего круга если отдаются то добровольно по любви или влечению и трусы рвать незачем тем более трусы заграничные купленные у спекулянтки и за немалые деньги затем я велела ему закрыть дверь на ключ и раздеться потому что ненавижу мужиков которые норовят справить свое дело лишь приспустив штаны а то и вовсе через ширинку во дворе доминошники включили свет он проникал и в комнату я сама уже раздевшись следила за Егором как он в панике рвал заевшую молнию торопился обуреваемый нетерпением ужасом перед предстоящим и неверием что оно возможно я догадывалась что он не очень опытен но все же не думала что он не знал этого никогда испугалась уж не пошлый ли извращенец когда он оседла в меня с тупым упорством пытался проткнуть мне живот чуть ниже пупка недоумевая я напряглась но тут же все поняла и его страсть немедленно передалась мне это наступило мгновенно я тут же потеряла рассудок я стала торопливо ему помогать и в это время из него брызнула как из бронспойта хотите верьте хотите нет но я не люблю порнографии детального описания половых актов органов и занимаемых положений если я описываю этот случай то только потому что он кажется мне незаурядным во всяком случае в моей скромной практике ничего подобного ни до ни после не встречалось когда это случилось мне показалось что меня ошпарили кипятком или дали очереди с пулемета тугая пульсирующая струя прострочила мне весь живот заляпала груди достала до подбородка источник извержения бился в моих руках как рыба я инстинктивно отвела его в сторону и струя ударила в стенку обдавая меня рикошетом и даже когда я наконец справилась с положением источника этого фонтана этого гейзера все еще трепетал пульсировал содрогался извергая накопленное за всю жизнь и дыряве меня насквозь в этот момент я завыла волчицей оплела его руками и ногами желая втянуть его всего в себя внутрь и лопнула и низверглась куда-то в бездну он он поник на мне и затих я тоже и мне показалось что я умерла я очнулась от того что он целовал мои глаза и бормотал какие-то невнятные извинения за то что так получилось как так спросила я ну так сказал он я стала допытываться и потратила много усилий прежде чем осознала он не понял что кончил и думал что обмочился я не стала над ним смеяться и спросила неужели у него за его 28 лет не было ни одной женщины я слишком много учился сказал он смущенно но тебе же хотелось хотелось но я думал что это стыдно и скрывал хорошо сказала я но обычно мальчики которые стесняются умеют помогать себе сами оказалось он не знал и этого и единственный знакомый ему вид половой жизни был ночные полюции но это совсем другое ни на второй ни на третий ни на четвертый день никто нас не видел на пляже мы не покидали нашей квартиры и он не слезал с меня потеряв всякий стыд сразу как будто сбросил его вместе с одеждой мы слепались днем и ночью на кровати на полу на подоконнике под столом во всех возможных позициях ничего не ели но пили много воды у меня уже все болело я изнемогала я бегала от него прикрываясь руками он ловил меня загнав куда-нибудь в угол валил разводил стороны руки и вламывался как бандит у меня бурлило в животе мой несчастный орган пылал как вулканы и выворачивался наизнанку извергая из себя пену хлокоча хлюпая производя другие ужасно неприличные звуки стояла неимоверная жара комнату к вечеру накалялось и мы плавали в поту и во всем что из нас изливалось простыня была в безобразных разводах которые подсыхали громко хрустели иногда совсем обезумев я кричала ему негодяй дай мне хотя бы пописать и убегала в наш совмещенный санузел он настигал меня там и поторапливал нетерпеливо тычась во все что ему представлялось для этого подходящим а подходящим ему казалось для этого все безумие это продолжалось недели полторы и за это время он ни разу не вспомнил ни про квазары ни про пульсары как-то утром он совершенно изможденный спал а я пошла в ванную и глянув в зеркало ахнула бошь худая облезлая губы опухли сиськи висят живот впал волосы на лобке всклокучены но самое ужасное на моих ногах до того стройных и лишь слегка покрытых золотистым пушком появились черные волосы и два отвратительных закрученных волоска я нашла и с ненавистью выдрала между грудями вернувшись в комнату я надела сарафан висит как на вешалке еще раз глянула на ноги ужас он открыл глаза и смотрел на меня не узнавая забыл должно быть как я выгляжу одетая вставай сказала я ему решительно вставай и пойдем куда в ресторан он поискал на стуле часы но не нашел завтракать или ужинать и обедать тоже на улице меня буквально качало как после долгого путешествия по морю не дойдя до рынка встретили люську она тащила черешню в газетном кульке милая да куда же вы подевались залопотала она а я думала вы умотали в москву или утонули господи лизка да он же тебя совсем заеб дура похабница сказала я да что ты вопишь на всю улицу егор бесстыдно смотрел то на люську то на меня и ухмылялся самодовольно писатель мыркин приехал зиновий матвеевич мыркин сказал вв что он его обязательно примет но не здесь не в дрт а в литературной газете там он заменяет котова кто такой котов вв не знал но речь без сомнения шла о человеке значительно потому что было сказано просто котов без прибавления звания или должности значит ясно что речь идет о котове которого знают все все кроме вв который о котове ничего отродясь не слыхал точно в назначенное время у входа в литературную газету вв был остановлен вахтер который выспросил кто он и куда идет вв объяснил что идет к мыркину который временно заменяет котова а котова вахтер заглянул в какой-то список и пропустил в лифте вв поднимался вместе с полной женщиной державшей на растопыренных руках ворох бумаг сверху прижимая их подбородком она доехала до четвертого этажа локтем или животом как-то открыла лифт вышла затем железную дверь толкнула назад ногой он сомкнул внутренние деревянные дверцы нажал на кнопку шестого этажа по дороге быстро вытащил из-за пазухи общую тетрадь на шестом этаже растворил деревянные дверцы а перед железной дверью задумался не зная как поступить ручки нет есть загогулина вероятно для открытия двери но а вдруг это не то а вдруг он на это нажмет и лифт вместе с ним рухнет почему он не посмотрел как поступила та женщина мимо зацокала каблуками еще одна извините я не москвич я первый раз в жизни еду в лифте я я не знаю как выйти она посмотрела на него с большим любопытством возможно впервые видела столь дикого человека она улыбнулась и показала что делать дверь с табличкой VF котов он нашел без труда постучался дверь распахнулась и в проеме с телефонной трубкой в руках появился Зиновий Матвеевич в рубашке со сдвинутым на бок галстуком пиджак на спинке стула чем-то воодушевленный и озабоченный а это вы заходите садитесь я договорю по телефону VV скромно опустился на стул приставленный к стене положил на колени тетрадь огляделся кабинет небольшой такому известному человеку каким был очевидно котов могли бы выделить что-нибудь и посолиднее стены белые желтизной слева от окна портрет Маяковского стол покрыт грудой бумаг наваленных на него в виде стога на вершине стога лежит портфель один из двух замков оторван ручка подвязана шпагатом мыркин говорил стоя прислонившись к стене так вот я вам сказал кричал он одной рукой держа трубку другой поглаживая лысину а глазами и сложным движением лицевых мускулов делая гостю непонятные знаки вы слишком злоупотребляете глагольными рифмами ими пользоваться можно но очень умеренно а вы пишите волновал рисовал пахал обскакал кстати к обскакал есть прекраснейшая рифма аксакал дарю вам бесплатно и на этом привет у меня посетитель положил трубку обратил свой взор на вв все я освободился читайте что читать опешил вв читайте то что вы пишете строго сказал мыркин если стихи то читайте стихи прямо сразу заколебался вв а почему же не сразу вв засуетился стал торопливо листать тетрадь а вы что же наизусть не помните удивился мыркин он и вовсе сник почему же помню но боюсь сбиться стал торопливо листать тетрадь матери отцу боже все это детский сад а впрочем это все таки ничего море громко сказал вв что вздрогнул мыркин море повторил вв и стал читать остывает земля тени темные стелятся медленно и внизу корабли зазвонил телефон извините мыркин схватил трубку алло слушаю рад вас приветствовать прикрыв трубку ладонью шепотом вв читайте читайте и внизу корабли опускают за борт якоря мыркин в трубку ну конечно я вам говорю это чистый багрицкий помните как у него ах вам не хотится ли под ручку пройтиться мой милый конечно хотится хотится отводя трубку от гум машет свободной рукой делает вв рожей и шепчет ну что же вы не читаете читайте не обращайте внимания вв в смущении и сомнении читает вверху самолет тянет по небу нитку последнюю и как угли в костре и сразу же продолжает мыркин в трубку возникает обстановка вокзала запах гари клубы пара и вы ощущаете тяжелые усилия отходящего поезда а может быть между нами говоря совсем не для печати там около вас дом нет тяжелые усилия поезда и вакханалия совокупления вы чувствуете а поезд от похоти стонет излиться хотится 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 кстати эти стихи положены на музыку никогда не слышали извините у меня слух не очень но я попробую вам напеть ВВ шепотом я вам говорю не обращайте на меня внимания читайте дальше ВВ читает далеко далеко тарахтит катеришка измызганной мыркин поет а поезд от похоти стонет излиться нет композитора я не помню но может быть это братья покрас а может быть и богословский нет я не знаю хорошо ладно привет у меня посетитель положил трубку повернулся к ВВ неплохо тихо падают вниз звезды первые белыми брызгами есть ненавязчивая литерация и рифма измызганной брызгами не затаскана слишком литературно и кого-то напоминает но для начала неплохо как это там остывает земля тени темные стелятся как медленно очень даже ничего ВВ был потрясен не столько оценкой сколько необычайными способностями Зиновия Матвеевича он даже не представлял что такое возможно читать петь слушать запоминать и все это делать одновременно кто кто так умел Юлий Цезарь Наполеон кто-то из них ВВ вдруг оробел если литературой занимаются люди с такими талантами то куда же это он суется правда стишки его Мэркину вроде понравились но это он может быть просто так из вежливости тем более что ВВ железнодорожник что переспросил ВВ я вас спрашиваю кого вы знаете из современных поэтов повторил Мэркин из современных он знал только двух Твардовский Симонов а как относитесь к Луговскому а что думаете об Асееве а строгая любовь Смелякова вам нравится как из корзины посыпались имена Заболоцкий Кирсанов Казин Кульчицкий Недогонов Наровчатов Луконин Слуцкий Бош наш стихотворец потел ерзал ежился да откуда же ему знать все эти имена если он не представляет даже кто такой Котов из десятка высыпанных имен он одно-два все-таки слышал но стихов никаких не знал и Меркиным тут же был конечно раскушен если хотите стать поэтом вы должны всех названных мною авторов знать наизусть это минимум литературная работа требует колоссальных знаний а ваш Твардовский сказал он с упреком словно Твардовский был его ВВ плохо воспитанным сыном вчера пьяный валялся в канаве это сообщение ВВ воспринял как лестное ваш Твардовский он даже почувствовал себя ответственным за поведение Твардовского защищая которого пробормотал мол с кем не бывает ну хорошо Меркин взглянул на часы и схватился за портфель вместе с ним он стащил со стола часть бумаг которые с шелестом расстелились по полу ВВ кинулся их подбирать но был остановлен небрестным жестом да бросьте некогда вы что сегодня делаете хотите поехать на мое выступление ВВ не поверил своим ушам как неужели такой человек предлагает составить ему компанию ну вообще-то я свободен сказал он скрывая волнение ну в таком случае поехали Меркин нырнул в пиджак зажал подмышкой портфель и ринулся к дверям ВВ запихнувший тетрадь за пазуху побежал за ним с каждой секундой темп ускорялся конец коридора одолели бегом и запрыгали по лестнице вниз толстый и поживший на свете Меркин нисколько не уступал в прыткости своему новому знакомцу тощему и молодому ВВ был уверен что внизу их ожидает машина с шофером только интересно какая зим или победа внизу машин было несколько но ни один зим и ни одна победа двери своих не распахнули ловим такси скомандовал Меркин и оба дергая руками стали кидаться под колеса бегущих мимо автомобилей наконец поймали левака шофера чьей-то персональной победы шоколадного цвета ВВ юркнул на заднее сидение Меркин устроился впереди прижав портфель к животу в парк в парк культуры уверенно бросил он водитель почуяв настоящего седока торопливо рванул с места и обходя других вывел машину косевой линии доехали до парка горького остановились перед воротами голубчик повернулся Меркин к ВВ если вам не трудно подойдите там к кому-нибудь скажите пусть откроют ворота скажите писатель Меркин приехал со всех ног кинулся наш герой оправдывать оказанное ему доверие в поисках учреждения управляющего воротами налетел сначала на очередь в кассу потом передвинулся к окошку администратора там тоже была очередь и немалая но допустить чтобы писатель Меркин ждал слишком долго ВВ понятно не мог растолкав очередь и кем-то оттаскиваемый за ворот он ухитрился сунуть голову в окошко и закричал громко чтобы слышали и администратор и те кто его оттаскивал откройте ворота писатель Меркин приехал оттаскивавшие Арабев устыдились ослабли но администратор шу высокое звание нисколько не оглушило что еще за писатель закричала она делать нечего буду тут каждому ворота открывать он что пешком не может отойти он не может он писатель настаивал напрасно ВВ ну и что 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 писатель не инвалид же к машине ВВ возвращался понурясь не открывают доложил он смущенно как не открывают сверкнул очами Зиновий Матвеевич вы сказали что я писатель хорошо подождите меня я сейчас выскочил из машины он убежал а что повернулся шофер к ВВ он очень маститый писатель он так и сказал мастистый и ВВ не зная этого слова сразу сообразил что оно происходит от слова масть то есть высокой масти да сказал он еще бы очень даже мастистый а что он написал спросил бы чего полегче надо знать ответил ВВ уклончиво ну вообще-то надо сказал шофер только времени на книжке не остается тем временем Мыркин вернулся и заняв свое место кинул устало поехали ворота были распахнуты настеж проехали метров приблизительно семьдесят стоп распорядился Мыркин и царственным жестом протянул водителю две десятки они вышли из машины как раз там где стоял щит с афишей объявлявшей что сегодня на открытой эстраде состоится тематический вечер не проходите мимо выступают член редколлегии журнала Крокодил Егор Борисов и поэт роман женственный вечер ведет а Борисове ВВ кое-что слышал и раньше какие-то стихи женственного написанные под Маяковского лесенкой даже читал но их фамилии обозначены маленькими скромными буквами а вот имя и фамилия ведущего как и следовало ожидать буквами раза в два крупнее подкатилась дамочка с большими серьгами в ушах а Зиновий Матвеич слава богу приехали я боялась что опоздаете люди уже в сборе через пять минут начинает за кулисами вновь прибывших ожидали невзрачный Борисов и очень колоритный женственный в сиреневой вязаной кофте с большими пуговицами он был очень крупного роста и все детали его внешности были соразмерными росту большие черные глаза крупный нос выдающиеся скулы и губы такие пухлые губы словно их целовали пчелы Мыркин поздоровался с ними за руку и представил своего спутника назвавший имя и прибавив к нему поэт сердце ВВ сладостно замерло он конечно предполагал он надеялся он мечтал что когда-нибудь его профессия будет обозначаться словом поэт но никак не ожидал что это случится так быстро и просто женственный и Борисов оба слегка приподнялись для рукопожатия как равное с равным вы тоже выступаете спросил Борисов я выступаю переспросил ВВ и посмотрел на Мыркина ожидая что тот сейчас засмеется и скажет ну что вы это же только начинающий автор он еще пишет очень и очень слабо о каких-то таких выступлениях еще нечего и говорить но Мыркин сказал только нет он сегодня не выступает он просто пришел со мной из чего ВВ заключил что сегодня его не приглашают но завтра это вполне может случиться голубчик у меня к вам просьба обратился к нему Мыркин не сочтите за труд пока я буду выступать подержите мой портфель только поддерживайте снизу а то ручка видите дышит наладан потом ВВ сидел в первом ряду и поглядывая на сидевшую рядом курносую блондинку прижимал к животу потертый портфель с оторванным замком и подвязанной ручкой он поглядывал на блондинку а блондинка не смотрела ни на него ни на портфель не представляя кому он мог бы принадлежать что было конечно обидно потому что если бы она знала если бы знала а почему бы ей собственно говоря не спросить уж не принадлежит ли этот портфель кому-нибудь из выступающих а ВВ тогда бы обыкновенным будничным голосом сказал что да портфель принадлежит лично Зиновию Матвеевичу Мэркину он обычно просит во время выступления кого-нибудь из своих подержать этим бы ВВ мог показать что выступления Мэркина вообще без него не обходятся и что портфель свой Зиновий Матвеевич обычно доверяет только ему но блондинка смотрела на сцену и как переключить ее внимание на себя он не знал Не проходите мимо Речь на вечере шла о человеческом достоинстве и гражданском мужестве Публика призывалась не проходить мимо отдельных редких но все еще к сожалению бытующих в нашем обществе таких нетипичных пережитков прошлого и негативных явлений как пьянство хулиганство нетоварищеское отношение к женщине хулиганство это болезнь с которой должна бороться не только милиция но все общество Егор Борисов прочел на эту тему филетон который должен был быть смешным но никому таким не показался хотя Борисов добросовестно жестикулировал и голосом управлял так чтобы подчеркнуть наиболее достойное смеха или хотя бы улыбки места роман женственный ознакомил публику с длинным стихотворением о наступающем над какой-то мелкой речушкой рассвете не успела на это прочесть как вскочил гражданин в красном свитере с очень буйно вьющимися седыми волосами у меня у меня есть вопрос к товарищу женственному сказал он голосом похожим на ленинский в исполнении Бориса Щукина да и манеры у него были из того же кино а скажите пожалуйста сказал он выкидывая вперед руку словно с броневика если вы говорите о речке над которой наступает рассвет то это не значит ли что еще совсем недавно над этой речкой царила ночь женственный почему-то заволновался стал заикаться и шепелявить одновременно ну естественно над этой речкой как и везде имеет место смена времени суток там тоже бывают утро день вечер ночь рассвет ну это все понятно понятно деловито перебил слушатель а ваше стихотворение носит прямой или аллегорический характер а если аллегорический то не хотите ли вы сказать что ночь царила не только над речкой не только над этим маленьким безобидным и узким речным потоком но и над гораздо более обширными географическими пространствами в публике прошел ропот все сразу поняли что вопрос не столько литературного сколько юридического характера и имеет отношение к еще не отмененной к тому времени статье 58 уголовного кодекса антисоветская пропаганда и агитация женственный потел и заикался он начал объяснять что стихи это вид искусства которое нельзя понимать буквально слушатель резонно возразил что он как раз не буквально и понимает тут женственному на помощь пришел борисов вам не кажется спросил он дотошного слушателя что ваши догадки плод вашего собственного и странного воображения вы не могли бы мне сказать кто вы я советский человек сказал гордо кудрявый что значит советский мы тут все не турецкие как ваша фамилия и чем вы занимаетесь в рабочее время это не важно я просто слушатель в каком смысле просто настаивал на своем борисов у каждого просто слушателя есть имя фамилия профессия место работы дирекция местком портком пока он говорил вопрошатель стал передвигаться к выходу махнул рукой и скрылся за дверью тут как раз и вышел вперед Зиновий Матвеевич Мыркин вот оно лицо анонима произнес Мыркин указывая на дверь и теперь он был похож на Ленина тем более что и внешность имел подходящую вот он мещанин который мутит воду призывает всех к ответственности а сам чуть что уходит в тень именно о таких людях я и собирался сегодня говорить недавно в редакцию литературной газеты где я временно замещаю Котова тут ВВ быстро глянул на сидевшую рядом блондинку и попытался понять не удивляет ли ее фамилия Котов не нахмурила ли она брови в недоумении мол кто такой Котов но она ничего не нахмурила и продолжала смотреть на сцену как будто Котов был для нее такой же известной личностью как Толстой или Чехов между тем Мыркин продолжал свою речь что в редакцию где он заменяет Котова пришло письмо без подписи и разумеется без обратного адреса ваша газета писал аноним постоянно выступает за то чтобы люди сталкиваясь с проявлениями хулиганства не проходили мимо вмешивались и давали отпор а не дожидались милиции а что значит дать отпор вот хулиган толкнул девушку вы хотите чтобы я кинулся ей на помощь а мне тот же хулиган воткнет нож в сердце а я тоже человек у меня есть семья дети и сам я тоже хочу жить сначала Мыркин читал сидя за столом но потом распалился вскочил подбежал к краю сцены и размахивая цитируемым письмом стал выкрикивать что-то гневное об этих самых анонимах лишенных гражданских чувств и ответственности за свою страну которые забились в своих углах и заботят только о личном удобстве своем мещенском благополучии писатель Бруно Ясенский однажды правильно написал не бойтесь врагов они вас могут только убить не бойтесь друзей они вас могут только предать бойтесь равнодушных с их молчаливого согласия Мэркин поднял голос до самой высокой ноты и завертел письмом так словно венчивал его в небо и сам с ним пытался ввинтиться с их молчаливого согласия совершаются предательства и убийства мэркин который который несмотря на сходство с вождем трудящихся столь трусливо бежал не открыв своего имени именно к нему относились слова Бруно Ясенского и ко мне тоже честно подумал ВВ ой ко мне эти слова тоже и даже прямо относятся танцы по-гречески в памяти возникло запорожье где протекала ВВ неспокойная юность иногда со своим другом Толиком Лебедем юноша ВВ ходил в местный парк на танцы сам он танцевать не умел стеснялся поэтому приходил и просто стоял ожидая пока натанцуется Толик танцплощадка была круглая бетонированная окруженная оградой сваренной из металлических прутьев и с деревянным в виде раковины сооружением для духового оркестра оркестр играл танго вальс и польку другие танцы были запрещены кавалеры приглашали дам все шло чинно и мирно солидная публика проходила на танцплощадку по билетам а не солидная пролезала между прутьями ограды что делал и ВВ будучи крайне щуплого телосложения время время не появлялись на площадке парни с красными повязками украшенными тремя буквами БСМ что означало бригада содействия милиции они ловили безбилетников и очень успешно но поймать ВВ им удавалось редко он выскальзывал наружу между прутьями ограды и уходил как мелкая рыбешка из крупной ячеистой иногда танцы навещал Вовик греков или попросту грек молодой человек зверской наружности с железной фиксой во рту вместе с ним появлялась и его банда членов которой всех называли греки как только появлялись греки суровых ребят с повязками БСМ немедленно сдувало невидимым ветром и на площадке возникала предгрозовая напряженная атмосфера сначала все было хорошо оркестр продолжал выдувать свой обычный репертуар утопленное солнце ночь коротка или на сопках манчжурии кавалеры приглашали дам дамы томно клали руки кавалерам на плечи а греки рассыпавшись по площадке вступали в игру для ВВ совершенно безопасную потому что интересующиеся им ребята из БСМ исчезали а греки такой мелочью пренебрегали они начинали с того что отталкивали кавалеров и сами начинали танцевать с их дамами кавалеры в большинстве случаев благородно отходили дамы тоже от сопротивления воздерживались танцы продолжались греки присматривались и выбирали какую-нибудь пару поинтереснее чтобы он был покрупнее ростом и покрасивее и чтобы при этом был хорошо одет желательно чтобы в дорогом костюме и с галстуком и чтобы она тоже была бы ему подстать и чтобы между ними были замечены какие-нибудь более или менее возвышенные отношения при наличии таких предпосылок и начиналась игра они танцуют их надо толкнуть сначала чуть-чуть потом посильнее потом почти до сбития с ног если нужной реакции нет развивать усилия дальше мимоходом ущипнуть ее за зад наступить ему на ногу сказать что-нибудь о ней а когда он посмотрит сердито то и о нем у намеченной жертвы может быть три варианта поведения первый вариант он сообразившись чем дело пахнет тихо покидает свою возлюбленную и место действия в одиночку здесь все может кончиться благополучно с их стороны всего лишь улюлюканьем вслед с ее прекращением отношений а с его позором второй вариант уйти вдвоем исключается третий вариант его или ее толкают он не выдерживает и толкает сам или что-нибудь говорит безразлично что именно после этого ему предлагают вежливо пойдем потолкуем если идет хорошо не идет еще лучше в конце концов его выволокут наружу и не отходя слишком далеко от танцплощадки начнут бить один-два хороших удары и вот он уже лежит скрючившийся закрывая руками голову и тут наступает вожделенный миг греки с криком визгом гиканьем крякая истинная отталкивают друг друга и бьют ногами каждый норовит попасть не куда-нибудь а так чтобы выбить зуб а еще лучше глаз или оторвать ухо или заехать носком в живот или шарахнуть с налету по почкам по ребрам по печени за что а просто так для удовольствия чтобы превратить человека в кровавую отбивную чтобы сразу не помер но долго не жил чтобы остаток своих дней доходил харкая писая и какая кровью такие расправы над людьми греки чинили часто и без всякого риска изувечив очередную жертву кидались в рассыпную вв запомнился при этом треск ломаемых сучьев и короткое время спустя уже клубились в центре города на одном из тех мест что назывались на фене плешкой а жертва превращенная в кусок мяса уже не видно ни костюма ни галстука ни глаз ни лица похожая на черепаху с сорванным панцирем и растоптанными лапами ползла по асфальту негромко воя и оставляя за собой многополосый кровавый след греков боялись простые граждане милиция и ВВ надо признаться тоже отпора им не давал его уже однажды ногами били ему удалось лишь случайно остаться неинвалидом но если бы он хоть однажды вмешался в греческие разборки то сейчас вряд ли б сидел живой и слушал пламенную речь Зиновия Мыркина Вовик грек и глухонемые Друг ВВ Толик Лебедь посещал танцы до поры до времени безнаказанно но однажды он купил с получки новый костюм шоколадного цвета и галстук розовый и решил глупый человек во всем этом щегольнуть на другой день ВВ сидел у Толика в его дежурке электрика и Толик поддерживая отвисшую губу рассказывал как его выволакивали как били и топтали и как ему удалось от них вырваться до конца недобитым В это время зашел в дежурку Коля электросфарщик высокий белокорый молодой человек с лицом слегка перекошенным от мучительных гримас которыми постоянно вынуждены пользоваться глухонемые увидев Толика Коля удивился и спросил знаками что случилось Толик знаками объяснил что его побили кто где как выяснив подробности Коля поинтересовался что это за грек и где можно его увидеть Толик сказал показал что увидеть грека наверняка можно по воскресеньям в начале вечера в окрестностях трамвайной остановки шестой поселок а потом около танцплощадки Коля сказал я постучал себя ладонью в грудь и мой друг показал один палец в воскресенье семь пальцев в шесть часов вечера показал на часы растопырил шесть пальцев будем на трамвайной остановке изобразил рельсы трамвай стоящих людей ты ткнул пальцем Толика я ткнул себя мой друг один палец встречаем этого который событие изображается маханием кулаков и поговорим будущий разговор описан с помощью высунутого языка и одного кулака Толик пробовал предупредить вас мол двое а их целая шайка шайка не простая а страшная которой боится даже милиция похлопал себя по плечу показывая погоны Коля показал не беспокойся этим договором ВВ был крайне заинтригован он конечно слышал что глухонемые дерутся ужасно они криков избиваемых не слышат и поэтому бьют до первой крови такая была легенда правда ВВ уже видел что не глухие и не немые слыша крики и видя кровь на этом не останавливаются но жизнь это одно а легенда другое и правило глухонемых бить до крови возбуждает страх перед ними близкий к мистическому но какими бы особенностями глухонемые не обладали представить себе что двое из них справятся с шайкой грека ВВ не мог и очень хотел посмотреть как это будет выглядеть в жизни они с Туликом пришли к остановке чуть раньше времени и сели на лавочке вскоре после шести подкатил трамвай из него вывалились Коля и его друг оба высокие поджарые белокурые в одинаковых белых рубашках с короткими рукавами поздоровались второй глухонемой изобразил ногой на асфальте С А Ш А Саша глухонемые знаками спрашивают Толика где грек Толик показывает сейчас узнаем узнать нетрудно надо увидеть кого-нибудь по шпанисти и спросить остановили одного не знаешь где грек а хрен его знает только что был здесь эй Витек не знаешь где грек да только что поехал на стадион там футбол сейчас на следующем трамвае поехали к стадиону футбольный матч в самом разгаре середина первого тайма купили билеты вошли и на северной трибуне сразу видели грека он сидел как глава какого-нибудь азиатского государства или мафии места перед ним сзади и сбоку заняты его телохранителями то есть кодлы человек 30-40 не меньше интересно что могут два пусть даже очень здоровых и храбрых глухонемых сделать таким количеством бандитов глухонемые заняли места в нескольких рядах позади грека и стали смотреть футбол ВВ подумал что они увидев всю грековскую кодлу одумались и решили ограничиться просмотром матча наконец первый тайм окончился перерыв грек остается на месте и шайка с ним Коля пробирается к греку сзади трогает за плечо грек удивленно оборачивается Коля показывает ему сначала ладонью снизу вверх вставай а потом большим пальцем выйдем за ворота грек как ни странно послушно встает и идет вся шайка поднимается и за ним лица настороженные кулаки сжаты кто-то лезет в карман но отдельные члены шайки постепенно отстают и отдаляются может быть отправились за подкреплением двинулись к выходу грек рядом с ним Коля к Коле приклеился Саша Толик движется сбоку а ВВ совсем на отшибе Толик явно трусит и ВВ тоже не по себе он вроде как бы и ни при чем но греки приметливые злопамятные они идут и грек по мере продвижения вперед льстиво изгибается и улыбается глухонемым такой заискивающей улыбкой какие впоследствии ВВ видел на лицах членов полирбюро ЦК КПСС обращенных к их генеральному главарю вышли за ворота и вдруг Коля левой рукой хватает грека за грудки поворачивает ловким рывком толкает спиной вперед прижимает к прутьям металлической ограды коленом упирается в самое уязвимое место и кулак правой руки приблизил к вздернутому носику грека тот становится белым как снег и видно не способен не только драться но даже рот раскрыть не может а сапенел и члены шайки тоже как под гипнозом рассыпались полукругом замерли и совершенно очевидно что если предводители на их глазах будут убивать они в лучшем случае сбегут а в худшем так и будут стоять окоченевшие Коля бить грека не стал отвел кулак он поманил пальцем толика потом каким-то быстрым и ловким движением схватил и подергал грека за нос что у глухонемых как слышал ВВ считается очень большим оскорблением потом Коля смычанием объяснил греку на пальцах что Толик его личный друг и что если еще когда-нибудь что-нибудь после чего оба глухонемых Толик и ВВ покинули место действия через несколько дней ВВ встретил грека на улице шумно валившего навстречу со всей своей кодлой нашему герою стало немножко не по себе единственное на что он надеялся что такую малость как он грек не заметил и не запомнил но казалось заметил запомнил и даже очень когда они поравнялись грек глянул на ВВ замедлил движение что-то провертел своей несложно устроенной голове и вдруг заулыбался закивал этим своим устройством чем заслужил и ответный киву после чего оба разошлись как в море кораблей но с тех пор при всех встречах с ВВ грек всегда здоровался первым а уж о толике и говорить нечего коммунизм не молочные реки пока ВВ предавался воспоминаниям вечер завершился Борисов и женственный немедленно скрылись а Зиновий Матвеевич Мыркин сошел к народу которым сходу был окружен ему были тут же рассказаны страшные истории старуха вечером не очень даже поздно выносила мусор и прямо возле мусорного контейнера была изнасилована группой подростков она кричала соседи слышали но никто никто вы представляете совершенно никто не пришел на помощь а возле нашего дома сказала полная женщина четыре телефонных будки и в каждой трубке сорваны а на полу большие кучи наложены вот вам и вся культура таких людей надо расстреливать заметил на это стоявший рядом с дамой седой ветеран но непонятно кого он имел ввиду даму или тех кто накладывал кучи другой персонаж помоложе пытался у Меркина выяснить а что делать на улице курящему культурному человеку при совершенном можно сказать отсутствии урн ну скажите горячился он вот я иду по улице покурил надо выкинуть окурок а урны нет ни одной ну что мне делать с этим окуроком положить в карман проглотить что скажите товарищ Меркин товарищ Меркин приземистый человек с крутым лбом пытаясь повернуть внимание писателя на себя дергал его за рукав наконец не выдержал и закричал истерически товарищ Меркин я уже одиннадцатый раз к вам обращаюсь да я вас слушаю оставив нерешенную проблему невыброшенных окурков Меркин повернулся к приземистому тот немедленно выдвинул вперед ладонь для рукопожатия Кишкин с достоинством представился он Адам Христофорович моя супруга не оглядываясь он протянул руку назад и вытащил из толпы круглую старушку в шляпе с опущенными полями Тишкина Антонита Петровна очень приятно сказал Меркин товарищ Меркин вот вы говорите культура поведения внимательность вежливость и все такое а я расскажу вам случай вы знаете поэта Сергея Васильева да я с ним знаком сказал Меркин гордо так я вам скажу мы с супругой его очень любили у него есть замечательные стихи особенно поэма о России мы прочли его биографию узнали что он сирота и все такое мы решили пригласить его к нам накормить напоить чаем я написал ему письмо он не ответил я узнал его телефон и звонил ему несколько раз а он все некогда и все такое но потом видит я проявляю настойчивость и говорит хорошо завтра я поеду на машине на рынок могу вас по дороге подобрать и в машине поговорим но сами понимаете я отказался я еще много раз его приглашал и вот он согласился пришел вечером а у нас квартирка знаете маленькая коридор темный он идет оглядывается вздрагивает боится видать что ограбят но потом увидел нас с супругой успокоился посмотрел на часы и говорит ну вот что папаша я человек занятой времени у меня в обрез давай выкладывай что она болела и я пойду но какой уж тут разговор а ведь мы хотели как лучше супруга испекла кекс я приготовил 124 вопроса а разговора не получилось было уже поздно холодно и ветрено когда два литератора зрелый и начинающий шли от парка имени горького в метро через крымский мост мыркин нес подмышкой портфель вв держал свою тетрадь за пазухой шли молча вдруг мыркин повернулся к вв хотите я вам почитаю свои стихи а вы и стихи пишете удивился вв он думал что тех которые пишут стихи называют поэтами а писателями тех которые пишут что-то другое ну да сказал мыркин я все пишу слушайте он переложил портфель из правой подмышки в левую правой рукой потрогал очки и тихо тихо сказал наша вера дана нам навеки и испытана нами в огне он помолчал как бы вдумываясь в смысл уроненной фразы и тут же глядя вв в глаза непримиримо возвысил голос коммунизм не молочные реки с берегами кисельными не и опять замолчал так надолго что вв успел удивиться как это с берегами кисельными не оказалось просто фраза еще не окончена и даже в следующей строке не завершилась заводь затхлость мещанского быта в бесконечном засилье вещей коммунизм это вечная битва и готовность погибнуть на ней как сказал Маяковский Владимир бытие не еда и питье смерть принять коммунизма во имя это счастье твое и мое ВВ растерялся ему счастливому от проведенного сегодня вечера столь необычного такого каких в жизни его никогда не бывало хотелось и даже очень чтобы все без исключения стихи его нового знакомого мэтра и учителя ему понравились но то что он услышал его смутило опять про коммунизм да что у этих семафорцев других что ли тем нет раньше он думал что стихи про коммунизм люди пишут для денег или из каких-то деловых или тактических соображений но никак не для того чтобы читать их кому-нибудь на мосту ночью хватая за грудки и рискуя опоздать на метро но как спросил мэркин он очевидно ожидал от провинциала безусловного восхищения и провинциал хотел восхититься но не умел врать извините сказал очень смущаясь вашим этим стихам как мне кажется не хватает немного логики вы говорите что коммунизм не молочные реки и не кисельные берега но коммунизм истинный обещанный нам классиками марксизма ленинизма предполагает не гибель а именно молочные реки и кисельные берега и вообще полнейшее изобилие от каждого по способности каждому по потребности мыркин был удручен простите володя спросил у вас какое образование 10 классов да сказал вв 10 классов вечерней школы стало быть вы марксизм подробно не изучали нет не изучал вот поэтому у вас об этой теории такие примитивные представления тот коммунизм о котором вы говорите это вульгарный коммунизм над ним еще Маяковский смеялся помните для кого бытие а для кого еда и питье определяют сознание именно на эту строчку я кстати ссылаюсь в своих стихах будучи малообразованным вв эти знаменитые слова Маяковского все-таки знал но в истинности сказанного сомневался если бытие не еда и питье то что же оно однако от спора вв уклонился ну во-первых надо было спешить на метро а во-вторых из очень близкого ему опыта он помнил что споры о коммунизме могут дорого обойтись из ниоткуда в никуда жизнь кажется мне похожей на езду в поезде можно даже написать такой сценарий в поезде идущем с грохотом из ниоткуда в никуда человек рождается в этом поезде и с самого начала познает что такое неравенство один родился в мягком купе другой в тамбуре третий и вовсе где-нибудь на открытой платформе поезд несется грохочет его заносит на поворотах пассажиры чувствуют себя как на чертовом колесе кто-то не удержался вылетел за борт преждевременно кого-то выкинули насильно но все равно всех ждет один конец рано или поздно даже у самых сильных и у самых стойких руки ослабнут и неумолимая сила вынесет их туда за борт а пока веселитесь пейте вино играйте в карты любите женщин или мужчин боритесь за лучшую долю борьба идет постоянно пассажиры открытых платформ и тормозных площадок нападают на пассажиров купейных захватывают их места а их самих переселяют на свое место или спихивают за борт иные иные захватив купе этим удовлетворяются а другим этого мало их манит власть над всем поездом раздача теплых мест тем кто им верно служит а тех кто служит неверно или в телячий вагон или за борт едут пассажиры одни унижены и обижены на платформах на крышах на подножках другие самодовольные сытые разлеглись на подушках в мягких купе но одним страдание не навечно а другим радости ненадолго пройдет время и на каком-то повороте вылетит за борт и забудет о своих страданиях неудачник а на другом повороте расстанется со всем нахапанным самодовольным а поезд идет грохочет теряет своих пассажиров идет из ниоткуда и в никуда благодарность было уже поздно когда ВВ расставшись с Мыркиным на Крымском мосту вернулся в панки но ночь была с субботы на воскресенье и в вагонах между ними и даже под ними продолжалась какая-то жизнь ВВ вспомнил про Клавку и решил ее навестить поднялся в шестой вагон открыл дверь в купе там жарко и тесно на нижних полках сидят две парочки Клавка свесилась сверху а Вовка здорово внизу тесно залезай что ли сюда подумал полез в чем был завалился к стенке Клавка повернулась к нему спиной он к ее затылку лицом внизу парочки приглушенно сопели хихикали и щелкали резинками ВВ обнял Клавку потискал ей грудь погладил живот спустился ниже заворотил подол она ему тихо помогла не промахнуться внизу смеялись хихикали о чем-то говорили Клавка тоже включилась в разговор да и он отпустил пару реплик а по завершении дела она повернулась к нему лицом поцеловала его погладила ему волосы и сказала в ухо спасибо Вовка а он ей сказал пожалуйста запорожье во времена моего детства передвижение по железной дороге было все еще большим событием для каждого кто решался пуститься в путь отъезжающие и провожающие прощались долго и обстоятельно произносили напутственные слова потом замолкали не знаю что бы еще сказать самого важного ничего кроме общих банальностей на ум не приходило и ожидание отправления становилось томительным но наконец дежурный ударял в колокол паровоз отзывался нетерпеливым гудком и спускал с шипением пары поезд слязгом расправлял суставы и начинал двигаться отъезжающие высовывались в окна а провожающие прикладывали глазам платочки и затем бежали бежали вдоль отходящего поезда спотыкаясь натыкаясь на фонарные столбы и нелепо взмахивая руками а потом дни и ночи путей сопряженного с известными трудностями и приключениями с выскакиванием на станциях засненью с очередями у кранов с холодной водой и с кипятком с вечным страхом отстать от поезда путешествие наше в мае 1941 года было долгим сначала пересекли всю страну снизу вверх и из лета поспели к ранней весне потом спустились вниз и вернулись в лето вот из памяти извлеклась картинка серое здание вокзала и надпись крупными косыми буквами Запорижья перрон газетный киоск будка с незнакомыми словами взутя тапанчохи тележка с газированной водой милиционер в белом кителе с шашкой на боку и свистком на шее и семейство застывшее как на старинном дагеротипе мужчина и женщина оба в белом и оба в соломенных шляпах старушка в темном платье в белый горошек и два крупных подростка в майках в холщовых штанах и в парусиновых тапочках как только наш вагон поравнялся с картинкой она вдруг ожила превратившись из фотографии в немое кино и эти дядя тетя старушка и подростки побежали рядом с вагоном взмахивая руками и улыбаясь а потом объятия поцелуи взрослых и ахи ахи какой большой мальчик да неужели уже 8 лет в сентябре будет 9 и уже кончил первый класс ах какой молодец подростки и дядя в шляпе подхватили наши узлы и мы все пошли к выходу с перона мы это мы с отцом бабушка Евгения Петровна сестра отца тетя Аня ее муж дядя Костя Шкляревский и дети Сева и Витя 15 и 13 лет а потом красно-желтый трамвай весело позванивая на поворотах и рассыпая искры вез нас через весь город увешанный афишами предстоящих гастролей Владимира Дурова и его зверей я не знал кто такой Дуров я думал что это наверное какой-то дурной мальчик который или нехорошо себя вел или плохо учился за что его и назвали Дуровым и будут показывать народу вместе со зверями запорожье оказалось очень большим индустриальным городом днепрогресс запорожсталь днепроспетсталь и много всяких других заводов включая коммунар производившие в те времена комбайны коммунар а потом переключившийся на автомобиль запорожец еще был завод номер 29 про который все знали что он секретный что никому нельзя знать что на нем именно производится и все знали что именно производится на нем авиационные двигатели почти все запорожцы как я позже заметил были местными патриотами гордились тем что их город такой необычный он делится на 4 основные части старая часть новая часть село вознесеновка и остров хортица где была когда-то запорожская сечь а на правом берегу есть еще село верхняя хортица там живут немцы колонисты до революции запорожье называлось александровском в честь александра первого а александра второго проезжавшего здесь на поезде народоволец желябов хотел взорвать но не сумел запорожцы гордились всеми составными этой истории и что царь здесь проезжал и что именно здесь его хотели убить и что именно здесь его не убили еще гордились тем что все или многое здесь было самая 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 крупная в мире гидроэлектростанция самый крупный в европе кинотеатр и самый старый в мире в европе или на украине не помню точно где именно дуб который назывался дубом махно название пошло от того что будто бы батька в тревожные минуты залезал на этот дуб и сквозь бинокль вглядывался не подбирается ли к нему из-под тишка коварный враг ну все это конечно чистая чепуха потому что дуб этот стоит среди других дубов в дубовой роще у Днепра не знаю как батька но я на этот дуб залезал и могу сказать определенно что с него ни в бинокль ни без бинокля ничего нельзя увидеть кроме других таких же дубов тем не менее я во все рассказанные мне легенды охотно поверил и сам стал гордиться славной историей города его блистательным настоящим и великолепным будущим новая часть города состояла из 15 рабочих поселков самый главный из них шестой поселок где жили шкляревские примыкал плотине днепрогэс и был самым современным из всех здесь было много такого чего я никогда раньше не видел отдельная квартира электрическое освещение радиоприемник со светящейся слабошкалой ванная с горячей водой и самое большое чудо индустриальной эпохи ватер клозет в Запорожье было интересно и то что здесь не только дети но и взрослые чуть ли не каждый день играли во войну и чаще всего по вечерам чуть стемнеет как начинают залывать со всех сторон словно волки сирены железный голос диктора разносится по всему городу и наталкиваясь на стены домов рассыпается на уходящее вневнятицу эхо граждане воздушная тревога эвога вога ого граждане тут же опасаясь всяческих санкций торопливо выключали в квартирах свет уличные фонари тоже гасли после чего город теоретически должен был бы погрузиться во мрак но практически этого не случалось потому что как раз во время затемнения где-то далеко за восьмым поселком пышно разгоралась зловещая багровая зарева это на запорож стали выливали расплавленный шлаг во время тревоги мы не зная сколько она продлится хватали заранее приготовленные узлы с одеялами и подушками и бежали прятаться в железобетонное бомбоубежище оборудованное в подвалах некоторых домов взрослых эти тревоги раздражали а мне нравились в бомбоубежищах сходилось много народу взрослого и невзрослого здесь велись самые разные порой очень интересные разговоры в запорожье было еще и то хорошо что у меня здесь сразу появились два брата ну пусть двоюродных но зато старших раньше когда меня обижали я жалел что у меня нет старшего брата а в крайнем случае согласен был даже на младшего и просил маму чтобы она родила мне братика но мама этого не сделала зато теперь было все в порядке Сева конечно был слишком старше он мне внимания много не уделял но зато с Витей мы подружились и нападать на меня он не позволял никому а желающие напасть на меня уже тогда возникали на моем пути и нередко одного такого субъекта моего же примерно возраста встретил я в середине дня по дороге от одного подъезда к другому он играл сам с собой в игру которая у нас в Средней Азии называлась Лянга а здесь Майлка клок какого-нибудь меха с пришитым к нему грузиком из свинца надо подкидывать ногой или двумя не давая упасть на землю именно этим делом и с большой ловкостью занимался мой сверстник он отбивал эту Майлку и громко считал 104 105 106 а тут как раз появился я он на миг отвлекся и на 107 ударе Майлку потерял но не огорчился положил Майлку в карман и загородил мне дорогу здорово сказал он и протянул мне свою грязную руку здорово сказал я и протянул ему свою тоже не очень чистую я еще не дотянулся а он свою руку быстро убрал и тыча пальцем в небо сказал там птички летают я посмотрел туда куда он указывал но птичек никаких не увидел здорово сказал он опять и опять протянул мне руку здорово отозвался я удивленный повторил то же движение он свою руку тут же убрал и стал большим пальцем тыкать куда-то за ухо там сказал он собачки бегают где спросил я никаких собачек не обнаружив здорово здорово попался я третий раз на тот же крючок вот глупый человек сказал он убирая руку куда же ты руку тянешь ты ее мыл а ты знаешь как козлы здороваются нет сказал я не знаю а вот так он неожиданно нагнулся и резко боднул меня головой в живот я упал навзничь ударился затылком об асфальт и заорал в это время из подъезда вышел Витя он схватил моего обидчика за шкирку и предложил мне сделать с ним то что тот сделал со мной я нагнулся и хотел тоже ударить его головой в живот но тут со мной что-то случилось моя голова не захотела мне подчиниться я пробовал его ударить рукой пнуть ногой и делал над собой некие волевые усилия но тело меня не слушалось это привело меня в такое замешательство что я заплакал и засмеялся одновременно мне казалось что смеюсь я потому что вот со мной старший брат который всегда готов меня защитить и с которым я могу отомстить любому кто посмеет меня обидеть а плакал я от того что мой организм не позволял мне осуществить свою волю потом в детстве моем много раз случалось что меня били а я не мог дать сдачи потому что мои руки не подчинялись моим желаниям и не только руки возле нашего дома для каких-то строительных дел была привезена и насыпана у подъезда куча песка мальчишки в том числе и мой брат Витя обрадовались поднимались по лестнице вылезали через окно на козырек подъезда на уровне второго этажа и с криком визгом сигали в песок ну я конечно туда же подошел к краю козырька приготовился напряг мышцы и и ничего опять тело не хочет мне подчиняться я пробовал так и эдак то жмурил глаза то разжмуривал то подходил к самому краю то отходил и пытался прыгнуть с разгона я смотрел как прыгают другие мальчишки но ведь это совсем не высоко и совсем не страшно ведь ничего ну ничего не может случиться я опять поднимался по лестнице вылезал на козырек разгонялся но у самого края останавливался как вкопанный мне не было страшно я видел что здесь убиться нельзя я был уверен что со мной ничего не может случиться и все-таки какая-то сила не давала мне пошевелить ни одним мускулом случай этот может быть ерундовый стал причиной моих дальнейших сомнений в самом себе и некоторых усилий по их преодолению десять лет спустя вылезая с парашютом на крыло зависшего на километровой высоте самолета по два я хотел доказать самому себе что той силе которая помешала мне прыгнуть с высоты второго этажа в песок я больше не подчинен элиза барская это дуреха джулия а егор уехал за неделю до меня я была этому ужасно рада целые дни я лежала неподвижно на пляже распластавшись на камнях и ощущая свое тело как нечто желе или медузо образное оправляясь словно после тяжелой болезни и чувствуя как ко мне постепенно возвращается жизнь два дня у меня был повод для беспокойства что я влипла но потом все разрешилось своим чередом после Егора во мне развелась странная антипатия к особям противоположного пола я их гнала от себя всех знакомых и незнакомых и терпела рядом с собой только Люську без конца жаловавшуюся мне на своего очередного мужа который был по ее подозрению пед он любил яркую одежду ходил слишком вихляя бедрами и со своим другом Вите разговаривал проникновенно и нежно Люську он кое-как трахал но делал это редко неохотно и торопливо и при случае намекал что не имел бы ничего против если бы она завела любовника в эти дни я много ела и быстро набирала потерянные килограммы но не прошло и недели как настроение мое резко изменилось я я затасковала и поняла что мне жизни нет без Егора мне охватило странное все более усиливающееся беспокойство я опять перестала есть и не находила себе места мне хотелось чтобы он сейчас немедленно оказался рядом со мной или я рядом с ним я пыталась оценить свое чувство критически я сказала сама себе что это вовсе не любовь и не увлечение а самая настоящая похоть и удовлетворить ее можно с любым мужиком я даже и попыталась это сделать пригласив к себе Лермонтоведа жившего с женой в доме творчества писателей тот отправил жену в кино и пришел ко мне с трехлитровой бутылью вина трусливо озираясь боялся быть застуканным мы пили вино и вначале говорили о чем-то возвышенном но он явно спешил совершить намеченное до окончания киносеанса стал жаловаться на жену которой у него не осталось никакого мужского чувства а когда он попытался распустить руки я поняла что не хочу никаких Лермонтоведов и никого другого кроме Егора которого я хотела видеть слышать осязать всеми клетками своего тела или если это окажется невозможным попросту умереть Лермонтоведа я выгнала и как раз вовремя потому что кино в доме творчества кончилось и Лермонтоведша попалась мне по дороге на почту и спросила не видела ли я ее мужа я сказала что видела на набережной у киоска где продают разливное вино на почте я проторчала в очереди два с половиной часа когда наконец дали Москву и я услышала заспанный голос Егора мне показалось он недоволен тем что я его разбудила а может быть даже тут у меня заколотилось сердце оторвала его от кого-нибудь наверное научившись со мной кое-чему он стал смелее стараясь держаться спокойно я сказала что случайно оказалась на почте звонила родителям но там никого не оказалось и вот поскольку все равно выстояла очередь я рад тебя слышать сказал он я тоже призналась я более или менее а я сказал он более или более а ты что там в как ты были собираешься зимовать и тут я неожиданно для самой себя сказала что завтра отправляюсь в Москву хотя у меня не было ни таких планов ни тем более билета завтра удивился он и замолчал так надолго что вмешалась телефонистка и спросила закончили ли мы разговор нет нет торопливо ответил он телефонистке и поинтересовался как мне показалось из вежливости может быть тебя встретить нет нет это это не обязательно сказал я у тебя наверное нету времени какой вагон спросил он я сказала что пока не знаю пусть ждет у головного вагона это было перед первым сентября когда билет на ближайший поезд могли достать только люди с исключительным блатом очень богатые или одержимые вроде меня через день я оказалась на курском вокзале мне достался как назло самый последний 14 вагон и я медленно тащила свой огромных размеров фибровый чемодан набитый недосушенным купальником скомканными трусами лифчиками сарафанами двумя свитерами плащом и бутылкой абрау дюрсо я забеспокоилась когда не увидела его у первого вагона но тут кто-то тронул меня за локоть я услышала свое имя и оглянулась эта дуреха Джулия уверяет меня что американские мужики гораздо лучше наших потому что изучив по книжкам эрогенные зоны они знают что надо трогать мять прижимать как целоваться и каким пальцем ковырять клитор чтобы вызвать в партнерше оргазм а я и говорю что все это чушь по сравнению с искренним чувством когда эрогенно все тело от ногтей до волос и когда ты кончаешь едва любимый мужчина коснется твоего локтя а насчет жены ближнего из десяти заповедей для меня не все равноценны я верю только в ту мораль которую мне подсказывает мое чувство мое чувство подсказывает не убей мое чувство говорит мне что грех украсть у голодного кусок хлеба но оно не говорит мне что грех у миллиардера украсть миллион это вовсе не значит что я сторонник украдения этого миллиона я наоборот противник но это уже по соображениям не морального а юридического характера закон есть закон укравший миллион совершил преступление большое преступление но малый грех а кусок хлеба у голодного малое преступление но большой грех грех есть разбитие чужой семьи но если муж изменяет своей жене то грех ли жене изменить такому мужу и грех ли мужчине переспать с женщиной которая изменяет мужу который изменяет ей наши доморощенные моралисты говорили что ни в коем случае нельзя желать жены друга потому что в библии сказано не пожелай жены ближнего своего но в библии во первых ближним считается каждый человек вообще а во вторых мораль в подобной редакции звучит так как если бы человек считал что красть у друга нельзя а не у друга можно среди моих знакомых считающихся вполне приличными людьми 99% мужчин спали с чужими женами и соответственно столько же процентов женщин спали с чужими мужьями они не убивали не крали не лжи свидетельствовали но через эту заповедь переступали без большого смущения так кто же они негодяи или все же мы должны к их поведению отнестись снисходительно вообще на данном этапе нашей цивилизации некоторые моральные устои утратили свой абсолютный смысл в их числе супружеская верность считать ее нарушение грехом или нет зависит от конкретных отношений конкретной пары от их взглядов на жизнь и прочих вещей есть пары которые ищут другие пары для совместных сексуальных утех если всем четверым это нравится и никто никого не принуждает силы то в чем тут грех грех намеренно причинять страдания не убей постарайся спасти погибающего не отними кусок хлеба не делай другому больно не обидь я ненавижу убийц воров грабителей насильников взятошников мародеров лицемеров ханжей демагогов шовинистов националистов политических авантюристов с отвращением отношусь к тем кто греет руки на больных беззащитных голодных и мертвых наживается на чужом несчастье присваивает себе чужие заслуги и так далее и так далее а насчет жены ближнего ну что ж если кому-то очень хочется и она не против и ее муж сам такой то почему бы и нет вредители шпионы собаки и самоубийцы в Запорожье как я узнал было много вредителей и шпионов их было немало и там где я жил раньше но здесь еще больше соседи на лавочке во дворе постоянно рассказывали друг другу историю о том что директор какого-то торга прежде чем отправить молоко в магазины купал в нем свою жену чтобы у нее кожа была хорошая а директор средней школы создал из учеников подпольную националистическую организацию под названием СКМ что означает смерть красным москалям японский шпион был застукан на том что пытался взорвать железнодорожный переезд а шпион румынский ехал на поезде и считал провозимые мимо танки и цистерны с горючим но днепровская имени Ленина ордена трудового красного знамени гидроэлектростанция была самой лакомой приманкой для всех в мире шпионов и особенно польских включая нашего дядю Костю который в свое время признался что фотографировал плотину Днепрогэс не только для газеты червона Запорежья где он работал фотокорреспондентом но и по заданию польской дефинзивы и книг было много о всяких вредителях и шпионах ну правда не только местных бабушка с которой я кстати тоже подружился не меньше чем с Витей прочла мне однажды книжонку про отважного пограничника Карацупу и его верного пса Ингуса они вдвоем задержали очень много нарушителей какой-то южной границы причем оба описывались автором с одинаковым восхищением поэтому когда я узнал что за свои подвиги Карацупа был не только награжден орденом но и принят в члены ВКПБ я спросил у бабушки была ли награждена его собака бабушка сказала что она не знает но вообще вполне возможно что собака тоже получила медаль а в партию ее приняли спросил я что за чушь сказала бабушка собак в партию не принимают а почему от других взрослых бабушка отличалась тем что любые мои вопросы готова была обсуждать на предложенном мною уровне и всерьез почему почему рассердилась она потому что в партию принимают только людей и то не всех а лишь тех которые верят в коммунизм разве собака может во что-нибудь верить почему собака не может верить в коммунизм этого мне бабушка объяснить никак не могла наверное потому что сама была беспартийная и в коммунизм как я потом догадался тоже не верила и в отличие от своего сына не верила без всяких сомнений несмотря на бдительность людей и собак число вредителей и шпионов в городе Запорожье никак не уменьшалось наоборот они объявлялись везде иногда даже совсем рядом ровно за неделю до начала войны покончил с собой наш сосед инженер Семейко говорили будто тоже оказался шпионом и диверсантом распространял панические слухи о возможной войне с Германией что согласно недавнему заявлению ТАСС было совершенно исключено за распространение слухов Семейко в понедельник должны были арестовать о чем его предупредил другой враг внедрившийся в органы НКВД враг предупредил Семейко смолодушничал так тогда объясняли поступки самоубийц и прыгнул с балкона четвертого этажа ну то есть вернее не совсем прыгнул сначала он перелез через перила опустился ниже должно быть все же инстинктивно хотел сократить расстояние до земли уцепился руками за бетонную площадку балкона и долго висел не решаясь отцепиться потом он даже как будто передумал пытался подтянуться и залезть опять на балкон но сил не хватило и он стал кричать и звать на помощь соседи хотели его спасти и ломились в дверь его квартиры колотя руками и ногами но Семейко чтобы отрезать себе путь к спасению сам предварительно запер квартиру на все замки и для надежности придвинул к двери тяжелый шкаф пока соседи ломились в дверь кто-то более расторопный появился на крыше с веревкой но тут силы оставили Семейко и он с криком полетел вниз говорили что хотя в последний момент Семейко вроде передумал но уже в полете передумал опять и успел для надежности перевернуться вниз головой потом выяснилось что успел не только перевернуться но как показало вскрытие и умереть от разрыва сердца насчет разрыва сердца не знаю но что он врезался головой в асфальт и что голова его была похожа на расколотый очень спелый арбуз это точно я сам это видел и мне стало дурно Семейко увезли в морг оставшуюся после него красную лужу засыпали песком песок смели но темное пятно еще несколько дней оставалось как ненадежная память о прошедшей жизни инженера Семейко когда началась война многие вспомнили про предсказания Семейко а бабушка сказала что он зря поторопился если бы даже в намеченный понедельник его арестовали то уже в следующий должны были бы выпустить не говори глупости возмутилась тетя Аня ты разве не знаешь что эти мерзавцы никогда никого не выпускают ну как же сказала бабушка ведь теперь ясно что он был прав тем более сказала тетя у этих мерзавцев больше всех виноват тот кто больше всех прав а каждого самоубийцу они ненавидят за то что наложив на себя руки он от них уходит и они ничего ему уже сделать не могут война день 22 июня был очень жаркий и мы все кроме бабушки то есть отец тетя Аня дядя Костя Сева Витя и я поехали на остров Хортица купаться тогда Днепр был еще полноводным и прозрачным светлый песок не замусорен и дно мягкое но не вязкое все было бы хорошо но из-за жары нам пришлось переместиться к кустам там меня стала грызть мошкара я поднял скандал и кажется из-за этого мы вернулись домой раньше обычного дома встретила нас бабушка с мокрыми глазами что случилось спросила ее тетя Аня война сказала бабушка и зарыдала я удивился что за горе война как я видел ее в кино это дело хорошее это интересно это весело кони сабли тачанки пулеметы музыка играет барабаны бьют красные стреляют белые бегут уже во второй половине того же дня взрослые вышли с лопатами копать по всему городу щели так назывались траншеи для укрытия от бомбежек всем было приказано оклеить окна полосками бумаги которая как предполагалось в случае бомбежки защитят окна от взрывной волны господи какой идиотизм сердилась тетя Аня какие бомбы где Германия и где мы эти мерзавцы опять выдумывают всякие небылицы чтобы пугать народ вот всюду исключительной строгости насчет светомаскировки когда нет тревоги светом пользоваться можно но только при очень плотно зашторенных окнах специальные дружинники ходят вдоль домов следя чтобы ни малейший лучик света не просочился наружу говорят что милиционеры видя свет тут же стреляют по окнам в разных частях города появились грузовики с установленными на них зенитными батареями мощными прожекторами и звукоуловителями похожими на огромные граммофоны чуть ли не на следующую ночь загудели сирены и знакомый голос диктора объявил воздушную тревогу теперь не учебную мы с бабушкой были отправлены в бомбоубежище а остальные члены семьи укрылись в щелях бомбоубежище подвал соседнего дома там куча мала старики старухи дети инвалиды все как и раньше пришли с одеялами и подушками а иные с прочим скарбом тесно шумно и весело насколько я помню никаких звуков снаружи слышно не было поэтому дальнейшее произошло неожиданно сначала погас свет потом секунда тишины и оглушительный взрыв от которого пол под ногами закачался и с потолка что-то посыпалось кто-то громко закричал заплакали маленькие дети я услышал тревожный голос бабушки Вова Вова где ты наконец-то она нашарила меня в темноте прижала к себе стала успокаивать не бойся не бойся нас не убьют я вовсе не боялся я даже и не думал что меня можно убить побить да но убить меня да разве это возможно как ни странно тревога кончилась скоро и нас стали по очереди выводить из бомбоубежища кто-то освещал синим фонариком выщербленной ступень и сверкающий свой сапог на улице было достаточно светло потому что стояла полная луна и на запоростале опять выливали шлак дома нас ждал сюрприз все окна в нашей квартире были выбиты стекла разлетелись по всему полу и багровое зарево отражалось кусками ну вот я же говорила что эти бумажки ни от чего не спасут сказала тетя Аня хотя раньше она кажется говорила что-то другое вернулся откуда-то дядя Костя и сказал что света во всем поселке нет и сегодня не будет потому что бомба перебила высоковольтную линию а кроме того она попала в детский сад и там убила сторожа и собаку детей там слава богу не было кое-как сгребли стекло в угол легли спать утром я проснулся от того что меня кто-то тряс за плечо я открыл глаза и увидел военного который говорил мне вова вставай я решил что он мне приснился и попытался от него отвернуться чтобы сменить этот сон на другой но военный был настойчив я в конце концов пришел в себя и увидел что это мой папа вова сказал он мы с тобой расстаемся и может быть надолго я ухожу на войну и тут я понял что война не такая уж веселая штука как казалось недавно я прижался к отцу и сказал папа не уходи не надо я не хочу больше жить без тебя я уткнулся лбом в пряжку его ремня и заплакал как овдовела Аглая Ревкина в среду 29 октября 1941 года немцы вплотную подошли к Долгову и от окраины были слышны уже пулеметные очереди сержант НКВД Свинцов только что вывез Чонкина из тюрьмы откуда же своим ходом вышел бывший секретарь райкома Ревкин в стоптанных солдатских бутцах без шнурков и в синем ватнике надетым на голое тело без пуговиц но под поясанным шпагатом его никто не задерживал поскольку и охрана и администрация были уже в бегах Ревкин шел не один он вел на веревке зорьку корову начальника тюрьмы Курятникова с которой последние дни опять сидел вместе в одной камере чем очень пользовался отсасывая у нее молоко а она питала к нему определенную нежность очевидно считая его теленком ревкин десятка два перевязанных шпагатом газетных свертков каждый размером в буханку хлеба тракторный аккумулятор два телефонных полевых аппарата катушка с кабелем и другая катушка с кабелем потолще ревкин ну аглая не удивилась и не обрадовалась даже не поздоровалась ажуя папиросу спросила ты куда туда сказал ревкин и показал подбородком вперед брось корову пойдем со мной приказала аглая и он ей немедленно подчинился ему было все равно куда идти и что делать теперь они толкали тележку вдвоем корова не зная куда податься плелась за ними и волочила в пыли веревку пока из своей избы не выскочила худосочная старушенция которая сообразив что корова как бы ничья не перехватила ее и не утащила к себе аглая по дороге объяснила Андрею Еремеевичу что есть приказ перешедшего в подполье обкома немедленно взорвать долговскую электростанцию газетной свертки это динамит два присланных с динамитом минера сбежали но перед тем как сбежать успели объяснить аглая как из этих кусков сложить адскую машину и как ее привести в действие через несколько минут они вкатили тележку на территорию электростанции не работающей и не охраняемой аккумулятор вынесли в проходную там же оставили один телефон с остальным разматывая телефонный кабель доехали до главного узла стоп сказала аглая бери динамит пошли да осторожнее это ж тебе не это в генераторном зале было тихо холодно пахло сыростью и машинным маслом ничто не работало и стрелки всех приборов стояли на нулевых отметках пока Ревкин перетаскивал свертки аглая втащила вовнутрь второй телефон и вкатила катушку с толстым кабелем от которого сразу отмотала большой кусок еще моток тонкого провода положила рядом затем взяла два динамитных свертка и полезла на карачках под кожух главного генератора когда она таким же манером вылезла обратно юбка ее зацепившись за какой-то болт завернулась открыв ее тощий зад сморщенных рейтузах салатного цвета при виде чего у ревкина возникло желание с которым он не сумел справиться и дал ей сильного пинка потерявший при этом ботинок аглая упала на живот и тут же быстро выползла наружу вскочила на ноги и возрелась на мужа с немалым удивлением он поднявший ботинок стоял перед ней улыбаясь ты что спросила она тихо лук ел или так он не отвечал лишь улыбался блаженно дурак сказала она почесывая зад разве можно такие шутки я с динамитом он был вроде не при своих и она спросила понимает ли он где находится и может ли выполнять то что она собирается ему поручить он кивнул как будто осмысленно и она объяснила куда заложить оставшиеся заряды как соединить их тонким проводом и как тонкий провод примотать к концам кабеля я буду ждать за проходной сказала она когда все будет закончено позвони мне по этому телефону и сразу же уходи ровно через две минуты она достала из кожанки мужские карманные часы я замыкаю концы встретимся на площади павших борцов у могилы миляги ты меня понял да да все понял кивнул ревкин глядя на часы которые он помнил были ему вручены в 1939 году в москве на всесоюзной сельскохозяйственной выставке за успехи в деле электрификации колхозного села то есть вот за эту самую электростанцию ну ладно она положила часы в карман еще раз пытливо взглянула на мужа и разматывая кабель покатила катушку в сторону проходной кабинет начальника охраны электростанции представлял собой просторное помещение с окнами на три стороны а стены между окнами были украшены плакатами диаграммами и двумя портретами Сталин раскуривающий трубку и Ленин склонившийся над планом Гойлро письменный стол начальника был пуст не считая стоявших на нем мраморной чернильницей с высохшими чернилами и электрической плитки с большим частично облупленным эмалированным чайником Аглая поставила рядом с плиткой аккумулятор и один конец кабеля подсоединила к плюсовой клемме а другой отогнула подальше от клеммы минус в чайнике была вода еще без признаков задхлости Аглая вспомнила что у нее лежат в кармане два засохших пряника выходя из дому захватила и подумала что как раз самое время попить хотя бы кипятку включила плитку и стала ждать когда накалится спираль но спираль не накалялась и Аглая вспомнив что накаляться ей не отчего принялась растапливать железную печку откуда издалека доносились слабые звуки стрельбы стрельбы из пулеметов и мелких орудий которые мешались с потрескиванием дровишек в печи и не внушали ни малейшего чувства опасности стрельба велась на северо-западной окраине города велась только немцами и велась просто так для острастки тех кто попытался бы оказать сопротивление сопротивление никто не оказывал тем не менее немцы продвигались с предельной осторожностью но с пути не сбивались видимо хорошо изучили город по карте так хорошо что танки войдя в город сразу перестроились в две колонны и одна из них направилась к райкому а другая в тюрьму где находился по предположению пленник большевистского режима князь Голицын а для менее важных объектов танков не хватило и к электростанции была направлена мотострелковая рота под командованием оберлейтенанта Зигфрида Шульца который по совпадению обстоятельств был в доармейской жизни дипломированным электротехникам и теперь имел поручение овладев станцией посмотреть нельзя ли ее немедленно запустить Аглая нашла в помещении проходной не только железный питьевой ковшик но еще в ящике стола пол пачки чая и кусок халвы пропитанной маслом серой бумаги устроив себе царское чаепитие она смотрела в окно на пыльную улицу где лежала под забором привязанная к нему коза и копошились куры никак не озабоченные отдаленной стрельбой ей пришла в голову глупая мысль что вот этим курам наверное все равно какая здесь власть советская русская или немецкая придут люди из другой страны в другой форме установят здесь иные порядки водрузят другие флаги сменят портреты возведут виселицы для коммунистов а куры будут также рыться в мусоре нести яйца и бестолково кудахтать ей вдруг овладела такая ненависть к этим безмозглым птицам что будь у нее пулемет она бы их всех тут же немедленно порешила впрочем это чувство как пришло так и ушло какая бы Аглая ни была но даже она поняла что ненавидеть столь безвинных тварей смешно и глупо Аглая извлекла из кармана часы с тех пор как она оставила мужа у главного генератора прошло 40 минут а он не подавал никаких знаков звуки стрельбы стали реже но ближе в прежние времена Аглая в мужа ни на секунду не усомнилась но теперь немного забеспокоилась повредившись в уме что он там делает и делает ли что нибудь Аглая покрутила ручку телефонного аппарата никто не отозвался она стала свертывать самокрутку и заметила что руки у нее сильно дрожат махорка рассыпается и слепить цигарку не удается в конце улицы поднялось облако пыли застрекотало и стало быстро приближаться к электростанции куры бросились на утек а привязанная к забору коза даже не пошевелилась словно понимая свою обреченность уже на подходе к станции из облака вырисовались катившие колонны по два тяжелые мотоциклы и на каждом по три мотоциклиста в запыленных кожаных куртках в очках и с черными от пыли лицами похожие на нечистую силу которую ничто и никак остановить не может как только проехали распахнутые настиж ворота передний правый мотоцикл отрулив в сторону остановился и двое из выскочивших из него пассажиров направили на проходную короткие автоматы а третий высокий стал махать рукой поторапливая остальных объезжавших на территорию станции и тут на столе перед Аглаей слабо и мирно задребезжал телефон все все сделал донес до Аглая голос ее мужа Андрея Еремеевича Ревкина все заряды заложил как я тебе говорила в правой руке Аглая держала недоеденный пряник а в левую руку взяла конец кабеля пока еще не соединенный с аккумулятором все заложил подтвердил Ревкин последний мотоцикл тоже остановился въехав в ворота три человека его экипажа подошли к прибывшим ранее и все шестеро с черными лицами как у негров направились к проходной Высокий идя первым стянул себя очки и фуражку и оказался не негром а соломенного цвета блондина это и был Зигфрид Шульц и провода подключил все еще уточняла Аглая удивляясь сама что приближение врагов не вызывает в ней страха да да сделал все как ты сказала между тем немцы громко стуча сапогами поднимались уже на крыльцо и оберлейтенант Зигфрид Шульц взялся за ручку двери Родина тебя не забудет крикнула Аглая в телефонную трубку и приложила свободный конец к клемме минус сначала все было словно в немом кино крыша станции разломилась и кусками взметнулась ввысь на гребне ставшего столбом пламени а выше всех кусков радостно кувыркаясь в дыму летела к небу пустая железная бочка бочка еще не успела достигнуть наивысшей точки как неимоверная сила наклонила деревья сорвалась петель половину железных ворот сдула с крыльца поднимавшихся на него немцев при этом Зигфрид Шульц был оторван от двери вместе с ручкой в которую он мертв вцепился отброшен в сторону ударен головой от дерева отчего немедленно умер Аглая повалилась под стол и осколки стекла влетели в комнату словно выстреленные из пушки так Аглая стала вдовой так же впрочем как и Зибилла Шульц урожденная Баумгартнер которая ныне проживает в доме для престарелых в поселке Планник под Мюнхеном Элизабарская Прошлогодний снег В истории моих отношений с Егором есть один момент который мне описывать особенно трудно но опустить нельзя это его диссидентская эпопея Волна подписанства началась в 66 году с письма группы писателей в защиту Синявского и Даниэля потом к писателям подключились физики химики и лица прочих профессий а список защищаемых соответственно возрастал Егор в то время был уже заведующим лабораторией и должностью этой дорожил не только из-за зарплаты и спецбуфета но и потому что она давала возможность проводить любые угодные ему эксперименты он был и членом КПСС куда вступил в интересах своего дела он занимал в науке столь заметное место что наши правозащитники естественно хотели его вовлечь в свою деятельность им нужны были громкие имена в защиту Синявского и Даниэля Егор тоже какое-то письмо подписал но затем был вызван к президенту академии что ему там сказали он мне не говорил но с тех пор от участия в подписанстве долго уклонялся к нему приходили разные люди в потертых штанах и с тяжелыми портфелями приглашали к гражданской активности уличали в равнодушии к общественным проблемам и упрекали вне сострадания к жертвам режима он решительно и твердо отвергал всякие попытки вовлечь его в дело далекая от его интереса утверждал что он ученый желает заниматься наукой в которой он был близок к великому открытию из области черных дыр когда одна юная диссидентка напомнила ему что Сахаров тоже ученый он вспыхнул и сказал Сахаров уже сделал свою бомбу а я еще нет пытаясь сохранить в себе состояние спокойствия в котором только и можно заниматься наукой он старательно ограждал себя от всяких побочных переживаний не читал газеты не слушал радио уклонялся от разговоров о политике но я видела что это давалось ему чем дальше тем труднее он становился замкнутым раздражительным и будь я более проницательная я бы поняла что оболочка которую он себя как бы окутал и защитил довольно тонка и так или иначе скоро порвется но я в события особенно не вникала потому что к той поре как раз забеременела и вслушивалась в себя мне очень хотелось ребенка и ему тоже он хотел мальчика а я над ним смеялась говоря что он в прямом переводе с английского мужская шовинистическая свинья он переспрашивал как как и соглашался на девочку и тут как раз разразился скандал этот с его машинисткой которую КГБ прихватил на печатание сам издата Егора вызвали в портком там там сидели зам директора института по кадрам и инструктор отдела науки ЦК Егору было предложено машинистку немедленно уволить Егор спросил за что ему сказали за то что печатала сам издат он спросил где она это делала и на какой машинке ему сказали что это не важно он настоял и они уточнили что она печатала дома и на собственной машинке которая теперь у нее изъята в таком случае сказал Егор меня это не касается как это не касается спросили его вы понимаете что она делала меня возразил он как руководителя лаборатории интересует что мои сотрудники делают в рабочее время и совершенно не интересуют что они делают после вы напомнили ему не руководитель лаборатории а прежде всего коммунист тут он совершенно взбеленился и сказал что он коммунист такой же липовый как и все остальные а если бы был честным и принципиальным человеком то должен был бы из этой разложившейся и деградировавшей шараги выйти и такое наговорил про партию про номенклатурные привилегии про чехословакию про преследование инакомыслящих и еще что-то в этом духе что заседание порткома было тут же прекращено на другой день впрочем секретарь порткома пригласил его прогуляться по институтскому дворику где сказал что по старым нормам Егор наговорил лет примерно на 10 ну это конечно шутка только шутка сейчас не старые времена и прежние методы мы осуждаем и кроме того мы очень ценим твой вклад в науку и твой международный авторитет и вообще ты хороший парень ну хорошо что-то ты ляпнул правда зря при этом из ЦК очень злобная личность несостоявшийся физик неудачник а неудачники они и сам знаешь но все равно в конце концов это дело как-то за мнем но с машинисткой это дело все равно решенное да и к тому же она ты же наш русский да а она сам понимаешь Егор тогда вернулся домой в ужасе напился что с ним бывало редко сказал что все его карьера кончена из партии он немедленно выйдет и искал партбилет чтобы и взорвать и спустить в унитаз но я его вовремя спрятала я Егора хорошо понимала и понимала что машинистку он никак не может уволить и ни в коем случае в эту сторону его не толкало но я просила его все-таки остыть подумать уклониться от прямого конфликта с начальством особенно с партийными инстанциями поступить дипломатически поискать зацепку в кзоте выписать себе срочную командировку заболеть наконец но он неожиданно уперся и сказал нет он не уволит ее принципиально ну и как водится вскоре речь пошла уже не о машинистке а о нем самом что он наговорил много лишнего и надо взять свои слова обратно покаяться сказать что излишне погорячился что был пьяный и немного не в своем уме он стал упираться его стали таскать к начальству уговаривать льстить соблазнять поездкой на какой-то престижный международный симпозиум намекать на сложность международного положения стращая цитировать горького если враг не сдается его уничтожают и конечно напоминать о семье молодой жене о том кстати что жена беременна я тогда удивилась откуда им это известно мы на весь мир не трубили но потом поняла что гибисты уже побывали в женской консультации и в мою историю болезни вникли ну короче потом было все исключение из партии понижение в должности и в конце концов увольнение по сокращению штатов но он уже отступить не мог и пошел на полный конфликт с государством начав сразу круто с открытого письма Брежневу которого назвал узурпатором и невеждой вот тогда его первый раз вызвали в КГБ и предупредили что если не остановится будет посажен он не остановился и создал организацию которую назвал общественный трибунал по расследованию злодеяний КПСС не больше не меньше до этого момента я его более или менее поддерживала но тут я поняла что теперь если он не остановится на этом его в самом деле посадят я ему сказала об этом он сказал очень хорошо посадят значит мне удалось привлечь внимание всего мира я сказала конечно внимание мира ты привлечешь но что будет с твоей женой и с твоим ребенком ты хочешь чтобы он рос не зная отца насчет меня он промолчал а ребенке сказал ничего зато когда вырастет будет знать и гордиться что его отец был честным и мужественным человеком у нас был очень трудный разговор я ему сказала что понимала его пока видела что он поступает так или сяк потому что не может промолчать но теперь он превратился в профессионального революционера которого рано или поздно посадят и я молодая женщина стану вдовой при живом муже а ребенок сиротой он то жалел меня и обнимал то корил упрекая вмещанстве и равнодушие к судьбе отечества и народа на другой день я пошла и сделала аборт очень неудачный после которого я уже никогда не могла иметь детей а он узнав об аборте меня бросил и ушел к той самой машинистке из-за которой все и началось чем можем тем поможем чем ближе были немцы тем больше по городу ходило разных слухов о поимке шпионов лазутчиков и диверсантов кто-то пытался взорвать доминую печь какой-то враг через печную трубу светил фонариком подавая немецким самолетам сигналы куда именно надо бросать бомбы но светил видимо плохо потому что бомбы падали каждый раз не туда и за все время даже в такую большую цель как плотина Днепрогес не попали ни разу тем не менее налеты происходили каждую ночь в одно и то же время сначала мы ложились спать как обычно но потом увидели что бесполезно только начинаешь засыпать как завыли заголосили сирены и надо собираться тащить узлы и в подвал а некоторые туда заранее перебирались захватить уголок получше а там уже все знакомые наша соседка по площадке старушка по имени Гарпина Ивановна другая старуха которую все зовут просто Андреевна еще какие-то женщины помоложе много детей от грудных до подростков и еще два инвалида у одного правая нога деревянная а у другого левая фамилия инвалидов Тимошенко и Чушкин говорят что Тимошенко дядя знаменитого маршала Тимошенко а чей дядя Чушкин я не знаю знаю только что они очень дружат между собой и часто гуляют вдоль дома идут сначала в одну сторону потом поворачивают и ковыляют в другую и когда они идут в одну сторону у них обе деревянные ноги снаружи а когда повернут обе деревяшки внутри и в одну сторону приникают плечом друг к другу а в другую сторону при каждом шаге друг от друга отталкиваются сейчас Гарпина Ивановна сидит на принесенной собой табуретке рядом с ней на каком-то ящике устроился Тимошенко на другой ящик положил деревянную ногу и она торчит как небольшая старинная пушка Чушкин лежит на полу подстелив под бок телогрейку а под голову узел с пожитками Гарпина Ивановна заплетая шестилетней внучке Дусе косичку собрала вокруг себя слушателей Гарпина Ивановна шо ночью шо ночью сев на землю там отой немецкий літак увесь у крестах і у этих у головастіках у чом ну у этих у головастіках яких вони на кредлах малюють а ви имеете ввиду свастику ага ага согласилась соседка а из літака вийшов значит их ну как бы то сказать охрицер сам таки гарный хлопец блондин але весь у черном и тоже отая хвастіка на рукави и пішов по хатам записывайте людей до списку кто бажает служить у немецкой армії ну а там же вы знаете там же немцы живут колонисты ну они зрозуміло все тут же позаписывались а как же ну и літак поднявся в поветря и летел а другим ранком приезжает значит колона наших трехтонок та МК а из МК на этот раз виходить кто ага а тот же самый летчик но уже не в немецкой форме а в НКВД и обратно по списку ж всех викликают и в машины и отвезли их до червоного яру и там усих расстреляли ну и правильно сделали сказал Тимошенко как это так возражает Чушкин как это отвезли и расстреляли без суда а зачем суд говорит Тимошенко законы военного времени а хоть какое не время у нас без суда не расстреливают мы не фашисты ему никто не возражает кроме толстого грудного ребенка который на руках у матери начинает вопить и дрыгать ногами Чушкин подождал и говорит а я вот слышал совсем другое вчера возле коксохимического завода бомба упала но не взорвалась ну значит оказалась бракованная решил Тимошенко а вот и не бракованная торжествующе говорит Чушкин а как раз даже слишком нормальная когда саперы приехали бомбу то разобрали а в ней за место взрывчатки песок и записка чем можем тем поможем это вот и есть наглядное проявление солидарности немецкого пролетариата с нашим рабочим классом эти мерзавцы я давно заметил что на свете существуют какие-то люди которые моей тете чем-то очень не нравятся и одного из них она называет калмык проклятый другого этот рябой а все остальные из той же компании эти мерзавцы и эти негодяи которые не дают людям жить эти мерзавцы хвастались что войны никогда не будет а если будет то только на вражеской территории и исключительно малой кровью да и то не своей когда тетя Аня говорит об этих мерзавцах тядя Костя делает страшные глаза и прижимает палец к губам из чего можно заключить что эти мерзавцы где-то совсем рядом и могут подслушать но тетя не унималась она сердилась на этих мерзавцев что они прошляпили начало войны дают возможность вражеским самолетам прилетать к нам а тут еще новая беда эти мерзавцы приказали всем имеющим радиоприемники сдать их на временное хранение до конца войны тетя Аня свой приемник очень любила на время говорят на время мерзавцы они если отнимают что-то на время то этого не получишь уже никогда прибежала ехать как заключенные сидя в несколько рядов и лицом назад лица тоже невеселые и смотрят в сторону кажется им стыдно что они отступают некоторые перебинтованы во многих ветровых стеклах пробоины от пуль видишь сказал мне Витя — Большинство дырок с левой стороны. Понимаешь, что это значит? — Я понимал. Дырка с левой стороны означала, что недавно этой машиной управлял другой человек. Вернувшись, мы застали в доме переполох. Дядя Костя в углу комнаты уминал коленями и пытался стянуть веревкой узел из серого одеяла. Сева, стоя на табуретке, снимал с полки какие-то книги, бегло просматривал или совсем не просматривал и кидал на пол. — Где вы шляетесь? — накинулась на нас тетя Аня. — Ну разве можно уходить надолго в такое ужасное время? Давайте, собирайтесь. — Куда? — спросил Витя. — Ты разве не понимаешь, куда? — Ах, вы проклятая! — сказала она в сердцах, видимо, обращаясь все к тем же неведомым мне мерзавцам. — Вы же нам обещали. Чужой земли не пяди, но и своей вершка не отдадим. Обещали бить врага только на его территории. Вот она и будет, его территория. — Успокоившись, сказала Витя. — Уезжаем мы, сынок. Бежим вдогонку за несокрушимой и победоносной нашей армией. — Хотя, едва ли догоним. — И напрасно бежим, — сказала бабушка. — Немцы очень культурная нация. У нас в Новозыпкове в восемнадцатом году на постое стоял немецкий офицер Герд Шиллер. Он был очень тихий и воспитанный человек. — Да-да, а теперь, — говорят, — сказал дядя Костя, — немцы зверствуют. А в деревнях жители загоняют в хаты и сжигают живьем. Всех евреев убивают. Всех-всех, включая детей. — Неужели ты веришь этим глупостям? — спросила тетя Аня. — Ну почему же глупостям, Нюся? В газетах пишут. — О, Боже! — воздела руки тетя Аня. — Святая простота. Как будто ты сам не знаешь, что пишут в газетах эти мерзавцы. Как будто ты сам не работаешь в такой же газете. — Нюся, ну прошу тебя, потише, — сказал испуганно дядя Костя. — Ты же знаешь, что у наших стен есть уши. Я подумал, что дядя Костя говорит какую-то чепуху. И никогда еще не видел никаких стен с ушами. — А куда мы едем? — спросил я у тети Ани. — В эвакуацию. — Я не знал, что такое эвакуация. И решил, что это такой город. Эвакуация. — Ну что ж, мне было не привыкать путешествовать. Я уже ехал из Сталинобада в Ленинобад. Из Ленинобада в Запорожье. А теперь вот из Запорожья в эвакуацию. Это была наша последняя ночь в Запорожье. И последняя бомбежка. Почему-то в этот раз нас с бабушкой отправили не в бомбоубежище, а в щель, где мне понравилось гораздо больше. А еще больше не в самой щели, а вне ее. Почему-то во время налета мы с Витей оказались снаружи. И я увидел необычайно красивое зрелище. Была ясная ночь. Шлак на Запорожьстале еще не выливали, и звезды светили ярко и крупно. Где-то в невидимой вышине ровно, мощно и злобно гудели самолеты. На земле хлопали зенитки. По всему небу шатались, перекрещивались, сходились в одной точке, и расходились белые дымящиеся лучи прожекторов. Летели разноцветным пунктиром трассирующие снаряды. И совсем недалеко, часто и коротко стучал пулемет. Мы вернулись домой при первых знаках рассвета. Я чувствовал себя счастливым от того, что провел эту тревогу вместе со взрослыми. И у меня было такое ощущение, будто сам побывал на войне, которая мне в этот раз понравилась. Я лег, и мне снились прожектора, трассирующие снаряды и белые стены с большими человеческими розовыми ушами. Эти уши принадлежали стенам. И в то же время это были мои уши. Я ими слышал. Слышал ими странный в полголоса разговор, происходивший где-то в коридоре между тетей Аней и дядей Костей. Нюся, говорил дядя Костя. Но в конце концов, если ты не хочешь, мы можем никуда не ехать. Может быть, ты права? Немцы культурные люди, они нам ничего не сделают. Зачем мы им нужны? Мы же не коммунисты. А Вова? Спросила тетя Аня. Я даже во сне удивился и затаил дыхание. Что Вова? Может быть, я коммунист? Но сам об этом не знаю. Бабушка говорила, что собак в партию не принимают. А детей? Может быть, принимают? Может быть, и меня приняли? А я даже и не знал. Ну что Вова? Сказал дядя Костя, словно повторив мой вопрос. Вова твой племянник, а ты русская. Я-то русская. А Роза еврейка. И если они это узнают... Ну, Нюся, ну ты же сама говоришь, что газетам нашим верить нельзя. Газетам верить нельзя. А глазам и ушам можно. Я по радио слышала несколько речей Гитлера. Я почти ничего не разобрала, но поняла, что он такой же мерзавец и фанатик, как этот трябуй. Тише, 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 зашипел дядя Костя. И тут же заговорил громко. Ну что ж, раз решили, значит решили. Значит, надо поторопиться со сборами. Эвакуация. Из впечатлений от эвакуации в памяти остались товарные вагоны с железными засовами и надписями. Восемь лошадей. Сорок человек. Бомбежка на станции мокрая. Две женщины, спрашивавшие меня, не мой ли папа написал книгу «Овод». Я ответил «Не знаю». Они спросили его имя отчества. Переглянулись, подумали. Одна сказала «Да, кажется, он». Поезд останавливался неожиданно и трогался без расписания. Поэтому люди вагоны старались не покидать. И пассажирам мужского пола, взрослым и мальчикам, малую нужду разрешалось справлять на ходу в открытую дверь. Что они и делали с ощущением своего превосходства над попутчицами. Не очень удачно для такого рода удовольствий устроенными. А в большой нужде было полное равенство. Во время остановок в степи женщины и мужчины, не решаясь отстать от поезда, высаживались вдоль него в ряд, не испытывая, кажется, ни малейшей стыдливости. Которая, впрочем, тут же возвращалась, как только складывалась для нее подходящая обстановка. На станциях, где меняли паровоз, а это гарантия, что поезд неожиданно не уйдет, люди бежали к уборным. И выстраивали. Женщины длинный хвост, а мужчины короткий. В Тихорецке в мужскую уборную ворвалась рыжая женщина и торопливо, взметнув юбку, села над дыркой между мужчинами. Мужчины тихо смущенно и злобно зашипели. «Вы что, разве не видите, куда залетели?» «Ничего», — сказала женщина. «После войны разберемся». «А пока не кончилось, мне в штаны, что ли, срать?» На привокзальной площади Ставрополя, тогда, в Ворошиловск, было трехдневное сидение на узлах среди тысяч других здесь сгруженных семей. А потом трехдневный путь через степь на валах. Степь да степь кругом. Мое поколение, вероятно, последнее в истории человечества, из которого кое-кому лично известно, что значит степь да степь кругом путь далек лежит. Бескрайнее пространство. Ни деревьев, ни кустов, ни выпуклостей, ни впадин. Только полынь, бурьян, ковыль и волнистая линия, уходящая к горизонту дороги. Передвижение в такой степи на валовье упряжке, я думаю, сравнимо только с пересечением на древней посудине океана. Наш обоз состоял из трех просторных, запряженных валами арб, у которых нижняя часть имела вид сколоченного из досок и усланного соломой корыта, а верхняя – длинные жерди. В первой и второй арбе ехали эвакуированные, в третьей была бочка с водой и мешки с провиантом. Ехали медленно, нарушая степную тишину тихими разговорами, скрипом несмазанных осей и бряканьем привязанных сзади ведер. На нашей арбе слишком много места занимали два больших фанерных чемодана лягушечьего цвета, принадлежавшие двум женщинам, матери и дочери, по фамилии Слепенькие. Имя матери осталось за пределами моей памяти, а ее беременную дочь звали Нарева, что означало «надежда революции». Нарева с печальным и безучастным ко всему выражением полулежала в углу арбы, держа живот растопыренными пальцами, словно боялась, что он улетит. На первой арбе ехал страдавший от жары старик Франченко, абсолютно лысое темя, которого было оторочено густым черным мехом на затылке и за ушами. Франченко задыхался, стонал и скреб ногтями свою раскрытую волосатую, седую, а не черную, грудь. А его жена, аккуратная худая старушка с косой вокруг головы, обвивала его веером или прикладывала к лысине мокрый платок. Первой упряжкой и задней управляли погонщики мужского пола. Пожилой, с вислыми усами, в самодельном соломенном подобии шляпы, Микола Гаврилович. И просто Микола, подросток лет 16. Босой, в коротковатых штанах, в дырявой майке и в кепке восьмиклинке с маленьким козырьком. Наших волов погоняла Маруся, молчаливая девушка лет 18, в пестром сарафане, круглолицая, с толстыми загорелыми босыми ногами. Время от времени она постукивала по костлявым воловьям бокам длины хворостиной, покрикивая в полголоса «Цоп-цабе!» Порой соскакивала на землю и шла рядом с волами. В середине дня обоз останавливался для отдыха и кормежки, а вечером и для ночевки. Днем ели хлеб с салом и запивали теплой водой с запахом и привкусом бочки. Во время остановок волов распорягали, поили, кормили отрубями, перемешанными с соломой, после чего они сытые либо стояли на одном месте, либо ложились и дремали, не обращая внимания на жару и обсевших их мух. Обедая, мы старались расположиться так, чтобы, если прилечь, досталось хоть немного падающей от арбы скудной тени. Все переносили жару терпеливо, кроме Франченко. Он сидел под первой арбой, еду никакую не брал, мотал головой, широко открывал рот и стонал. «Ой, умираю!» Жена его стояла рядом с ним на коленях, макала свой платок в миску с водой, прикладывала к его лысине и обтирала грудь. Микола-младший, заигрывая с Маруся, передразнивал Франченко, закатывал глаза и, как бы шепотом, но, надеясь, что другие услышат, стонал. «Ой, умираю!» «Ой, умираю!» Маруся дело насердилась. «От уж дурый некий!» Но, не сдержавшись, прыскала в кулачок. К вечеру мы достигали какой-нибудь прошлогодней эскирды соломы. Это было что-то вроде степного оазиса. Тут наступала передышка от дороги из Ноя. Валы распрягались, оба Миколы, старший и младший, расположившись в стороне эскирды, посылали пассажиров таскать солому, а сами тут же выкапывали небольшую ямку, перекрывали ее двумя закопченными железными прутьями, на них ставили большой казан, и в нем варили фасолевый суп, постоянно подкармливая огонь пучками соломы. Суп был с тем же салом, которое я потом большие куски отдавал дяде Косте, а маленькие с отвращением выплевывал. От вареного сала меня тошнило. Фасоль я терпел, а вот разламываемые на куски круглые пышные поляницы мне очень понравились. Мне всегда было неприятно, но любопытно смотреть, как люди едят. Следил я и за тем, как это делал Микола Гаврилович. Он доставал из-за сапога оловянную ложку, несколько раз плевал в нее, потом вытирал окрай своей выпущенной наружу серой рубахи. Ел медленно, часто вытирая усы и о чем-то задумываясь. Если попадался ему большой кусок сала, он его вынимал из ложки двумя кривыми грязными пальцами и, запрокинув назад голову, ронял себе в рот и заглатывал, не жуя. На вопросы отвечал не сразу и не многословно. Наши взрослые его спрашивали, долго ли еще осталось ехать и что есть там, куда мы едем, колхозы ли просто крестьяне? Да яки же у нас просто християне, отвечал Микола Гаврилович, подумал. У нас така же радянская влада, яки у вас, и колгоспы таки ж сами. «А вы, значит, украинцы?» спросила его моя бабушка. Он подумал и покачал головой. «Не, мы хохлы». «Как это можно?» сказала бабушка. «Хохлы — это оскорбительная кличка. И вообще такой национальности нет. Вы не хохлы, а украинцы». Микола Гаврилович посмотрел на бабушку удивленно, переглянулся с молодым Миколой, подумал, как следует, и повторил. «Ни, мы хохлы». Бабушка интересовалась, хорошо ли здесь живут люди. Микола Гаврилович отвечал рассудительно. «А что же нам глядь?» После ужина Микола Младший уходил в степь и с локостью кота ловил там полевых мышей, которыми, держа их за хвост, пугал Марусю. Скирды были для волов дополнительной пищей, а для нас роскошной постелью. В них мы располагались на ночь, зарывшись по горло в солому. Красное солнце быстро опускалось за горизонт, степь серела, чернела, становилась загадочной, суровой и величественной. На фоне этого величия как-то несерьезно вели себя мыши, которые шуршали соломой и попискивали где-то внизу. Я лежал в Скирде рядом с Витей. Мы смотрели на звезды, такие крупные, каких в Запорожье видеть не доводилось. Витя был большой знаток астрономии. Он мне показывал, где Марс, где Венера, где какая Медведица и где Полярная Звезда. В первое утро я проснулся от крика. Где-то на другом краю Скирды кричала женщина. Потом раздался детский писк. Потом появилась моя бабушка и сказала, что Нарева родила мальчика. Потом Нарева ехала в том же углу Орбы и кормила ребенка большой бедой. бледной грудью. На другое утро опять раздались крики. Оказалось, ночью во сне спокойно, без всяких стонов, умер старик Франченко. Покричав и поохав, взрослые уложили покойника на Орбу и накрыли его простыней. по дороге. я поглядывал то в угол нашей Орбы, где Нарева непрестанно совала ребенку свою полную грудь, то на Орбу перед нами. Там старуха Франченко, сидя рядом с трупом, время от времени приоткрывала простыню, словно проверяя, не воскресли ее муж. И, убедившись, что этого не случилось, опускала простыню, отворачивалась и смотрела вдаль сухими глазами. К вечеру третьего дня наш обоз медленно втянулся в небольшое селение, которое по-русски называлось бы деревней, а по-здешнему хутором. Жизнь сразу же обросла многими новыми признаками устроенного быта. Пахло лошадьми, навозом, свежим молоком, приторным тизячным дымом, лаяли собаки, мычали коровы, гоготали гуси, и местные жители вылезали из своих мазанок, чтобы посмотреть на завезенных к ним чужаков. Остановившись посреди хутора, мы были тут же обступлены местными жителями, которым Микола Гаврилович с досадой сказал, «Ну, шо вы сбежалися? Че вы же дивны бачили, тишо?» Жидамы, как я впоследствии понял, назывались здесь все городские люди, в отличие от местных хохлов. ЦОПЦАБЕ Живя на хуторе Северо-Восточный, я ходил в школу во второй класс на хутор Юго-Западный, в семи километрах от нашего хутора. Он был для нас вроде столицей. Там и школа, и почта, и правление колхоза, а у нас ничего. Вернее, я туда не ходил, а ездил вместе с другими на валах, которых нам, школьникам, выделил колхоз. Волов запрягали в просторную квадратную двуколку, и занимались этим старшие школьники, то есть четвероклассники. Двое из них, Тарас и Дмитро, просидев в разных классах не по одному году, были уже люди вполне солидного возраста. Утром мы собирались возле Воловни. Тарас или Дмитро или оба вместе запрягали животных, мы забирались в повозку и ЦОП-ЦАБЭ отправлялись в долгий и скучный путь. Утром туда, а после обеда обратно. И все было бы хорошо, если бы не... Но начну, впрочем, издалека. Не знаю, как в других местах, а вот на Украине и на юге России валы издавна были одними из самых распространенных и надежных видов транспорта. В тех краях, куда занесла нас эвакуация, валы были незаменимой тягловой силой. Ну, конечно, колхозное и иное начальство, начиная от бригадира Пупика, ездила на лошадях. Но если надо было пахать или возить что-то очень тяжелое, если куда-то снаряжался обоз, санный или колесный, то обычно запрягали валов. Вот типичная картина для тех мест. Два вола, вытягивая шеи, тянут арбу со стогом сена или соломы высотой с двухэтажный дом. Рядом идет погонщик, беззлобно постукивая по спинам и повторяя одно и то же. ЦОПЦАБЭ! Есть такое выражение бессловесная скотина. Это, если в прямом смысле, именно про вола. Вол самое работящее, неприхотливое и безропотное животное. Он ничего от своих хозяев не требует, кроме еды и воды. А больше ему ничего не нужно. Причем кормить вола можно чем попало. Есть сено хорошо, нет, сойдет и солома. Лошадь по сравнению с волом аристократка. На нее надевают сбрую, часто нарядную, со всякими украшениями, побрякушками, колокольчиками. Ее покрывают расписной попоной. Ей дают пахучее сено, клевер, а по возможности и овес. А хороший хозяин ей куском рафинада угостит. Да при этом погладит ей морду, потреплет холку, шею снизу потрет и посмотрит, как она улыбается. А еще лошадь и купают, и чистят, и хвост расчешут, и гриву косичками заплетут, и челку подправят. Как-нибудь похоже обращаться с волом никому и в голову не приходит. но бывает иногда между рог почешут слегка. Ему и это приятно, но смотрит он удивленно. С чего бы такая милость? Вала ничем не балуют и ничем не украшают. Для него есть ярмо, две деревянных колоды, скрепленных железными штырями, занозами. Его к этому ярму надо только подвести, а уж к голову он сам подставит. Даже люди, управляющие лошадьми и валами, по-разному выглядят и называются. Лошадьми в давние времена правили кучера, ямщики в каких-нибудь тоже расшитых камзолах, в расписных рукавицах, в шапках нарядных. Про них слагались песни заунывные, степь да степь кругом, романцы лирические, ямщик не гони лошадей. У валов же никаких кучеров ямщиков нет, у них погонщик в длинном зипуне, стоптанных чоботах, в драном каком-нибудь малахайе и с хворостиной в руке. Сам по себе личность зачуханная и романцами непрославленная. преимущество у вала перед лошадью только одно, его никогда не бьют сильно. Не потому, что жалеют, а потому, что не нужно и бесполезно. Быстро он не побежит, хоть убей, а медленно идет без битья. Поэтому его лишь слегка постукивают палкой по костлявому хребту, давая понять, прямо ли те или куда заворачивать. Наблюдая этой скотины повседневную жизнь, видя ее бесконечную рабскую покорность судьбе и погонщику, трудно и даже невозможно себе представить, что это существо не всегда было таким, что оно было готово к сопротивлению и даже бунту. Ведь валы это и есть те самые непокорные, гордые, самолюбивые доспеси быки, которые на испанских и прочих коридах сражаются до конца, не имея ни малейшего шанса на победу. Превращаясь в валов, быки утрачивают не только какие-то детали своего организма, но и лишаются некоторых свойств характера. и все же даже оскопленные они не сразу покоряются своим угнетателем. Они сопротивляются, они бунтуют, может быть, как никакое другое животное. Бывает это обычно только раз в жизни, именно тогда, когда на вала впервые надевают ярмо. не на одного вала, конечно, а сразу на двух. Их запрягают летом в сани потяжелее, на сани накладывают груз, или садятся для потехи несколько отчаянных мужиков, перед тем для храбрости изрядно принявших. Садятся для того, чтобы увеличить нагрузку. И вот тут-то как раз и применяется не хилая хворостина, а кнут. Или точнее ботух, длинный, туго сплетенный, тяжелый и смоченный водой, чтобы был еще тяжелее. Действуют воспитатели быстро, решительно и жестоко. Подвели валов к саням, надели обманом ярмо, валы сначала теряются, косят друг на друга недоверчивым глазом, топчутся на месте, а потом как задрожат, да как рванут. И вот тут самое время для их учебы, для обламывания рогов. Тут сразу надо протянуть одного батагом и крикнуть ему цоб, протянуть другого с криком цобэ, и повторять это без конца, стараясь удержаться в санях, а это очень непросто. Валы еще полные силы и ярости несут эти сани как легкую таратайку, кидаются из стороны в сторону, сметая, что пудноке попадется или под полос. Тут то их и надо батагом, да покрепче, но без мата, а лишь со словами, чтоб только их и запомнили цоб и цобэ. Эти два слова и никакие другие. Одного изо всей силы вдоль хребта батагом цоб, а другого тем же макаром цобэ. Звереют валы, не хотят терпеть ярма, пытаются его скинуть, мотают головами, шеи выворачивают, швыряют из стороны в сторону сани, несутся во весь опор, готовы растоптать, пропороть рогами все живое и неживое. Кто навстречу попался, тот либо в сторону шарахается, либо на дерево влетает, как кошка. И кажется, сил у них столько, что никогда не успокоятся и никогда не остановятся. Но все-таки и воловья сила знает предел. Уже вот бег замедлился и дыхание шумное и пена изо рта. А рука бьющего еще не устала. В шарах одного с захлестом промежрок цоб, в шарах другого с потягом по хребтине цобэ. И вдруг волы остановились, задергались, задрожали и оба разом рухнули на колени. А пар из ноздрей валит, а пена у губ пузырится, а глаза еще красные, но в них уже не гнев, а покорность. И это все. Учеба закончена. Теперь только дайте валам отдохнуть, а потом подносите ярмо, а уж головы они сами подставят. Бить их больше не надо, не стоят они того, да и бесполезно. Бежать все равно не будут, а шагом потащат столько, сколько осилят. Идут себе тихо, мирно, только покрикивай ЦОБ или ЦБ. Или ЦОБ ЦБ. Это смотря чего вы от них хотите. А между прочим, самого главного я еще и не сказал. Я не сказал того, что ЦОБ и ЦБ это во-первых команды, причем довольно простые. Если говоришь ЦОБ, валы поворачивают налево, ЦБ направо, ЦОБ, ЦОБ идут прямо. Во-вторых, ЦОБ и ЦОБ это не только команда, еще и имена. У всех валов есть только два имени ЦОБ и ЦОБ. Если опять же сравнить с лошадьми, то тех называют обычно как-нибудь ласковые, по-разному. Буран, тюльпан, русалка, сагайдак, пулька, крылатка, весенние. Вот имена из нашей колхозной конюшни. И еще мерин по имени Ворошилов. Так вот у валов никаких таких буранов, русалок и ворошилов их не бывает. У них только или ЦОБ или ЦБ третьего не дано. И к этому пора добавить, что ЦОБ и ЦОБ не только имена, а и как бы исполняемые ими функции и положения, которые они всегда занимают. А именно ЦОБ в упряжке всегда стоит справа, а ЦОБ наоборот слева. В таком порядке все свое дело всегда понимают. Погонщик знает, что если надо повернуть налево, то следует стукнуть не сильно стоящего справа ЦОБ и сказать ему ЦОБ. Тогда ЦОБ напряжется и толкнет плечом стоящего от него слева ЦОБ. Тот подчинится и валы повернут налево. А если направо, то ЦОБ толкнет ЦОБ и все получится наоборот. Точный, ясный, разве навсегда заведенный порядок. Если его соблюдать, валы ведут себя безропотно и безупречно. А вот если нарушить порядок, то этого могут не потерпеть. Именно такого нарушения я и оказался свидетелем, когда однажды мы, ученики, собрались после школы домой. Кому-то из наших умных возниц пришло в голову ради шутки поменять перед дорогой из школы ЦОБЭ и ЦОБА местами. Сказано, сделано, запрягли, поехали. Уже когда мы садились в двуколку, было видно, что валы проявляют какое-то недовольство, нервозность. Смотрят друг на друга, перебирают ногами, мотают рогами, дрожат. Но сначала как-то двинулись, и вроде бы ничего. Доехали до угла школы, а там как раз поворот направо. Тарас стукнул хворостиной левого быка и говорит ему ЦОБЭ. А тот не понимает, потому что он не ЦОБЭ, а ЦОБ. Но его стукнули, и он пытается толкнуть того, кто стоит от него слева. А слева от него как раз никого и нет. А ЦОБЭ, слыша свое имя, пытается толкнуть того, кто стоит справа. но справа опять-таки никого. Потянули они друг друга туда-сюда, и никакого поворота не получилось. Дмитро у Тараса хворостину выхватил, неправильно говорит управляешь. Раз уж запрягли наоборот, значит наоборот надо и говорить. Хочешь повернуть направо, говорит ЦОБ, хочешь налево, кричится Б. Стукнул он опять ЦОБа по спине и говорит ему ЦОБ. считая, что тот теперь вправо будет толкаться. АЦОБ направо не идет и опять толкает влево того, кого слева нет. АЦОБ хотя и упирается, но настоящего сопротивления оказать не может. Он привык, чтобы его толкали, а не тянули. В результате двуколка наша поворачивает не направо, а как раз налево, как и полагается при команде ЦОБ, но при этом делает оборот градусов на 360 с лишним. О, дурень, рассердился Тарас, совсем скотину запутал. Девайся как треба. Стукнул он палкой ЦОБ и сказал ЦОБ. ЦОБ сначала подчинился, пошел вправо, а там никого нет. Тогда нажал на ЦОБ и опять стали крутить налево, а направо хоть так, хоть так не идут. Дмитро соскочил на землю, уперся в шею ЦОБ двумя руками. ЦОБ, говорит ему, твою мать, ЦОБ. А ЦОБ свое дело знает и имя, и знает, что не для того он поставлен, чтобы толкаться вправо, а для того, чтобы толкаться влево. А Дмитро все в шею его упирается. И тут ЦОБ не выдержал, мотнул башкой и зацепил рогом на Дмитро телогрейку. Дмитро хотел его кулаком по морде, а ЦОБ развернулся и чуть ЦОБ с ног не свалив, пошел на Дмитро как таран. Дмитро прыгнул в сторону как кенгуру. ЦОБ хотел и дальше за ним гнаться, но тут его осилил ЦОБ, и вся упряжка пошла направо. Валы двуколкой нашей чей-то плетень зацепили и частично его свалили, причем свалились тресками, треска этого сами испугались. А потом от всего происшедшего вовсе озверели и понеслись. Мне повезло, я был среди тех, кто за борт вылетел сразу, но другие еще держались. А валы бежали по хутору не хуже самых резвых лошадей. Бежали, шарахаясь то вправо, то влево, при этом снесли угол школьные завалинки. Растоптали попавшего под ноги индюка. Потом повернули и устремились прямо к колхозной конторе. Бухгалтер по фамилии Рыба, как раз вышедший на крыльцо, кинулся обратно и захлопнул за собой дверь. Но испугался он зря. У самого крыльца валы крутанули вправо, перевернули брошенную посреди дороги сенокосилку, даже потащили ее немного с собой, потом она оторвалась. Выскочили в степь и понеслись по ней зигзагами, разбрасывая в разные стороны своих пассажиров. Когда двуколка перевернулась, в ней уже никого, к счастью, не было. Валы в таком перевернутом виде, подняв тучу пыли, дотащили двуколку до соломенной скирды, в которую сходу уперлись и, не понимая, как развернуться, стали бодать солому рогами. Тарас и Дмитро, до смерти перепуганные, с трудом собрали раненых и ушибленных детей, а потом осторожно приблизились к валаму. Те все еще проявляли признаки агрессивности, но наши переростки были деревенские. Они в арифметике и грамматике разбирались не очень, но с животными управляться умели. Они в воловку и как перепрягли и, удивительное дело, те опять стали тем, кем и были до этого, безропотной и покорной скотиной, которая, если не нарушать порядок, ведет себя тихо, мирно и смирно. Не без опаски мы заняли свои места в двуколке. Тарас стукнул палкой Цоба и сказал ему Цоб, а затем стукнул палкой ЦБ и сказал ЦБ. Валы поняли, что теперь все правильно, порядок восстановлен, каждый на своем месте, каждый при своем имени. И пошли вперед, напрягая свои натертые шеи, мерно перебирая ногами, передними, просто грязными и задними обляпанными во много слоев навозом. Змея. После истории с перепряжкой валов, колхозное начальство их у нас отняло, решив, что мы небольшие баи можем в школу уходить пешком. Что мы и стали делать? Семь километров туда, семь обратно. Это для девятилетнего городского мальчика расстояние серьезное. Чаще всего я ходил вместе с другими, но иногда почему-то один. Со всеми еще кое-как идешь, болтаешь, толкаешься, время течет незаметно, а один плетешься. Дорога, кажется, не кончается никогда. Вышел я как-то из школы после обеда. Солнце еще высоко, погода теплая, путь далекий, но зато по дороге баштан колхозный, а там арбузы или по-тамошнему кавуны. Не очень большие, величиной человечью голову. Некоторые уже созрели, а иные еще нет. А как отличить спелые от неспелых не знаю. Вот те же Тарас или Дмитро отличают, приложат к арбузу ухо, постучат пальцем, и только после этого сорвут или оставят. Я попробовал поступить так же. Выбрал арбуз покрупнее, постучал пальцем, вроде как раз то, что нужно. Вытащил арбуз на край баштана и о дорогу. Она твердая, расколол. Арбуз внутри оказался белый. Вытащил второй. То же самое. Я их уже пару дюжин наколотил, когда раздался голос свыше. Эй, малой, ты шо тут робишь? Я поднял голову и увидел, на дороге рядом со мной стоит бедарка, двуколка, а в ней толстый как бочка бригадир пупик с кнутом в руках. Его серая в яблоках лошадь пулька косит огненным глазом то на меня, то на бригадира, как бы спрашивая, ну, что мы с ним будем делать? Я перепугался до смерти. Один извозчик еще в Ленинабаде меня однажды за то, что я сзади за его фаэтон цеплялся, протянул кнутом и я запомнил, что это ой, как больно. Я смотрел снизу вверх на бригадира и молчал, не зная, что сказать и как оправдаться. Если бы я один арбуз разбил или два, а то наколотил их тут целую кучу. Бригадир, не дождавшись ответа на первый вопрос, задал второй. Да и дэш, не зная местного языка, я догадался, что дэ это значит где, и сказал, что здесь иду по дороге. Он подумал и спросил, а ты чей? Я понял вопрос буквально и буквально ответил, мамин и папин. Он снова задумался, но, видимо, понял, что тут без переводчика не обойтись. Закричал лошади, но... и свистнул не касаясь ее кнутом. Пулька с места в карьер рванула и понесла бедарку вдаль, подняв за собой тучу пыли. Оставшись один, я мог бы продолжить уничтожение Баштана, но не решился и место преступления торопливо покинул. Дорога была скучная, длинная и велась как река, поворачивая то туда, то сюда, сначала вдоль Баштана, а потом втекла в пули, на котором только что скосили пшеницу. Мне не нравилось, что дорога виляет, это делало ее длиннее, чем она должна была быть. Если бы я был здесь начальником, я бы всем приказал ездить только прямо по линеечке. А, поскольку до начальника я еще не дорос, а вилять вместе с дорогой мне не хотелось, я покинул ее и пошел прямо через поле по колючей стерне между копными пшеничной соломы, оставшимися после недавней жатвы. В других местах, это я видел потом, жали хлеб серпами, стебли связывали в снопы, снопы складывали с таймя в суслоны. А здесь протащенная через молотилку комбайна мятая солома была сбита в копны, разложенные ровными рядами пополь, условно большие, круглые, лохматые шапки. Я проголодался и в предвкушении ожидающего меня обеда шел чем дальше, тем быстрее. Сначала между копнами, а потом прямо через них, пиная их ногами и разбрасывая. Раз, махнул ногой и копна разлетелась. Раз, разлетелась вторая. Раз, я копну развалил, а она вдруг зашипела, как масло на сковороде. Из нее вывернулась черная спираль, которая, повернув ко мне маленькую головку с очень злобными глазками, высунула длинный язык и зашипела еще сильнее. Приходилось мне до этого и потом испытывать страх в разных страшных случаях, но такого ужаса я не знавал никогда. Я сначала оцепенел, потом заорал на всю степь «Мама!» и кинулся бежать. Я бежал, стерня шелестела под ногами, и мне казалось, что все змеи собрались, шипят и гонятся за мной и вот-вот догонят. Я кричал, у меня иссякали силы, кричать я не мог и не кричать тоже не мог. Я бежал неизвестно куда и очень долго, до тех пор, пока не свалился без сил. А когда свалился, то подумал, что вот они, змеи, все сейчас ко мне подползут и все будут меня маленького несчастного жалить и жалить, и я умру, как мне обещала бабушка. Но у меня уже не было сил бояться, и я решил, пусть ползут, пусть жалят только скорее. Пока я ждал смерти, солнце опустилось к горизонту, большое, красное, предвещавшее по бабушкиным приметам ветреную погоду. Я понял, что раз я не умер, надо вставать и идти, но я не знал, куда именно. Степь да степь кругом, дороги не видно, и ничего, кроме бесконечного ряда копин, такого, чтобы выделялось ни дерево, ни дома, ни дыма, я пошел за солнцем, а оно от меня уходило быстро и равнодушно. Оно опустилось за горизонт и степь потемнело, лишив меня всякого представления о том, куда я должен идти. Опять вернулся страх. Теперь я боялся змей, волков, шакалов, чертей и чего угодно. Я шел и ревел монотонно, как дождь. И было отчего, городскому мальчику остаться одному ночью в степи. Разве может быть, что страшнее? Я шел, ревел и вдруг заметил, что там, где-то впереди, очень далеко, что-то как будто светится. Я прибавил шагу, потом побежал и в конце концов с диким ревом вбежал на колхозный ток, где возле горы намолоченного зерна несколько комбайнов стояли почему-то на месте и светили всеми своими фарами. Там же я увидел бригадирскую бедарку и самого бригадира Пупика. «Эй, малой!» закричал он, потрясенный моим появлением. «Зветкеляш, ты узялся!» Теперь я его понимал и догадался, что «Зветкеля» это значит «Откуда?» Я ему сказал, что на меня напалилась змея. Он слушал меня с удивлением, а потом посадил рядом с собой в бедарку и Пулька резво понесла нас в сторону хутора. Там уже был, конечно, переполох. Были опрошены все вернувшиеся из школы ученики, но они ничего путного сказать не могли. Тетя Аня пыталась найти бригадира, чтобы организовать поиски, но не нашла, потому что бригадир был на таку. А потом был мой рассказ, как я шел, как змея выскочила, как завертелась, как зашипела. Я расписал ее самыми страшными словами, какие были в запасе. Пасть у змеи большая, язык длинный, глаза злые, сама она черная, а над глазами такие вот, такие страшные оранжевые кружочки. Кружочки, переспросил Сева, оранжевые? И они с Витей оба покатились со смеху. Долго еще смеялись, прежде чем объяснили, что эта змея была обыкновенным и безобидным ужом. Чем я был очень смущен и разочарован. Когда все прошло, хотелось, чтобы змея была настоящая. Но какая бы она ни была, тетя Аня решила в школу меня не пускать. И на этом образование мое прервалось. Элиза Барская, нежданное гостье. Звонят в дверь. Открываю. Передо мной с потертым лоснящимся от жира, покрытым какой-то коростой мужским портфелем, стоит старая женщина с тем цветом лица, который называют землистым и с валившимися воспаленными и жалкими еврейскими глазами. Одеты немного странно. Дубленка дорогая и новая, а юбка из грубой дерюги, ветхая, штопанная. Сапоги стоптаны на разные стороны и, похоже, что промокают. «Ты одна?» Она недолюбливает моего мужа и предпочитает приходить в его отсутствие. «Одна-одна, заходи, раюша», говорю я торопливо и немного заискивая, хотя не знаю, кто из нас перед кем виноват. Она вешает дубленку на вешалку и смотрит на недавно натертый паркетный пол. «Мне разутся?» «Ну, что ты?» говорю я, хотя, если бы это была не она, я бы сказала, конечно, разутся. Но все-таки она не смеет полностью воспользоваться моим разрешением, долго вытирает ноги о резиновый коврик. Я провожу ее на кухню и бросаю взгляд в окно. Далеко за пределами нашего двора стоит воровато прижавшись к зеленому строительному забору серая Волга. И какой-то человек в длинном мешковатом пальто идет вдоль забора, надвинув на глаза темную шапку. На углу топчется второй, точно в таком же пальто и в такой же шапке. А еще один или два сидят в машине. Я не могу видеть, что происходит на другой стороне дома, но там, конечно, стоит машина, раз здесь Волга, значит, там, скорее всего, Жигули, и ее экипаж тоже занял ключевые позиции. Стоят, перехватив мой взгляд, спрашивает Рая. Сидят и ходят. Не обращай внимания, тебе они не опасны. А тебе? А я к ним привыкла. Она забирается в угол между стеной и столом и оттуда разглядывает кухню. А у тебя здесь уютно. Холодильник новый. Финский? Я абсолютно уверена, что она ничего плохого сказать не хотела, но я слышу упрек. И мне стыдно, что у меня хорошая квартира, натертые полы, светлая кухня, новый холодильник. Муж не в тюрьме, а сама я здоровая и даже по некоторым признакам видно, что готовлюсь сегодня к приему гостей. Поэтому я суючусь. Что будешь? Чай, кофе? Кофе. С коньяком хочешь? Давай с коньяком. Ты знаешь, я все-таки сниму сапоги, ноги устали. Она сбрасывает сапоги под стол и поджимает ноги под себя. Я достаю из шкафчика полбутылки Курвуазье. Муж привез на той неделе из командировки. Он был в какой-то сибирской деревне, там в Сельпо не нашлось ничего, кроме мотоциклов ковровец и коньяка Курвуазье, который, конечно, никто не брал. Не только из-за цены, но и потому, что он, как сказала продавщица, клопами пахнет. Почему-то у наших людей вообще есть представление, что коньяк обязательно пахнет клопами. И чем выше сорт, тем клопиние. И вообще странно эта чувствительность к клопиному запаху в народе, который готов выпить все, от денатурата до средства для ращения волос. Из холодильника извлекаю кусок старого торта. сыр швейцарский костромского приготовления и швейцарский настоящий шоколад тублерон с орехами. Ну, что у вас, спрашивает рая? Я слышала Василий, она моего мужа всегда называет полным именем, премию получил. Да, ему присудили, киваю я, отводя глаза. Но пока только в газете напечатали, а денег еще не дали. Мне об этой премии так же стыдно говорить, как и о холодильнике. А что у тебя? Спрашиваю, помешивая кофе, который вот-вот закипит. А я только что из потьмы. Рука у меня невольно дернулась. Да? А я не знала. А ты разве радио не слушаешь? Она имеет ввиду, конечно, иностранное радио. Последнее время нет. Летом на даче я привыкла слушать свободу, а здесь ее глушат, а BBC... Ты не оправдывайся. Я и сама не слушаю. Знаешь, всем все надоело. Без толку. В общем, у меня с ним было свидание. Первый раз за два года. Далее три дня. Снимаю кофе с огня, разливаю по чашками и сама себе удивляюсь. Рука не дрожит. Тебе коньяк в кофе или отдельно? А как лучше? Лучше как больше нравится. Я предпочитаю отдельно, а можно и так и так. Говорю и сама себя ненавижу, чувствуя в собственном голосе невыносимую фальшь. Говорю так, как будто всегда пью кофе с коньяком и знаю доподлинно все тонкости того, что с чем пьют и как. Что на самом деле вовсе не так. Отхлебываю коньяк, прикасаюсь к кофе. Но рассказывай. Она не только рассказывает, но и показывает. Достает из портфеля и выкладывает на стол кучу копий своих писем председателю Президиума Верховного Совета СССР, он же генеральный секретарь ЦК КПСС. Но эту инстанцию все уважающие себя диссиденты игнорируют. Председателю КГБ, генеральному прокурору, министру внутренних дел, верховному судье, прокурору Мордовской АССР, начальнику лагеря, Жоржу Марше, Гэсу Холлу, генеральному секретарю ООН, в редакцию газеты УНИТА, в редакцию МОНД, начальнику отделения милиции, письма, бланки ответов, почтовые квитанции, уведомления о вручении, сотни жалоб и заявлений написаны были для того, чтобы добиться свидания. В это время он тоже писал письма, жалобы, протесты, сидел в карцере и объявлял голодовки. Из этого рая, как говорят в народе, не вышло бы ничего, если бы ей не удалось через одного выкинутого на запад диссидента передать письмо американскому сенатору, который как раз собирался в Москву и для преумножения политического капитала нуждался в каком-нибудь благом деянии по линии прав человека и разделенных семей. Сенатор был по взглядам либерал и не то чтобы друг, но можно сказать симпатизант Советского Союза. Его передовые просвещенные взгляды на сей счет были известны, почему он по приезде в Москву был немедленно принят в Кремле самим, который произвел на сенатора сильное впечатление тем, что вовсе не угрожал ядерной войной, а рассказывал о своем личном участии во Второй мировой войне, о полученном там ранении, о жертвах, понесенных на той войне и о своем вместе со всеми людьми стремлении к прочному миру. Сенатор в ответ заверил своего собеседника, что наиболее дальновидные вроде него самого политики Соединенных Штатов нисколько не сомневаются в миролюбии советских людей и надеются на полное разоружение. Эти политики готовы делом добиваться сокращения ракетных установок и ядерных запасов, готовы способствовать расширению торговли зерном, но некоторые действия советского правительства в сфере прав человека вызывают на Западе беспокойство и порождают определенное недоумение в кругах американской общественности. К этим действиям относятся преследование людей по пиролитическим и религиозным мотивам, ограничение права на эмиграцию, использование психиатрии в карательных целях и негуманное обращение с политическими заключенными. И тут как раз сенатор привел в пример райного мужа, которому лагерная администрация без достаточных причин уже шестой раз отказывает в свидании с женой. Сенатор был собой тоже доволен, оценив себя как весьма ловкого дипломата. Хозяин Кремля, хотя и произнес дежурные фразы насчет невмешательства во внутренние дела и сказал, что зерно мы в крайнем случае купим в Аргентине, но все-таки на некоторые вопросы ответил положительно. И о Королеве сказал, что он, собственно говоря, не знает, в чем там дело, но слышал, что Королев ведет себя нехорошо, не выполняет производственные задания, нарушает режим и зверски избивает лагерную администрацию. И вообще Королевым занимаются компетентные органы, не верить которым у него нет никаких оснований. Но все-таки он сам постарается что-нибудь узнать и по возможности как-то помочь. Видимо, он действительно постарался, потому что Рая в скором времени получила открытку от начальника лагеря, в которой сообщалось, что ей разрешено свидание и перечислялись вещи и продукты, наименование и количество, разрешенное к передаче. Она собрала все в пределах нормы. Две палки колбасы, пачку сахара, пачку чая, пачку печенья, свитер и валенки. И отправилась. Там над ней еще несколько дней и с удовольствием поизмывались. Она жила в доме колхозника и каждый день приходила к воротам лагеря, но то начальник куда-то уехал и, конечно, никто не знал, когда вернется, то в лагере объявили карантин, но вдруг все состоялось в одну минуту. Карантин кончился, начальник вернулся, ей устроили сначала подробный шмон, раздели догола, заглянули во все дырки и только после этого пустили к мужу. Ну и, спросила я нетерпеливо, что и, Лизка? Это не он. Не он, понимаешь, не он. Глубокий, дряхлый старик, худой, как палец, череп бритый, глаза выпученные, зубов половина. Но страшно не это. Страшно то, что он мне совсем чужой. Совсем-совсем. Я с ним не спала, а исполняла долг. Хотя, ты знаешь, у него, как ни странно, несмотря на то, что он так постарел и ослаб, ну, извини тебе, это, может быть, неприятно, ничего, я это переживу. Он там и в этом смысле оголодал, и я делала все, что могла, но я его не хотела, и он это почувствовал. Нет, он ничего не сказал, он же благородный, но ночью, когда я проснулась, он плакал. Я утешала его, как могла. Я ему врала не только словами, но и самой собой, и в конце концов так соврала, что он даже поверил. но для себя это я знаю, что я больше его не люблю. Нет, пока он в тюрьме, я его не брошу, но она начинает плакать и что-то бормочет. Извини, я сейчас перестану, не пойму даже, что со мной. Не помню, когда я плакала последний раз. Извини, извини, это сейчас пройдет. Но это не проходит. Она давится в рыданиях, плечи дергаются, а лицо становится еще более некрасивым и старым. Я ухожу к себе в комнату и там сижу, обхватив руками голову. Но все же не плачу. Потом возвращаюсь и гоню ее в ванную умыться. После этого она выглядит получше. но глаза еще красные. Все же она успокоилась. Лиза говорит и смотрит виновата. Можно я твоей помадой накрашу губы? Я смотрю на нее не понимая. Что? Она пугается, что мне жалко помады и спросительно говорит, что она только чуть-чуть тонким слоем. «У тебя время есть?» спрашиваю я. «Полчаса найдется?» «У меня есть два часа. Через два часа я встречаюсь с корреспондентом Нью-Йорк Таймс напротив кукольного театра». «Два часа нам хватит за глаза. А ну-ка, раздевайся, полезай в ванную». «Ты почему не моешься?» «У тебя что, не только телефон, но и воду отключили?» «Они отключили, но я не хочу. Нет настроения». «Ничего, сейчас полезешь без настроения. А ну-ка, скидывай все». Я иду в ванную, откручиваю кран. Из пластмассовой фляги выдавливаю зеленую мыльную жидкость. Бадусан ГДРовского происхождения с хвойным экстрактом. Сразу запахло сосновым бором. Пена взбивается как гоголь-моголь. Входит стыдливая ежесь голая Раиса. Я смотрю на нее неравнодушным взглядом. Тело и сейчас у нее крепкое, гладкое, молодое, не знавшее никаких физических упражнений, кроме секса. Я запихиваю ее в пену и начинаю купать, как ребенка. Она радуется, брызгается, визжит, что мыло попало в глаза. Ничего, говорю, потерпишь, поднимайся. Тру ей спину жесткой мочалкой. Она орет, что больно. Ничего, ничего, жива останешься. Спина у нее и вовсе девчоночья, а жопка маленькая, наверное, помещалась у него в одной ладони. Мне вдруг хочется ее ущипнуть, чтобы она заорала по-настоящему. Но это желание мимолетное тут же проходит. Ну, дальше ты сама. Вот тебе мочалка, вот мыло и не халтурь. Вышла на кухню. Там на стуле висят ее убогие шмотки. Колготки рваные, трусы пропахли мочой в мусоропровод. Юбка засаленная и потертая туда же. Лифчик грязный, потный, но мой ей не подойдет. Да ничего, у нее сиськи маленькие, как кулачки, обойдется без лифчика. Мусор. Открылась стенной шкаф. У меня там и трусики, и колготки ее размера. Я недавно купила для Люськи. Белый свитер великоват, но подойдет и он. А юбка моя собственная. Мне Нинка купила ее в Нью-Йорке. Самым лучшим, как она утверждает, я верю, не врет, в магазине на Пятой Авеню. В знаменитом магазине, который даже у нас в каком-то кино проскочил. Называется Сакс. У Нинки, когда она еще только эмигрировала, с этим Саксом вышел забавный конфуз. Ища этот магазин, она шла по Манхэттену, молодая, красивая, элегантная, с ребенком, Шурику было 4 года, и остановив какого-то респектабельного господина, спросила, не знает ли он, где тут поблизости секс-шоп. Тот, как она мне писала, остановился, словно стукнутый молнией, но потом догадался, что она пыталась произнести по-американски секс, рассмеялся и показал. Сакс это один из самых дорогих универмагов мира, и именно там Нинка приобрела мне эту юбку, которую я надевала только один раз. И даже сегодня думала, не надеть ли. На секунду мне становится жалко юбки, но в конце концов ей сойдет что-нибудь попроще. Но я тут же устыдилась этого чувства. Раз жалко, значит именно ее и отдам. Правда, юбка ей великовата, но она с поясом. Для начала можно утянуть, а потом Райка сама подушьет. Она не то, что я, безрукая. Все умеет, если захочет. Через полчаса мы опять сидим и пьем кофе с коньяком. Передо мной молодая, привлекательная женщина. На шесть лет моложе меня. Волосы высушены феном и струятся. Глаза, губы, ногти слегка подкрашены. Белый свитер ей с муглой очень к лицу. Да, у ее мужа была губа не дура. Мы опять говорим о нем. Райка хочет знать ответ на вопрос, зачем он пошел на такие лишения? Зачем? Для кого? Для народа? Для человечества? Не тебе задавать мне этот вопрос, говорю я. ты знаешь, для кого он на это пошел? Она только на секунду смущается. Извини, что я об этом, но ты, если подумаешь, ты согласишься, что он всегда был настроен на то, чтобы думать о народе и человечестве. Просто это принимало разные формы. Его путь был неизбежен. Он в любом случае нашел бы повод пойти на то, на что пошел. А для чего? Для какой великой пользы? И кто ему за это скажет спасибо? Не пропадет наш скорбный труд? Пропадет. Жертвы не напрасны, напрасны. У тебя сигареты есть? Саратога? Никогда не слыхало такого названия. Американские? Ничего. Неплохие. Вот я еду в метро, смотрю на людей и думаю, неужели они все живут нормальной жизнью, ходят на работу, получают зарплату, ездят в отпуск, влюбляются, и за ними никто не следит, не ходит, никто их не допрашивает, не подвергает приводу, не обыскивает. Я как тут генерал из анекдота, знаешь, который спрашивает своего адъютанта, а что, разве еще Утца? Слушай, а у тебя с Василием все хорошо? А что бы ты хотела от меня услышать? Я бы хотела, чтобы у тебя все было хорошо. Правда, ты вот знаешь насчет того, кому это нужно, да никому это не нужно, кроме вот этих, которые там стоят, им нужно, им нужны борцы за правду, за справедливость, враги народа, чтобы было за кем бегать и получать зарплату, премии, надбавку за опасности, работу на открытом воздухе, а больше никому не нужно. ты знаешь, ты можешь думать обо мне что хочешь, но я ненавижу эту страну и этот народ. Опомнись, Раечка, говорю я ей, страна это одно, а народ другое. Страна это просто географическое пространство, леса, поля, реки, моря, озера, а народ, ну при чем тут народ? А кто же, при чем? Эти люди, которые в очередях бубнят зажрались, войну было хуже, они кто? Приезжие что ли? А тетка моя в Воронеже, старая большевичка, мне говорит, в Воронеже перебой с хлебом от того, что крестьяне кормят хлебом свиней. Я ее спрашиваю, а где же эти свиньи, которые наш хлеб пожирают? Где они? А у нее и на это ответ. Слишком много кошек и собак развели, они все мясо и съели. Вот смотрю и думаю, ну за что же мой несчастный старый дурак жизнь свою отдает? Ради вот этих вот людей? Но они же не хотят его жертв. Они жили в свинстве, живут в свинстве и дальше хотят жить в свинстве. Но это в конце концов их право. И они собою довольны. Но ты не права, Раюша, возражаю я мягко. Они недовольны. Они забиты, запуганы, унижены и несчастны. Они никогда не знали нормальной жизни. И страх говорит им, что надо довольствоваться тем, что есть, лишь бы не было хуже. Но есть же и другие, ты сама знаешь. Есть правдолюбцы, которые ходят и выражают открыто 99% законченные психи. На западе вокруг них поднимают шум. И там может быть правда таких насильно не лечат, но они все-таки действительно сдвинутые. С бредом переустройства, мания величия и преследования. А все остальные разве не народ? Партия и КГБ из кого состоят? Из инопланетян что ли? Может их нам из Франции выписали? А эти тысячи, которые каждый день выстаивают очереди и давятся до обмороков, чтобы взглянуть на высохшее чучело? Или выходят по праздникам на Красную площадь и из своих тел выкладывают околесицу? Слава КПСС! Они не народ? Но где же тогда народ? Где он? Куда спрятался? Только не плачь, предупреждаю я, а то вся наша работа пойдет на смарку. Да не бойся, я сейчас злая. От злости я никогда не плачу. У тебя очень вкусные сигареты, можно еще? Сигарету она держит по-мужски большим и указательным пальцами. А вот приступает к новому разоблачению. Еще говорят, что русские открытые, приветливые, доброжелательные. Разве это не так? А разве так? Я когда от лагеря к станции шла, встретила одну дуру с ребенком. Какой у вас красивый, говорю, мальчик. Так она что-то пробурчала и кинулась со всех ног бежать и знаешь почему? Потому что у меня глаза черные, сглажу. Да везде, на каждом шагу ищут крамолу, тайные письмена, каббалистические знаки, вредители. Моя сестра достала ребенку банку швейцарского сухого молока. Так ее врачиха пришла в ужас. Как, что, разве можно такое ребенку? Это же у них сделано. Вы не знаете, какую они отраву могут подмешать. А вчера своими глазами видела. На улице Горького простые советские люди схватили и волокли в милицию иностранца. Шпион фотографировал. А что, ты думаешь, он фотографировал? Ну, очередь в Елисеевском. Ха, если бы. Он фотографировал здание центрального телеграфа. Докурив последнюю сигарету, поднимается. Ну, вот, ты меня пригрел, обласкала, подкрасила, а теперь смерть как не хочется опять выходить на улицу и вести за собой толпу этих ублюдков. Я ее понимаю, но ничем помочь не могу. Она уходит. Я подхожу к окну. Мне не видно, как она выходит из дому, но я слышу, как остановился лифт. Выйдя, она пойдет сразу направо к арке, и я ее так и не увижу. Зато я вижу, как человек в длинном пальто торопливо идет к машине, а машина движется ему навстречу, подбирает его, и потом второго, что стоял на углу, и исчезает за поворотом. Ну вот, теперь можно и мне расслабиться. Я наливаю себе полстакана коньяку, выпиваю, и положив голову на руки, реву, как корова. Дело в том, что этот страшный, бритый, беззубый старик, к которому Раиса ездила в лагерь, и есть мой первый муж Егор Королев. Да, скифы мы, да, азиаты мы. В конце сентября 1956 года Хрущев, решив перестроить столицу, позволил строительным организациям временно прописывать не москвичей. В эту лазейку ринулись многие, в том числе и ВВ, который очень разочаровал руководство ПМС-12, не проработав там и двух месяцев. В конце концов устроился он на работу в Бауманский ремонтно-строительный трест и получил направление в общежитие Доброслободский переулок 22. Это был четырехэтажный дом, построенный подвоенный госпиталь, но по причине непрохождения какого-то испытания отданный под жилье бессемейным строителям. Внутренность общежития, прямо начиная от входа, была вошедшим одобрена. Широкий коридор, новый линолеум на полах, свежая краска на стенах. В красном уголке телевизор, КВН с большой наливной линзой. Все чисто, прибрано, словно перед приходом высокой комиссии. По просторной каменной лестнице он поднялся на второй этаж и нашел комнату восемь. Приоткрыл дверь и отпрянул. Летевшая навстречу бутылка просвистела мимо левого уха пересекла коридор, врезалась в стену и звонкими брызгами осыпалась на пол. ВВ удивился и увидел перед собой смущенное, но не очень, а лицо господина лет пятидесяти в матросской тельняшке и холщовых штанах, одутловатого, лысого, с густыми кустистыми бровями. «Извините», сказал господин, «это я не в вас». «Я так и подумал», сказал ВВ, уже заметив отскочившего в сторону другого человека, примерно того же возраста, что и первый, но гораздо щуплее и с мелкими чертами лица. Появление на месте действия нового персонажа повлияло на воюющих благотворно. Щуплый беспрепятственно выскользнул в коридор, а лысый ушел в угол и сел на кровать, перед которой на табуретке, аккуратно покрытой газетным листом, стояли початая четвертинка, граненый стакан и лежали нож, хлеб, плавленый сырок и нарезанный ровными пластинками лук. ВВ огляделся. Здесь тоже было неплохо. Комната просторная, 32, так сказал комендант, квадратных метра, два больших окна с широкими белыми подоконниками, восемь новых металлических кроватей с никелированными спинками и тумбочками между ними, кухонный стол, четыре табуретки, включая и ту, которую лысый в тельняшке использовал вместо стола. Комната своими удобствами заметно превосходила телячий вагон на станции Панки, в котором ВВ последнее время пришлось обитать и была лучше всех обжитых им в прошлом казарм, не считая той, что в городе Бжег на Одере. Там солдаты жили в небольших уютных комнатах по два и по три человека. В направлении, выписанном Евсиковым ФФ, была указана кровать вторая слева. Это было как раз рядом с Лысым в тельняшке. ВВ кинул чемодан на кровать, раскрыл его, чтобы самое необходимое спрятать в тумбочку. Лысый тем временем налил себе немного водки, посмотрел стакан на свет, долил еще немного, положил на ломтик хлеба кусочек сыра, на него пластинку лука, поднес ко рту стакан, подышал в него, как будто хотел согреться держимое, и сказал, «Ну, будь здоров, Володька». ВВ удивился, что Лысый уже его знает, но сказал «Спасибо». «За что?» Не донеся стакана до рта, сосед смотрел на него недоуменно. «Что за меня пьете?» сказал ВВ. «А я не за вас, я за себя». И, подышавший еще в стакан, сказал нервно и торопливо. «Ну-ну-ну, поехали». После чего отмеренную порцию выпил, крякнул, выдохнул в воздухе и не спеша принялся за свой бутерброд. ВВ выложил на одеяло заветную тетрадь, бритвенные принадлежности, зубной порошок, щетку, мыло, запихнул чемодан под кровать и открыл тумбочку. Но она оказалась полностью забита. Банки со сгущенным молоком, с бычками в томате, какие-то кульки, пакеты. «Это все ваше?» спросил ВВ. «Вы не могли бы мне освободить хотя бы одну полку?» Лысый посмотрел недоуменно. «Вы разве не видите, что я занят приемом пищи?» ВВ смутился. «Я вас не тороплю?» «Если не торопите, тогда другое дело». Он налил себе еще водки, опять посмотрел на свет, подумал, добавил, поставил стыкан на место и посмотрел на гостя внимательно. «Кем вы к нам оформились?» Учтивостью обращения Лысый давал понять, что он человек интеллигентный. Дабы показать и себя вшитым нелыком, ВВ ответил, что оформился плотником, но ненадолго, пока не устроится более прочно. А вообще в Москву он приехал не для того, чтобы плотничать. «А для чего же?» «Я немного пишу стихи». «Поэт?» спросил сосед, выпыхивая на старинный манер букву «П», словно пар из паровозной трубы. ВВ за время пребывания в Москве уже несколько раз назвали поэтом, и он решил, что имеет право обозначать себя этим титулом. «Да, поэт», согласился он. «Ну-ну». Сосед поднял стакан и опять сам себе пожелав здоровья сказал «Пей, Володька, пей! У тебя видишь теперь какое общество? Ну-ну-ну, поехал!» Ох! Поухал, подышал, покрякал, спросил. А вот эти стихи «Я ломаю скалистые скалы в час отлива на илистом дне. Вы не подскажете, откуда они?» Возникла для ВВ сложная ситуация. «Что-то знакомое», сказал он, теряясь и пытаясь выкрутиться, как на экзамене. «Гейне?» задал он наводящий вопрос. «Нет, молодой человек», сказал печально Володька, «не гейне». И, готовя себе новый бутерброд, бормотал. «Нет, увы, отнюдь, не гейне». «Нет», посмотрел на новичка с сочувствием. «Это не гейне, молодой человек, а Александр Александрович Блок. который про нас с вами сказал. Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными очами». А вы, молодой человек, еще не поэт, а дилетант. Элизабарская. Репетиция. А еще у меня сегодня собеседование в райкоме, где комиссия старых большевиков будет интересоваться причиной моего желания поехать в Англию политическими взглядами и подробностями моей личной жизни. По этому поводу был разговор с Антоном. «Главная, старуха, сказал он, не волноваться, раскидывать чернуху и врать им в глаза. Они это любят. Хочешь, отрепетируем?» Вот представь себе, я председатель комиссии, персональный старпер союзного значения, полковник КГБ в отставке. У меня здесь шесть рядов орденских планок, значок заслуженного чекиста СССР и медаль 50 лет в рядах комобобической партии СС. Антон кладет локти на стол, надувает щеки и спрашивает тихим, сладким, вкратчивым голосом. «А скажите, товарищ Барская, что вы думаете о так называемом академике Сахарове, его клеветнических выступлениях против нашего строя, которые грязным потоком льются на нашу страну на волнах так называемого голоса Америки и других враждебных радиоголосов? Не знаю, говорю я, принимая игру. Я никаких голосов не слушаю. Правильно, товарищ Барская, я тоже не слушаю. Ни один порядочный человек их не слушает. Но газеты-то наши вы, вероятно, читаете? Ваши газеты, говорю я. Ну, что вы? Товарищ Барская, наставительно поправляет Антон, не ваши газеты, а наши, советские. Вы их, конечно, читаете, и вы знаете, что в нашей прессе неоднократно давалась прямая и принципиальная оценка клеветнической деятельности этого непрошенного родителя за так называемые права человека. Наши ведущие ученые, деятели литературы и искусства гневно осудили поведение этого поджигателя войны и ощепенца. Я надеюсь, вы разделяете подобную оценку? Совершенно не разделяю. «Старуха», строго вызывает Антон, «ты же сейчас говоришь не со мной, а с председателем комиссии, полковником в отставке Хряпушкиным и должна отвечать так». Преображается и говорит тоненьким голоском, изображая товарища Барскую. «Я товарища так называемого Сахарова как ученого не знаю, хотя и думаю, что это очень плохой ученый. Но что касается его ненаучной деятельности, то я вместе со всем советским народом ее решительно осуждаю. Я думаю, причина падения Сахарова в его болезненном самомнении и в сионистском окружении. Я слышала, что у него жена сионистка, зять сионист, и что за свою подрывную деятельность он получает джинсы, дубленки и многовалюты от сионистских организаций Америки и Израиля. «Хорошо, товарищ Барская», перебил сам себя Антон, «Вы отвечаете правильно, как настоящий советский человек. Но когда вы окажетесь в Англии, вы должны помнить, что там вас могут подстерегать различные провокации. Помня, что вы советский человек, помня о своем настоящем отношении к этому бывшему ученому и отщепенцу, вы должны проявлять сдержанность. И поэтому, если вам будут заданы подобные вопросы, следует отвечать уклончиво. Я, простой, обыкновенный человек, политикой не интересуюсь, но как женщина я думаю, что Сахаров человек немолодой и нездоровый. Ему надо отдохнуть, его не надо трогать. А если спросят, в каких условиях находится Сахаров, надо сказать, что вы точно не знаете, но вам известно, что Горький это крупный культурный и научный центр. Там есть много научно-исследовательских институтов, библиотек, театров, и семья Сахаровых, состоящая из двух человек, имеет там прекрасную, благоустроенную четырехкомнатную квартиру. Антон, говорю я, но неужели ты думаешь, что весь этот бред я смогу произнести? Ты должна это сделать, говорит он серьезно. Если ты так отвечать не можешь, то нечего туда и ходить. Но ты возьми себя в руки. Ты пойми, люди, которые будут сидеть перед тобой, подонки и маразматики. Они хотят, чтобы их обманывали. И ты их обмани. Зато потом, когда прилетишь в Лондон и вылезешь в аэропорту Хитроу, сразу смотри, где стоит их лягава или по-ихнему Бобби. Эти бубики ходят в таких идиотских черных шапках, вроде перевернутых чугунков со звездой. Как такого увидишь, сразу к нему. И на своем чистом английском языке скажи господин Бобик. Их бен пур совет фрау. Их бен лукин фор политикал эсайлем. Эта фраза смесь английского с немецким означает «Я бедная советская женщина ищу политического убежища». Довес от смеха я спрашиваю, кто его научил столь великолепной фразе? «Для себя готовил», отвечает он, скромно потупившись. «Жизнь после жизни» «Я зашел вам сообщить, что у вас все в порядке». Профессор Финкенцеллер сидел передо мной, сцепив на колени пальцы. Пальцы у него тонкие, бледные, поросшие темными закрученными волосками. вы поедете домой. Потом, если захотите, отдохнете в реабилитационном санатории, там вам будет очень хорошо. А потом, ну что потом? Потом нормальный образ жизни. Самое главное, не набирать вес. Избыточный вес – это наш главный убийца. «Знаете, у нас говорят, обжора роет себе могилу зубами». Курить ни в коем случае. Если будете курить, я вам гарантирую, что все ваши проблемы вернутся через полгода. Поэтому я вас очень прошу, я вас умоляю, никакого никотина. Никотин – это пакость. Никотин – это он отвернулся в сторону. Никотин – это тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Изобразил он плевки, словно выпуливаемые из пулемета. Вот что такое никотин. Никакого никотина. И никакого алкоголя, воспользовалась случаем и вставила свое моя жена. Алкоголь можно, сказал Финкенцеллер. «Очень немного», уточнила жена. «Алкоголь можно», повторил профессор. «Чуточку-чуточку», сказала жена. «Алкоголь можно». «Алкоголь «Самую капельку». «Алкоголь можно». «А путешествовать?» спросил я. «Никаких ограничений. Пройдете курс реабилитации куда угодно, хоть в Австралию или к вам в Россию. У вас там такие интересные дела. Увидите Михаила Горбачева, передайте ему от меня привет. Я и моя жена очень большие его поклонники». Кстати сказать, когда у него будут какие-нибудь такие проблемы, дайте ему мою визитную карточку. Я за свою работу с него ничего не возьму. Профессор ушел, а я стал переодеваться в вещи, привезенные из дому женой. Швейстер Моника стояла рядом. Мне надо было снять пижамные штаны и надеть нормальные цивильные брюки. И хотя на мне были еще трусы, я вдруг смутился и выжидающе посмотрел на Швейстер. Она перехватила мой взгляд, тоже смутилась и вышла. «Мне кажется, эта Моника к тебе неравнодушна», плохо скрывая ревность, сказала моя жена. «Естественно», сказал я. «После того, как она увидела меня таким, какой я есть, остаться равнодушной? Нет, это никак невозможно». Никогда в жизни не думал, что процесс переодевания может приносить человеку столько радости. Как приятно вместо пижамы и тапочек надеть нормальные штаны, рубашку, пиджак, ботинки, выйти на улицу к живым людям, среди которых быть не больным, а прохожим. тут я подумал и стал вспоминать, сколько у меня было всяких попутных званий, приложимых к моему имени. Новорожденный, ребенок, мальчик, школьник, эвакуированный, пастух, сторож, пассажир, ремесленник, столяр, молодой человек, мужчина, водитель, допризывник, новобранец, солдат, рядовой, часовой, караульный, дневальный, арестованный, демобилизованный, инструктор, путевой рабочий, плотник, студент, прогульщик, редактор, поэт, прозаик, писатель, диссидент, подозреваемый, обвиняемый, эмигрант, иностранец, бесподданный, реабилитированный. И еще, если посчитать, по крайней мере, десятка-два званий можно припомнить. Швастер Луиза выскочила из своей стеклянной дежурки, обняла меня, поцеловала и сказала, возвращайтесь, возвращайтесь, мы вам будем очень рады. «Спасибо, швастер, но я бы предпочел встречаться с вами где-нибудь в другом месте, только не здесь». «Ну, конечно, конечно», сказала швастер, «лучше не здесь, но все-таки у наших больных часто бывают разные осложнения, и они возвращаются». «Это я понимаю», сказал я, «но все-таки бывают люди, у которых нет никаких осложнений». «Кстати, как ваш этот друг, велосипедист?» «Мой друг?» воскликнула Луиза, радостно сверкнув очами. Она обрадовалась, конечно, не своему грядущему ответу, а тому, что я напомнил ей о важном. «Мой друг, знаете, мой друг уже третий день лежит в коме». «И никакой надежды», добавила она в очень оптимистической тональности. «Никакой». Мы завернули в коридор, прошли по нему немного и уперлись в загородку, какие бывают в аэропортах, с дверью, оборудованной электронным устройством. Работник службы безопасности, металлоискателем, провел по моему телу спереди и сзади, но ничего не обнаружил, кроме стеклянного баллончика, от которого металлоискатель сразу засвистел. «Что это?» спросил служитель. «Это распылитель нитроглицерина». «А, ну да, конечно, вы же из сердечного отделения». Мой чемодан был поставлен на транспортер и протянут через устройство, где багаж просвечивают рентгеновскими лучами. По-моему, в чемодане у меня ничего не было, кроме пижамы, тапочек, зубной щетки, пары книг и тетради, куда я вносил свои праздные наблюдения над жизнью. Тем не менее, меня снова остановили. Человек в советской таможенной форме с большой звездой в петлице, может быть, майор, попросил меня положить чемодан на длинный стол, обитый цинковым листом, как в прозекторской. Я ему сказал, что не могу положить чемодан, потому что стол высокий, чемодан тяжелый, а я только что после операции. Майор сказал, что его совершенно не интересует, после чего я. А чемодан надо положить на стол. Такой порядок. Я упирался, зная точно, что если попробую поднять чемодан, все искусство профессора Финкенцеллера окажется употребленным напрасно. А в разгар нашего спора подбежал некто прыткий, возрастом и чином поменьше майора. Ни слова не говоря, он подхватил мой чемодан и кинул на стол, за что получил от меня двухмарковую монету. Чемодан раскрыли, обыскали, все проверили. Моими больничными шмотками не заинтересовались. Но на дне нашли Чонкина. Книгу, которую я брал в больницу, чтобы пересмотреть кое-какие главы. Увидев книгу, таможенник сразу ее схватил и посмотрел выходные данные. «Парижская книжечка?» спросил он уважительно. «Да-да, парижская», сказал я. «А что?» «Придется конфисковать», вздохнул таможенник. «Как конфисковать?» заорал я. «Как это конфисковать?» «Ну а что же делать?» сказал таможенник. «Посудите сами. Разве мы можем пропускать такие книги?» «Ну почему же нет?» «Ведь у вас перестройка, гласность». Я не понял, что он ответил. И вообще мне стало не до него, потому что увидел себя на остановке автобуса, где возникли мои мама и папа. Мама молодая, в темном платье и в берете, слегка заломленном на левое ухо. Губы у нее были чуть-чуть накрашены. Она это сделала для меня. Я в детстве ее всегда просил красить губы, чего папа, конечно же, не одобрял. Впрочем, сейчас ему было, пожалуй, не до того. Он стоял передо мной в старой телогрейке, грязных ватных брюках и рыжих сбитых бутсах без шнурков. Странно усмехаясь, он спросил, «Мальчик, как тебя зовут?» Я сказал, что меня зовут Вова, но мальчиком я был очень-очень давно, в какой-то прошедшей жизни, и вообще неизвестно, был ли это действительно я. Тут подошла ко мне маленькая девочка в шелковом таджикском платье. Это была Галя Салибаева. Когда она приближалась, изо всех углов выскочили отвратительные мальчишки и стали кричать, «Ти-ли-ти-ли-теста, жених и невеста!» Я очень рассердился, стал топать на мальчишек и гнать их прочь. «Не сердись на них», сказала Галя, «тем более, что они глупости говорят. Ты мне не жених и я тебе не невеста. Я вышла замуж за прокурора». Мне это сообщение показалось одновременно и неприятным и смешным, потому что представить себе Галю, вышедшей замуж за прокурора, было никак невозможно. Но смеяться было некогда, потому что появились и стали ко мне подходить с поздравлениями Элиза Барская, Антон Рыбников, Валя Петрухин, каменщик Григорий и Зиновий Матвеевич Мыркин, который предложил мне прочесть стихи. Я собирался прочесть стихотворение «Море», но мое внимание отвлек мальчик лет четырнадцати или даже меньше форменные синие шинели с буквами РУ-8 на петлицах. Шинель была потерта, хлястик оторван, рукав в звездке, под глазом синяки и губа разбита. «Что с тобой?» спросил я. «Ничего», сказал он. «Кто ж тебя так разукрасил?» «Никто». «Он никогда не скажет», вмешалась мама и погладила ремесленника по голове. «Ну ничего, Вова», сказала она ему, «Вот ты вырастешь, будешь большой и сильный». «Вырастешь, будешь большой и сильный», добавил я, «и тогда тебя будут бить сильнее». «Сильного слабо бить без толку». «А за что же меня будут бить?» спросил удивленный ремесленник. «За то, что все написанное тобой будет слишком похоже на реальную жизнь». «Что им написано?» спросил подошедший солдат с голубыми погонами. «Мне кажется, он вообще ничего не пишет». «А ты пишешь?» спросил я его. Солдат смутился и покраснел. «Да вообще-то пробую». «Балуешься, что ли?» «Нет, не балуюсь», сказал он. «А что же?» «Понимаешь, сказал он. Мне до демобилизации осталось год служить. Я вот думаю, что же мне делать? Кем мне быть? Столяром? Ну, ты знаешь, я это не люблю, и у меня не очень-то получается. Я больше склонен к каким-то умственным занятиям. А какие у меня возможности с моим семилетним образованием? Что мне делать?» «Пойди учиться», сказал я. «Куда и когда? Я хотел записаться в вечернюю школу, но мне говорят, вы сюда пришли родину защищать, а не учиться. А после армии, представляешь, вечерняя школа, восьмой, девятый, десятый класс, потом институт. Да что же я на четвертом десятке стану начинающим специалистом, «Ну а что ты хочешь? Учиться-то надо?» «Надо-то надо, но у него идея». Он думал, нет ли какого-нибудь такого интеллектуального дела, где формальное образование не обязательно. И ничего лучшего не придумал, как заняться литературой. формального образования не надо, но знать все-таки что-то нужно, а он ничего не знает. Сколько я встречал литераторов, они в большинстве мало того, что имели высшее образование, но многие с детства обучались музыке, языкам, рисованию или еще чему. Но с ним этого не было. Хуже того, он никогда не был в художественной галерее, не слышал живьем оперу, не видел балета, да и в драматическом театре не видел ничего, кроме убогих самодеятельных провинциальных спектаклей. «Ну, классическую музыку ты хотя бы по радио слышал?» «Ты что?» он засмеялся. «У нас в казарме как только по динамику классику объявят, так обязательно кто-нибудь завопит. «Эй, кто там поближе? Заткни Бетховена!» «Но чему-то ты все же учился в жизни?» спросил я его. Он сказал, «Да, кое-чему учился. Бегать за телятами, надевать на лошадь хомуты, затягивать подпруги, строгать и пилить дерево, заправлять самолет керосином, закручивать и контрить гайки, замыкать плюс на минус и много чему еще. «Ну, это тоже неплохо», сказал я, «но все-таки». «А, впрочем, ты что пишешь? Стихи?» «Ну, что-то вроде этого». «Ну, прочти». Я ожидал, что он встанет в позу, вытянув как-нибудь картин на руку, а он чуть ли не шепотом начал. «На столе стоит горшок». «Что стоит?» переспросил я. «Горшок», сказал он еле слышно. «Ну-ну», он начал снова. «На столе стоит горшок, «а в горшке растет цветок». «Так-так», сказал я. «У рифмы, прямо скажем, не очень, но, допустим, дальше». Он опять вернулся к началу. «На столе стоит горшок, а в горшке растет цветок. Запахом душистым пленяет он ветвистый. если ты сорвешь цветок, ждет тебя печальный рог, и любви ты знать не будешь, вечно мыкать горе будешь». Он читал это таким заунывным и безысходным голосом, словно печальный рог его уже отыскал. Я понимал, что это бестактно, но не мог с собой справиться и хохотал так, что самому стало страшно, как бы свежий мой шов не разлезся. Он насупился и покраснел. «Извини», сказал я ему, «но я просто не могу удержаться, но ты понимаешь, что ты пишешь. Запахом душистым пленяет он ветвистый. Ты видел где-нибудь ветвистый цветок, но ветвистый может быть дерево, ну, куст, но никак не цветок. Мне это неприятно тебе говорить, но я думаю, тебе не стоит этим заниматься. Ты не обижайся, не огорчайся. Литературный талант бывает не у каждого, и у тебя его нет». «А все-таки я попробую», сказал он. «Мне еще целый год до демобилизации. Я буду тренироваться, я буду писать каждый день, не меньше, чем по одному стихотворению в день. Я возьму в библиотечке книги известных поэтов и буду у них учиться. Целый год я буду писать, и если ничего не получится, «Кирюха!» сверкнул железным зубом Марк Смородин. «Ты знаешь, сколько десятков, сотен тысяч людей пишут каждый день с утра до ночи, надеясь, что у них из этого что-то выйдет?» «И заметил Финкенцеллер «Девяносто девять из ста выживают». «Но вздохнула Луиза о том, что случается с одним из ста мы сейчас говорить не будем». «И все-таки сказал твердо солдат я буду писателем». «Да, ты будешь», сказал Антон, «но тебя будут бить». «А я все равно буду». Пока шел этот нелепый спор, я смотрел на людей, подходящих к остановке и увидел среди них Фаину, Лизу Барскую, Егора, Чонкина, Нюру, тетю Аню, дядю Костю, бригадира Пупика, обеих бабушек и одного дедушку, Аглаю Ревкину и доброго Аиста, который, смущенно улыбаясь, писал на заборе мелом очень неприличное слово. Подошел автобус, все полезли в него, я сел за руль. Чонкин разобрал возжи и крикнул Но мы отъехали от Шереметьевского аэропорта стали набирать высоту и на этом месте я понял, что пора ставить точку то есть многоточие поскольку замысел наш и не наш будет совершаться по мере истечения нашей жизни И до точки дойдет вместе с ней.